Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор забытой шиноби, и там я был избранным место. Мира бы выбрали за городу, шеу ребенка оставили радость, забытый огонь. На моем пальце, крот на клинке, яся на кацюке. Как я и думал, ты ни на что не годишься. Строгий голос прорезал слух, заставляя изнеможенные продолжительной тренировкой мышцы натянуться словно струны. Уткнувшиеся в землю, истерзанные лезвиями ладони жались в кулаки, загребая под ногти толще рассыпчатой грязи. Шатенко не решалась поднять покрасневшие от обжигающих слез глаза на отца, зная, с каким выражением его строгого лица столкнется. То разочарование и укор, что ядовитыми нотками сочилось сквозь его слова, уже начало давить на предательски подрагивающие плечи. Я стараюсь попыталась оправдаться девочка, сильно зажмурив глаза. Голос дрожал, а в пересохшем горле застрял тугой ком. Этого недостаточно. Как я и думал, ты ничего не добьешься, асами. Просто прекрати пытаться опозорить свое имя. Мужчина, не скрывая презрительного взгляда, сложил руки на груди и, продолжая испепелять темную макушку дочери глазами. Ичера не собирался проявлять милосердия или сострадания, требуя от ребенка больше, чем следовало бы, но меньше, чем ему бы хотелось. Бросив последний короткий взгляд на красно-белый веер, вышитый на спине девочки, и на мишень, окруженную множеством брошенных сюрикенов, всего два из которых смогли достичь лишь края начертранного круга, мужчина тяжело вздохнув, развернулся спиной к дочери. Видеть ее бессильно склонившуюся перед ним на коленях у чиха не желал, как и слушать противные слухов схлипывания. Я сегодня вернусь поздно, не задерживайся здесь. Иди домой. Вьющиеся шоколадные локоны, кончиками касавшиеся земли, слабо качнулись при новом дуновении ветра, слегка защекотав оголенные плечи. Загорелая под жарким июльским солнцем кожа покрылась волной мурашек, когда морозный воздух проник под каждую напряженную клеточку и тело. Застыв в склонившемся над землей положение асме вслушивалось в отдаляющиеся глухие шаги отца, что эхом отбивались внутри, заставляя сердце ощутимо сжиматься. Казалось, что-то в детской душе с хрустом надломилось, оставив глубокую кровоточащую рану, саднищую в тысячи раз сильнее, чем многочисленные порезы на руках. Воздуха в легких стало катастрофически мало, а дрожащие руки согнулись, больно прижавшись локтями к холодной траве, на которой засверкали капельки расы и слез, полившихся с голубых, словно с заставшими в них льдами глаз. Солнце сгущало краски на небе, все ближе подходя к горизонту и удлиннее падающей от деревьев в тени. Теплый ветер разгонял редкие, окрашенные золотисто-розовым облака по направлению к догорающему закату. Шелест листва и пение птиц прервались лишь мерными и усталыми шагами девочки, что спустя еще несколько безуспешных попыток, все же смогла достигнуть Сюрикеном цели в самом центре злосчастной мишени. Направляясь домой в утомленном, совершенно опустошенном состоянии, Асми никак не ожидала краем уха услышать тяжелые отрывистые вздохи и глухой шум колыхающихся языков пламени. Ближе подойдя к озеру, краски в котором были отражением оранжевого неба, девочка зацепилась глазами за силуэт мальчика с черными волосами и в темной одежде, с тем же самым гербом на спине, украшающим ее светло-синее кимоно. Он стоял на самом краю небольшого утеса, слегка сгорбившись над водной поверхностью. Плечи его заметно поднимались с каждым новым вздохом, а руки были уперты в колени. Вокруг плясали завитки остаточного дыма, один за другим растворяясь в разреженном воздухе. Даже с расстояния Асми смогла заметить, в каком напряжении пребывало тело незнакомца. Спустя несколько мгновений и быстрых движений рук, над озером образовался выпускаемый брюнетом огненный шар, палящий жар которого мигом впитался в воздух. Проследив за успешно выполненной техникой Асми замерла на месте, удивившись способности мальчика к подобному. В голове тут же стало невероятно пусто, а ноги словно пригвоздило к земле. Пребывая в немом изумлении, Учиха не сразу заметила, что мальчик, повернувшись, узнал о ее нахождении здесь. «Ты что тут делаешь?» Слегка нахмурившись, спросил брюнет, и всем своим видом выказывая недовольство, вызванное ее бестактным присутствием. Услышав слегка ломанный голос Асами, словно очнувшись, проморгала глазами, отгоняя от себя охвативший ступор. Встретившись с непроницаемыми, темными глазами напротив, она словно проглотила язык, не сразу сумев выдавить из себя хоть слово. Под пристальным взглядом она ощутила покалывание на щечках, что тут же покрылись румянцем, поэтому поспешила отвернуться. «Я.Я случайно увидела, как ты тренируешься», — выдавила ты осипшим голосом, краем зрения замечая, что брюнет сделал несколько шагов навстречу, видимо, чтобы лучше расслышать ее слово. Сглотнув волнение и набравшись чуть больше смелости, она уже увереннее продолжила, вновь повернувшись к нему, «У тебя так хорошо уже получается. Может, точка, может, ты и меня научишь. Как тебя зовут?» Уточка Учхасаски, мальчик подозрительно на нее покосился, просканировав угольными глазами. На вид не старше его самого, представшая перед ним девочка тут же зацепила его внимание своими яркими голубыми глазами, цвет которых напомнил ему это самое прозрачное озеро. Только зимой, когда тонкий слой льда покрывает поверхность, впитывая в себя голубизну сыру голубого неба. Слегка опустившись взглядом чуть ниже, Саски заметил покрытые ранками руки, что девочка тут же поспешила спрятать за спину, слегка засмущавшись наблюдательности брюнета. «Я.Учхасами», — проговорила та, вновь приковав внимание к себе, но заставив Саски еще больше нахмуриться. «Он еще ни разу не встречал таких голубых глаз в квартале клана, и вряд ли бы забыл, если бы увидел хоть однажды, поэтому поверить достоверности ее имени и принадлежности к клану ему было сложно, н.т.т. научишь. У меня нет на это времени», — твердо заявил тот, слегка вздернув острый нос кверху. У Саски было полно своих забот, а вписывать туда еще и непонятную девчонку не входило в его планы. Только разобравшись со сложной техникой, все, о чем он мог думать сейчас, это скорее показать свой прогресс отцу, за внимание которого младший отчихот так упорно ведет борьбу. Бросив последний, короткий и пренебрежительный взгляд в сторону заметно поникшей шатинки, Саски уверенно зашагал вперед, оставляя девчонку позади. Лишь пройдя несколько шагов, он вновь остановился, оглянувшись на так и не сдвигавшуюся с места Асами. Только узнав вышиту на спине эмблему, Брюник признал в ней учиху, но менять свое решение и забирать свои слова он не стал, вновь продолжив путь домой. Асами долго колебалась, испытав неподдельную обиду на столь резкий ответ со стороны новоиспеченного знакомого. В голове в тысячный раз за день пронеслись слова отца о слабости девочки, отчего-то аж зажмурилась, ощутив, как предательские слезы вновь просятся наружу. Решив для себя, что она тоже научится этой технике, показав ее однажды отцу, девочка глубоко вздохнула, позволив нахлынувшим эмоциям слегка отступить, а кому в горле развязаться. Ну и ладно, вдруг послышалось за спиной Саски, что вновь заставило его замереть и оглянуться. Гордо выпрямив спину, Шатенко круто развернулась и сама зашагала вперед, обескуражив брюнет резкой сменой своего настроения. В голубых глазах загорелось пламя, по силе не уступающее тому, что несколько минут назад сотворил Саски. Не ожидая подобного поведения от показавшейся достаточно ранимой девчонки, он еще какое-то время не мог сдвигаться с места, провожая взглядом девичий силуэт, уверенно оставляющий его позади себя. «Я и без тебя научусь, если захочу», — напоследок бросила та, на секунду развернувшись и одарив брюнета хитрой ухмылкой, что в очередной раз сотрясло его сознание. Всего за несколько минут едва ли состоявшегося знакомства, эта юная особа уже успела вызывать слишком неоднозначные эмоции у Саски. Когда тонкая фигурка скрылась из виду, брюнет лишь недовольно хмыкнул, пробормотав под нос что-то нелестное и пропомешавшую его тренировке девчонку, которую, как он надеялся, больше никогда не встретит. Тщетно надеялся. С того самого дня, она словно назло попадалась ему на глаза, при этом совершенно не замечая на себе его взгляда. А может и замечая, но искусно игнорируя. Он видел ее каштановую макушку в толпе, на переполненных улицах и пустующих полигонах, и не заметил, как в какой-то момент и сам начал искать ее глазами. Асами смотрела на него лишь тогда, когда он отворачивался, иногда приходя к тому самому озеру, на котором он любил тренировать технику огненного шара. Любопытство к исполнению джуцу, слишком незаметно для нее, переросло в любопытство к самому чихи, который, как она позже узнала, был младшим сыном главы клана. Гляделки продолжались какое-то время, пока однажды Асами сама не подошла к нему, заметив его не самые удачные попытки в метании сурикенов, с которыми у нее дело обстояли немного лучше. Тот долго отказывался от ее помощи, ссылаясь на то, что справится и сам, хотя давно знал, что Шатенко долго и упорно тренировалась именно с этим оружием, снова и снова пуляя сурикены, а позже и куная в многочисленные мишени, что расставляла на тренировочном поле недалеко от этого озера. У чихи доводилось лишь раз наблюдать ее тренировку и то, с каким усердием и наработанной часами точностью она поражала мишени, удивляя Саске своими неожиданными навыками. «Но ты взамен научишь меня технике огненного шара». Выдвинула свои условия Асами, протянув маленькую ладошку к брюнету, что спустя несколько минут уговоров, все же поддался, приняв помощь от нее. Не особо удивившись ее наглости, он тяжело вздохнув, все же согласился показать пару раз эту технику снова. Он нехотя жал ее, оказавшуюся теплой руку, закрепив тем самым их сделку. «Ладно», — протянул Учиха, слегка отвернув глаза, ведь ходить на уступки еще и раздражающей девчонке ему не особо-то нравилось. Но Асами лишь ласково улыбнулась, оставшись довольной своей маленькой победой, желая игнорировать лишенный энтузиазма вид брюнета. Их совместные тренировки продлились от силы два дня, после чего на одну из них явился разъяренный отец Асами, прогнав ту домой, со словами о пустой трате времени на то, что у нее никогда не выйдет. Тогда, Саски впервые после их самой первой встречи увидел, как погас в голубых глазах огонек. А взгляд, выражавший уверенность, потускнел под тяжелым напаром обидных высказываний мужчины. «Прости, Саски. Мне пора», — оглянувшись на дожидающегося ее отца, — проговорила Шатенко, — и точка поздравляю с поступлением в Академию. Асами слабо улыбнулась, стараясь игнорировать подступившим горлуком и едва уловимую дрожь в голосе, которую брюнет все же заметил. Огонек, что совсем недавно горел в голубых зрачках, сейчас сменился на тусклый блеск влажной пелены, что застелило собой ясное небо в погрустневших глазах. Саски узнал, что Асами не будет учиться в Академии, когда, оказавшись на церемонии поступления, не нашел среди толпы ее каштановую макушку, которую, неожиданно для себя, все же надеялся там встретить. Верить в то, что она не сдала проходной экзамен он отказывался, но, услышав сейчас от ее отца нелестные высказывания по поводу будущего Шиноби, что ей явно не светит, догадаться о настоящих причинах ее отсутствия юному мальчику не составило особого труда. Я говорил тебе, перестать тратить на это время, проводив глазами приблизившуюся к нему фигуру дочери, грозно отозвался Ичара, совершенно не обращая внимания на ее поникший вид и внимательный взгляд мальчика неподалеку. И это была после дни их встречи до роковой ночи, что изменило судьбы. Отец. Коленки предательски тряслись, а глаза, наполненные слезами, не выражали ничего, кроме животного страха. Видев кромешной темноте силуэт, возвышающийся над окровавленным телом мужчины, девочка наделялась, что все увиденное всего лишь сон. Тусклый свет луны, пробиравшийся сквозь приоткрытое окно, отражался от длинного меча, с лезвия которого капала на паркетовая жидкость. А с миноватных ногах отшагнула назад, слыша собственное, нестово участившееся сердцебиение. Лопатки уперлись в деревянную стену дома, оповещая о ней мне путей к отступлению. Ужас, охвативший все тело, лишил дара речи, а глаза не сумели оторваться от темного силуэта перед собой, что начал медленно приближаться к ней. Хотелось бежать, закричать от страха и просить о помощи, но голос предательски пропал, а инстинкт самосохранения прииграл в схватке с шоком и неподдельным испугом. Чувствуя, как ослабевают ноги, девочка сползла на пол, не прекращая тихих слез и лихорадочной дрожи. Заметив, как сверкнули в темноте огненно-красные зрачки, а катана в руках незнакомца замахнулась для удара ласами широко распахнула глаза, в следующую же секунду испытав на себе смертельное касание лезвия и оглушающую боль. Мир перед глазами тут же померк, позволив сознанию окунуться в пустующую темноту, полную немой неизвестности. Ее состояние стабилизировалось, послышался женский голос запеленной сознания, через секунду сменившись гулкой вибрации близтоящих приборов. Неожиданно возникшая в теле паника заставила вздрогнув распахнуть глаза, которые тут же обожгло ярким белым светом, разлившимся по и без того светлому помещению. Сбившееся дыхание прервалось лишь тихим шипением, когда мышцы сковала ломающей слабостью, болезненными волнами распространившись по всему телу. Глаза забегали по белым стенам комнаты, а затем опустились на место ранения, где еще недавно ощущалась боль, вот только сейчас ничего не было. Ни крови, ни ранения, ни боли. Словно все это было страшным сном, слишком похожим на реальность. «Тебе лучше меньше двигаться сейчас», — вновь раздался уже запомнившийся женский голос над ухом, когда плеча коснулась приятная, теплая ладонь, помогая опуститься на подушку, тут же оказавшуюся слегка приподнятой для удобства сидячего положения. Сглотнув, Учху устремила изучающий, но немного растерянный взгляд на девушку в белом халате, что так заботливо вернуло ее спиной к подушке. Тело вдруг покрылось мурашками, когда кожа коснулся легкий ветерок, просочившийся сквозь приоткрытое окно неподалеку от кровати. События, что отпечатались в памяти, вспышками пронеслись перед глазами, вновь вернув сознанию беспокойство, а к глазам слезы. Стоило медсестре слегка отойти, как за ее спиной показалась знакомая белая мантия и широкая шляпа. Смуглое лицо, покрытое морщинками и складками, обрело печальный вид. Темные глаза выражали искреннее сочувствие и плохо скрываемую тоску. Лишь один взгляд на подошедшего к ней Хакаги заставил осознать, что все произошедшее и увиденное ночью было не сном. «Асами», — произнес он хриплым и мягким голосом, завлекая в утешительные объятия, — «хорошо, что ты очнулась». «Молодец, Асами!» «Ты победила», — учитель занес результат в список в руках, в очередной раз убедившись в правдивости слухов. Одна из двух единственных выживших из великого клана, как и полагалось, в полной мере показывала свои способности, даже несмотря на то, что приступила к учебе на полгода позже остальных. Всего за год, прошедшись трагедии, она смогла стать одной из лучших учениц, уступавшей по баллам лишь одному Саске. Девочка кивнула на слова учителя, не испытав Италику радости от своей победы, подошла к мальчику, лежащему на земле, протянула тому руку, чтобы помочь встать. Он недоверчиво на нее покосился, все еще злясь факту своего поражения девчонки, но заметив строгий выжидающий взгляд руки Сенсия, все же принял помощь, сложивший оттенкой знак унисона, угрюмо направился к месту в толпе, служивший зрителями к проходящим спаррингам между учениками Академии. Следующий учих Саске Узуума Киноруто. Услышав имя брюнета, Асами невольно напрягла плечи. Из толпы детей вышли двое названных ребят, что находились на разных концах площадки. Саске сопровождался радостными воплями всех девочек, всего двое из которых не спешили возносить его к небесам. Асами молча провожала его взглядом, в очередной раз прокручивая в голове факт того, что когда-то она надеялась стать с ним друзьями, но и это давнее желание потонуло в пучине всепоглощающей тоски от утраты и едкой, раздирающей глотку обиды. Учиха молча шел к назначенному месту у края начерченного круга, совершенно не замечая возгласов девочек в его адрес, но чувствуя каждой своей клеткой пристальный взгляд пары голубых глаз, что спустя какое-то время метнулись к будущему противнику. Асами окинула взглядом блондина с нелепыми очками на голове, что и всем своим видом выказывал негативный настрой по отношению к Саске. Наруто никогда не понимал, чем все так обязаны этому Чихе и почему ему достается внимание больше, чем кому-либо. «Я не проиграю!» заявил Узумаки, сильно сжимая маленькие кулачки у лица и разрезая своим громким голосом девичьи вопли. Саски на его эмоциональные заявления лишь промолчал, что совсем не удивило Асами. Когда оба добрались до своих позиций, раздалась команда учителя. Начали. Кажется, никто не успел проследить за тем моментом, когда Наруто оказался на полу. Это было заметно потому, как все притихли, уставившись на этих двоях. По лицу самого Узумаки также можно было понять, что он не сразу сообразил, когда Саски успел его уложить. Широко распахнутые светло-синие глаза были направлены прямо на кулак, что расположился всего в паре сантиметров от лица блондина, а рот его приоткрылся в удивление. Когда все наконец-то смогли осознать произошедшее, вновь послышались возгласы со стороны толпы. «Он такой крутой!» «Саски-кон, ты великолепен!» Разволосая Сакура относилась к тем девочкам, что не скрывали своего восхищения и часто одаривали брюнету подобного рода комплиментами. Асми едва ли не оглохла от всех этих криков, да и признавать превосходство Саски в открытую никогда бы не стала. Лишь к Наруто она испытала долю жалости. В голове не укладывался вопрос, как можно было поставить противниками самого лучшего и самого худшего ученика. Это несправедливо. Пронеслось у Асми в голове, и она невольно нахмурилась. А вот для Саски и Наруто время словно застыло. Они так и остались в положении, где у чехола жив блондина на лопатки, поднес кулак к его лицу. Если взгляд у Зумаки был испуганным и удивленным, то в глазах Саски читалось явно неприязнь и презрение. Наруто был хорошо знаком этот взгляд, ведь он получал его каждый день от каждого жителя деревни. Но слегка присмотревшись в эти до безобразия мрачные глаза, блондин заметил, что в них куда больше ненависти, чем Наруто когда-либо мог на себе испытать. Но следующее, за этим заключением мысль, заставило все остальное поблекнуть. Этот взгляд предназначен не мне выдало сознание блондину, и тот был почти уверен, что не ошибся. Тем временем, когда мозг у Зумаки все еще половился от рассуждений, а тело его словно прибило к полу, Саски молча встал и пошел в противоположную сторону. Он внезапно почувствовал, что его противник будто бы забирался ему в голову, устремив на него столь потерянный, но в то же время пронзительный взгляд. Саски не любил, когда ему пытались заглянуть в душу. Даже малейший намек на это и он умывал руки. Учиха победил, и растягивать этот цирк дольше брюнету не хотелось. «Победа за Саски», — произнес Рукасинсей. «А теперь, сделайте знак унисона». Брюнет нехотя остановился, и взглянув через плечо назад. Как и ожидалось, Наруто тоже не горел желанием делать то, что сказал учитель. Хоть Рукасинсей и объяснял важность и значение этой традиции, охотнее ее выполнение не стало. «Сделайте, как я говорю», — уже строже проговорил мужчина. Наруто, громко ругаясь, все же встал на ноги, но за свои непристойные слова тут же получил по затылку. А Саски, смирившись и протяжно вздохнув, вновь развернулся к блондину и пошел навстречу. Они остановились друг напротив друга и начали вытягивать пальцы для сложения знака, при этом обниваясь все теми же ненавистными взглядами, мысленно метая друг в друга молния. Каждый, включая учителя, выжидающе смотрел на Наруто и Саски. Наблюдавшая за ними Асмия не заметила, как затаило дыхание, дожидаясь дружеского соприкосновения этих двоих, каким-то образом чувствуя, как повышается градус кипения между ними. Пальцы мальчишек остановились в паре миллиметре от соприкосновения, как руки резко устремились вперед, хватаясь за футболки друг друга. «Тебе мало было что ли?» Процедил Саски. В этот же момент Сенсия разъединил мальчишек. Почему-то Асмия слегка расстроилась, так и не увидев знака унисона. О чем же ее так волновали отношения эти двоих она сама не понимала. Асмия постоянно слышала, как все презирают Наруто. Даже ее подруги, среди которых были и Сакурасана, никогда не стеснялись одарить Блондина парочкой обидных слов. Что-то в юном сердечке девочки этому противилось. Зная, какого это, когда тебя недооценивают, постоянно принижают и ожидают худшего Асмия никогда не присоединялась к подобному. Да и причину всеобщей неприязни к одному лишь мальчику она не ведала. Поэтому, однажды, после очередного сеанса насмешек со стороны других учеников в сторону несчастного Наруто, Асами, слегка колеблюсь, подошла к нему. Один из ее одноклассников толкнул Блондина, и все над ним посмеялись. Учиха подумала, что это уже слишком, именно поэтому решила подойти. Нет, она не собиралась вставать на его защиту перед всеми и как-то стараться им противостоять. Не потому, что боялась, а потому, что все так же не знала, кто Наруто на самом деле и стоит ли он того. Поэтому и решила обойтись лишь небольшим жестом. Она протянула ему свою ручку, чтобы помочь встать. Увидев это, мальчик сильно удивился, явно не ожидая подобного. Он слегка недоверчиво покосился на шатенку, думая, что это очередной трюк, который обернут в шутку против него. Но заметив, что задер рядом нет, а взгляд у девочки не был похож на взгляды остальных, он наконец-то решился схватить ее ладошку, чтобы подняться. Почему ты ко мне подошла? Со мной же никто не общается, травмированный детский мозг Узумаки отказывался считать это всего лишь жестом доброй воли, ведь он к такому не привык. «Просто так, пожала плечами Асами, у меня нет причин ненавидеть тебя», честно ответила та, посмотрев куда-то в пустоту перед собой. Наруто все еще пребывал в замешательстве о легком ступоре, и кажется, хотел бы что-то сказать, как вдруг послышался мужской голос за спиной. Учитель подозвал к себе учеников, прося вернуться в классы. «Идем», спросила очиха, просмотрев на него стеклянными, почти такими же пустыми, как у Саски, голубыми глазами. Наруто неуверенно кивнул и поплелся за шатенкой следом, держа путь к дверям Академии. Яркое, изнуряющее солнце привычно возвышалось над деревней, испепеляя своим жаром все поверхности. Легкий ветерок разносил по синему небу редкие облака и едва ли спасал жителей от такой жары. Из-за погоды за окном, невероятно душно становилось и в классном кабинете Академии, где сейчас в ожидании своего последнего экзамена находились ученики. «Итак, мы начинаем выпускной экзамен. Те, кого я буду называть, выступят вперед и выполнят задание», — объяснила рука Синси, держа в руках деревянный планшет со списком. «Экзамен будет по технике клонирования». Этого короткого объявления хватило для того, чтобы Наруто истошно вздохнул, ухватившись за лицо и стиснув зубы. «Черт! Она у меня на никогда не получалась!» Ныл про себя блондин, ведь эта техника была для него почти невозможной для исполнения. Сколько бы мальчик ни пробовал, он никак не мог ее освоить и сделать правильно. Даже технику перевоплощения он смог выучить и изменить ее, назвав своей фирменной техникой соблазнения, которой так часто докучал Синси. Харуна Сакура. «Приступаю!» Громко проговорила разволосая, сложив печати. Через секунду, свободное пространство с обеих сторон от девочки наполнилось дымком, издав характерный звук хлопка. Когда воздушные облачка рассеялись, на некогда пустых местах открылись взору созданные Сакурой и ее же копии. Харуна всегда была отличницей, и создание пары клонов также не составляло особого труда для нее. «Хорошо», – улыбнулся Синси, ставя галочку у ее имени. «Вот твой протектор», – протянул стоящий рядом с рукой Синсием, Мизури Рисон, с почти белоснежными волосами и тонкой, несколько хитрой улыбкой. «Получилось!» – завопила радостно Харуна, хватая повязку и поворачиваясь к классу, а точнее, к одному лишь мальчику. «Ты видел это, Саски-кон?» Сидящая неподалеку Асами слегка закатила глаза. Почему-то отчаянные попытки Сакуры, да и вообще каждый, вызывали в ней лишь смех и искреннее непонимание того, зачем им всем его внимание. «Следующий учих Саски», – объявила рука Синсием. Брюнет молча поднялся и встала напротив двух учителей, принимающих экзамен. Конечно, он справился замечательно, создав треклона. Ему также вручили фирменный протектор, и тот, слабо кивнув, вышел из кабинета. Дожидавшаяся его Сакура последовала за ним. «Учих Асами! Твоя очередь!» «Оха!» – откликнулась Шатенко, поднимаясь с места. Девушка быстро направилась к месту перед партами, отчего ее вьющиеся шоколадные локоны затанцевали на легком ветру. Асами также сумела создать трех клонов, хотя была уверена, что сможет создать еще одного, но просто не хотелось выделяться. В отличие от того же Наруто, она не собиралась обгонять Саски и не завидовала ему. В отличие от многих, она вообще никогда не стремилась заполучить чьё-либо внимание. Она просто об этом не думала, ведь у нее и так хватало своих забот, а то, чего ей действительно не хватает, никто дать не способен. Получив свою новую повязку, Асами, поблагодарив Сенсия, выбежала из кабинета. Узумаки Наруто. Увидев, как легко с этим заданием справляются его одноклассники, и как они получают свои долгожданные повязки, подтверждающие их приобретенный статус Шиноби, Наруто преисполнился решительности. Он не станет отставать. Не на этот раз. Я сделаю это. Я смогу. Твердил себе в мыслях блондин, когда он же оказался перед комиссией. Однако, судьба оказалась неблагосклонна. Наруто создал лишь одного клона и тот напоминал растекшуюся в лужу человекоподобную субстанцию, неестественно бледного цвета. После увиденного, сидящей позади Узумаки одноклассники залилась звонким смехом, не забывая приправить его возгласами олене удачник. И лишь суровое лицо и руки Сенси исказилось в нечто, напоминающее смесь злобы и разочарования. Бровь нервно поддрагивала, а улыбка явно была недоброй. Это лицо заставило Наруто не на шутку испугаться. «Ты не сдал!» Взорвался учитель. И даже слова напарника, что Наруто все же создал какого-никакого клона, не переубедили и руку. Узумаки как всегда не справился. Асми сжимала в руках приобретенную повязку, пристально глядя на свое слегка искаженное в металлической вставке отражение, гравировка на котором изображала эмблему Канохи. Смотря на людей вокруг, она ощутила болезненные уколы в груди. У ворот Академии собрались все новоиспеченные генины и их родители. Отовсюду доносились похвалы и радостные крики. Лишь Наруто сидел в стороне, под тенью одинокого дерева, качаясь на одинокой качеле. Это было его излюбленным местом, ведь пока все веселились друг с другом, получали похвалы и поздравления от родителей, Наруто уперся в бомб, сжимающий веревку качелей руки, с грустно опущенным взглядом. В какой-то момент, помимо счастливых диалогов и поздравлений, до его тонкого слуха донесся разговор двух женщин, очевидно, чьих-то мам. Эй, это тот мальчик. Не скрывая презрения во взгляде, посмотрела на блондина-высокая женщина с темными волосами. Даже ее голос звучал так, словно она говорила не о ребенке, а в лучшем случае о животном. Да, это он, согласилась ее собеседница. То ли они считали, что их никто не слышит, включая и сам объект обсуждения, то ли им было настолько все равно. Асами, что стояла недалеко от них, невольно зацепилась слухом за их диалог. Я слышала, он единственный, кто не сдал. Ну и ладно, хмыкнула женщина, словно эта новость ее порадовала. Подслушивающая их разговор ручиха слегка нахмурила брови. Она посчитала, что говорить о ком-то в таком тоне, как минимум, некрасиво. Если он не станет ниндзя, то и проблем новых не принесет. Он же... Эй, перебила собеседницу женщина, нам нельзя об этом говорить. Тем временем, Наруто, что слышал каждое их обидное слово, лишь сильнее натянул очки с олба на глаза, словно так он сможет огородиться от всех и просто исчезнуть. Слышать подобное, хоть и на протяжении всей жизни, все еще было тяжело. Привыкнуть к такому отношению, к постоянной боли было слишком сложно. Он очень старается, вдруг послышался высокий девчачий голосок, заставивший блондина вновь поднять глаза. Перед ним открылся вид на Асами, что нагло вмешалась в разговоры этих двух особ, одаривая тех взглядом, каким они только что сверлили ее одноклассника. Сказать, что Наруто удивился, ничего не сказать. Тем временем, Асами продолжила, «Вы не можете так говорить о нем, просто потому, что он провалил экзамен, подвергшийся такому нападению со стороны Шатенки и две женщины заметно оскорбились, но точно так же, как они знали о Наруто, они знали и об Асами, лишившись со своей семьи целого клана. Решив, что какой-либо спор с девочкой, которая, по основным причинам, не доставала воспитания бесполезен, женщины схватили своих детей и, высоко задрав свои носы, ушли. Асами, вот ты где! К ней подошел третий Хакаги, ласково положившую руку ладонью на плечо. Асами встретила его с едва заметной, но искренней улыбкой, ведь он был единственным, кто не позволил ей потонуть в одиночестве после всего произошедшего. Сару Табисому часто с ней разговаривал, навещал и был единственным, кто хоть как-то заботился о девочке, в то время как каждую ночь она задыхалась от слез и одиночества. Он дал ей ту забот и говорил те слова, что когда-то Асами отчаянно желала услышать от погибшего отца. Именно по его инициативе она попала в Академию, поступить в которую желала всю жизнь. Что ты сказала тем дамам? Они говорили, что рады тому, что Наруто не сдал экзамен, а я сказала, что несмотря на все, он старался, честно ответила Асами, но разве это справедливо, судить человека только по его неудачам? Она отвела взгляд, словно задавая этот вопрос себе, а затем вновь подняла его на Хакаге «Я сделала что-то неправильно». Мужчина слегка выдохнул, и на его лице дрогнула улыбка. Асами всегда отличалась в его глазах от остальных, прислушиваясь не только к здравому уму, но и к чувствительному сердцу. Нет. Конечно, ты все сделала правильно, он прошелся рукой по ее волосам, приводя их в легкий беспорядок. Смотря в светло-голубые глаза, имеющие некоторую схожесть с синевой узумаки, Сарутаби не сумел сдержать тяжелого вздоха. Каждый раз, смотря на детей, чьи судьбы поломались из-за его ошибки, он чувствовал, как вина сдавливает все внутри тяжелым грузом и наседает на плечах. Долгие четыре года, прошедшие с ужасной трагедией клана Учхо, он старался поддерживать детей как мог, но в силу обязанностей перед деревней, уделять им необходимый объем внимания у него не получалось. Саски всячески отказывался от внимания и заботы, с каждым годом закрываясь в себе все больше. Асамь была более открыта к взаимодействию с другими, но и она порой не могла свыкнуться с постоянным чувством отстраненности и желанием закрыться ото всех. Он видел и прекрасно понимал то, что творилось в их головах, но поделать что-то с этим был не в силах. Как был не в силах и предотвратить случившееся. Сейчас, когда все уже подросли, вопреки всему, дошли до конца и стали шиноби, он испытал гордость, но вместе с тем и непреодолимую тоску. Хакаги-сама вновь обратилась к нему Асами, заставив отвлечься от потока размышлений, в которые мужчина успел погрузиться, а почему все так относится к Наруто? Он сделал когда-то что-то плохое? Нет, поспешил ответить пожилой мужчина, слегка наклонившись к лицу шатенки, он совершал много пакостей, но он неплохой. Думаю, ты и сама это видишь. Асами пожала плечами, вновь обернувшись в сторону Узумаки, след которого и вовсе простыл. Учиха была уверена, что краем глаза видела, как к нему минуту назад подошел Мизури Синси, что только что принимал экзамен. Оставшись несколько озадаченной, она совершенно не заметила задумчивой улыбки, что озарило лицу Хакаги. Он высоко ценил отношение девочки к блондину, зная, что она разделяла его чувства. Их связь пока незаметная и едва ощутимая, но четко прослеживаемая его глазами, повидавшими многое. Хирузин всегда знал, что этих двоих связывает куда больше, чем кто-либо смеет догадываться. Вы с ним обязательно подружитесь, заключил про себя Сарута Би и тяжело вздохнул от факта провалившего экзамен Наруто. Безмолвная ночь опустилась на улице Канохи, убаюкивая жителей едва уловимым пением сверчков и гулящим по воздуху шелестом листьев. Тусклый лунный свет пробирался тонкими нитями в пустующую крохотную комнатку, служащую лишь постоянным ночлегом, но никак не местом, которое можно назвать домом. Мерная тишина прерывалась лишь глухим шелестом простыней и едва уловимым бормотанием. Шатенко воротилась с одного бока на другой, сминала пальцами жесткую ткань старого покрывала и сильно хмурила брови. Кошмар, снившийся уже далеко не в первый раз, вновь не давал покоя. Беги, асами! Беги отсюда! Громкий мужской голос раздавшийся впереди бьет по перепонкам. В глазах размывается из-за обжигающих слез. Повсюду раздается лязг металла и душа раздирающий крики людей. Капли крови пачкает собой стены, а едва уловимая глазом тень беспощадно уничтожает всех на своем пути. И лишь один знакомый силуэт, отчаянно отбивавшийся от ударов мечом, приковал к себе внимание девочки, которая, несмотря на требования убегать, не может сдвигаться с места изысковавшего все тело страха. Папа. Тихий шепот остается незамеченным и хаос вокруг лишь набирает обороты. Маленькие пальчики дрожат, а ноги подкашиваются, становясь ватными. Мужчина грубо хватает девочку за запястье, унося в дом. Запах крови врезается в нос и осмя осматривает отца, замечая огромное кровавое пятно у него на боку и пылающие красным глаза. Мужчина обнимает дочь, шепча что-то напоследок, а позже бросается с атакой на силуэт, что затаился в глубине темной комнаты. Треск металла и звук разрезающейся плоти заполняет пространство, заставляя осами вскрикнуть. Видя, как мужчина падает на пол безвольной куклой, а кровь лужи растекается под его обмякшим телом, она из последних сил зовет его, словно надеясь, что тот сумеет услышать. Отец неожиданно возникшая в теле тупая боль заставила, вздрогнув, распахнуть глаза. Сбившееся дыхание прервалось лишь тихим шипением, когда правое плечо, на которое пришлось короткое, но болезненное падение, неприятно замыло от соприкосновения с холодным деревянным полом. Глаза в панике забегали по темноте, узнав в блеклых тенях на стенах очертания знакомой мебели. Еще секунду назад казавшийся невероятно душным и тяжелым воздух, сейчас отдавал лишь свежесть и листвы, легкими порывами проникая в комнату сквозь приоткрытое окно. Когда до слегка помутневшего разума дошло осознание реальности осами облегченно выдохнуло. Зарывшись тонкими пальцами в свои каштановые волосы и слегка помассировав голову подушечками пальцев, она устала прикрыла глаза, из которых полились тихие слезы. Столько раз кошмары терзали утомленное сознание, заставляя просыпаться в холодном поту, то и дело прокручивая во сне каждую запомнившуюся с той ночи деталь, оставляя после себя лишь горький осадок и ломящий боль в груди. Согнув коленки, осами обняла себя и, уткнувшись лбом в сложенные руки, позволила тихим всхлипом прервать ночную тишину. Руки наполнились водой и в следующее мгновение лицо окунулось в освежающую прохладу, с целью отогнать ненужную в такой важный день сонливость. Проблемы с недосыпанием стали даже привычными за столько лет, поэтому очередная ночь, не обошедшаяся без кошмаров, уже не так явно отразилась на лице осами, вызвав лишь легкое покраснение в глазах, которое вряд ли кто-либо заметит. С этими мыслями, протерев лицо полотенцем, кунаича потянулась рукой к лежащей рядом повязке, подтверждающей приобретенный статус ниндзя. Крепко закрепив ее на макушке, она вновь подняла глаза нависавшие на драковины зеркало, внимательно на себя взглянув. Струящиеся локоны небрежно свисались худых плеч, золотистая кожа желтела под цветом тусклой лампы, а ярко-голубые глаза, которые так не нравились осами, словно дразнили, лишний раз напоминая, как она не похожа на очаху. В них застыл бездушный лед, в то время как у других тускнела глубокая ночь. Такая же, как когда-то была у отца, что сая темнотой давила на ее свет. Но в нужный момент и ночное небо сменялось крываво алым огнем. Асми опасалась, что ее глаза, холодные словно айсберг, никогда не станут такими, что она никогда не станет достойной очахой, так и не пробудив даджуцу. Тяжко вздохнув, подняв и опустив плечи, она словно этим ритуалом отогнула от себя лезущие в голову неприятные мысли, по старой привычке, пройдя пальцами по волосам, прикрыла глаза, позволив внутреннему спокойствию вновь вернуться в привычное состояние легкого равнодушия, которое она так не терпела в других, но и не желала замечать в себе. Гулку и тишину резко нарушил настойчивый стук, едва ли не заставивший вздрогнуть. Асми перевела хмурый взгляд на дверь, не спеша открывать. Асми! Это Ю! Послышался звонкий голос Сакуры, Учиха не удивилась, распознав подруга, но заметно смягчилась в лице, позволив уголкам губ приподняться вверх. Несмотря на то, что Асми не особо любила вторжение в свое личное пространство, подобную наглость, ставши привычной со стороны Харуна, удивительно терпела. Кроме нее, в дом она пропускала только Хакаги, которому и приглашение не нужно было. Асакура почти каждый день заходила к ней перед походом в академию, просто потому, что ей было по пути и по счастливой случайности, жилище Асми расположилось на этом самом пути. Отчасти именно поэтому не общались с Харуна. Разоволосая первая изъявила желание к дружбе, когда шатенка только переступила порог класса академии. Некоторое время спустя, Асми осознала, что одна из первостепенных причин инициативы со стороны Сакуры была фамилия, которую она разделяла вместе с предметом обожания и разволосой. Мол, это способно сделать их ближе. Но на этот факт Учиха тактично закрывала глаза, радуясь хоть какой-то компании, что помогало ненадолго забыть об одиночестве во время перемен между уроками в академии. Лишь оглянувшись назад, Асми поняла, что за годы обучения действительно привыкла к Харуна, почти признавая их общение за какую-никакую, но дружбу. Готова. Улыбнулась Акура, как только подруга открыла дверь. Ага, кивнула та, и обе неторопливо направились в академию по привычному маршруту. Яркие солнечные лучи упирались в стены невысоких зданий и порой, отражаясь от стекла на окнах, плясали солнечными зайчиками на тропах, заполнившимися людьми уже в столь ранний час. Оглядываясь вокруг, Асми то идея ловила глазами поблескивающая на солнце повязки с эмблемой канухи у проходящих мимо Шиноби, в ряды которых и она теперь вошла. Теперь я тоже нельзя казалось, что это было чуть ли не единственной мечтой девочки, и она, наконец-то, сбылась. Приятное чувство предвкушения перед новым этапом в жизни перемешалось с едва уловимой тоской, отголоски которые по сей день не дают покоя, не позволяя полностью насладиться даже радостными и долгожданными событиями. Даже не верится, что мы больше не ученики Академии, произнесла Асами, устремив взгляд на бескрайнее ясное небо, которое так ярко отражалось в ее глазах. Да. Теперь мы нельзя. Я стану лучшей кунаичей в мире. Гордо сжав кулачок, громко заявила Сакура. Учиха слегка опешила, но потом улыбнулась, поддавшись оптимистичным настроениям подруги. Сакура была одной из немногих, кто мог вызвать у Асами искренний, самый обычный и по-милому девчачий смех. Однако, им быстро пришлось прекратить смеяться, когда на пути появилась Яманука Ина. Ее дом также находился недалеко, и девочки направлялись в Академию буквально по одной дороге. Заметив ее блондинистую голову, вышедшую из поместья Яманука, две кунаичи замерли. В воздухе повисло напряжение, которое по большей части затрагивало лишь Сакура Ина, в то время как Асами просто чувствовала себя немного не в своей тарелке. Ина была подругой Сакуры еще до нее и даже было время, когда они уживались втроем, но соперничество между Харуной и Яманука за внимание Саски сделало из давних подруг настоящих врагов. «Привет, девчонки», ехидно улыбнулась Ина. «Привет, Инна», нехотя ответила Сакура, слегка зло опустив взгляд и продолжив шагать. «Привет, не корче натянутую улыбку», отозвалась Асами, также поспевая за подругой. Теперь они втроем шли вместе, кажется, градус неприязни между ними лишь нарастал с каждым новым шагом. В какой-то момент Сакура слегка ускорилась, обогнав Ина, которой это не понравилось и она сделала то же самое. Спустя минуту шли на бег, да на такой скорости, которой мог бы позавидовать любой шинобе. Асами осталась позади, не желая принимать в этом участие. Ну вот опять. Устала выдохнула та и все же слегка ускорилась. Став свидетелем эпичной борьбы девочек за место рядом с Саски, Асами заняла свою между Харуной и Узумуки. Первая, между прочим, все же смогла заполучить желанное место рядом с брюнетом, которому на ее присутствие было плевать, ведь его задумчивый взгляд едва ли отрывался от окна. В очередной раз посмотрев на знакомый профиль Саски, Асами, нахмурившись, сразу же отвернулась, устремив все свое внимание на неожиданно присутствующего в классе Наруто. Услышав разговор о том, что он успешно перездал экзамен, сама девушка не стала лезть к нему с вопросами, однако встретить его здесь, где-то глубоко в душе, была даже странным образом Амрада. Шатенко лишь надеялась, что ей достанется нормальная команда, хотя и привередливой в этом вопросе она не была. Все, чего она желала приступить к выполнению заданий, а сбор в отряда по трое был для нее лишь вынужденной необходимостью или небольшой формальностью, на которую Асами не стала сильно обращать внимание, приняв позицию будь, что будет. Сейчас, я буду называть команды по три человека, каждый из которых в Сенси будет представлен Джанин, услышав последнее слово, все, уже бывшие ученики Академии слегка раскрыли рты. Джанин означал высший ранг ниндзя, который мог бы получить Шиноби. Выше только Хакаги, и этот факт заставлял каждого из присутствующих с особым трепетом ждать знакомства с будущими Сенси и так, слушайте внимательно, продолжила рука Сенси и начал называть имена по очереди, параллельно указывая номер команды. Следующая команда номер семь, объявил учитель и слегка опешил, единственная будут не три человека, а четыре Узумаки Наруто. Весь класс напрягся, надеясь не попадать с ним в одну команду, Харуна Сакура, услышав умер заволосый Кунаичи, Наруто радостно завопил, вскочив с места, в то время как сама Сакура лишь расстроенно опустила взгляд и обреченно вздохнула, учиха Саски, продолжил учитель, и на этот раз уже Сакура и Наруто обменялись эмоциями и учиха Сами. Конечно же, многие слегка удивились столь непонятные комбинации. Наруто тут же начал пререкаться, не желая быть в одной команде со столь ненавистным им Саски, но его быстро поставили на место, указав на его самую худшую успеваемость в классе, в то время как у Брюнета она была самая лучшая. Этака сбалансированная расстановка сил. Асами же вздохнула, уперевшись лопатками в спинку стула и сложив руки на груди. Она не знала, стоит ли ей радоваться, да и вообще, что ей испытывать. Комбинация Наруто и Саски не предвещала ничего хорошего и ко всему этому добавлялась еще и Сакура, мысли которой целиком были заняты Брюнетом и множеством путей к завоеванию его внимания. Да сам факт присутствия в числе новоиспеченной команды второго учихи едва ли не заставил Асами подавиться воздухом. Спустя столько лет игнорирования друг друга, теперь они были вынуждены работать вместе. Будет сложнее, чем я думала заключила про себя Шатенко, уже мысленно готовясь к худшему. Окончательно распределив команды, Ирука Синси приказал генинам ждать своих капитанов, что должны были прибыть к полудню. В свободное до встречи время, ребята решили разойтись кто куда. Асами хотела пойти прогуляться с Сакурой, но та слегка нарушила ее планы, забыв о подруге и отправившись на активные поиски Саски. И снова Учиха просто поплелась сзади, шумно вздыхая. В такие моменты, она невольно проводила сравнение себя с вечно отстраненным и ленивым Шакамару, что также всегда оставался в стороне от всяких бессмысленных споров и вообще каких-либо активных действий. Однако, эта схожесть с Нарой девушку не особо устраивала, ведь подобный настрой сразу говорил ей о лени несобранности, которые вообще не были присущи Учихи. Но погрузившись в сравнение себя с ним, она и не заметила, как упустила из виду розовую голову. Решив, что искать Сакуру не имеет смысла, Асами пришла к выводу, что посидит просто это одна на какой-нибудь из скамейк на аллее, что находились в противоположном от убежавшей Сакуры направлении. Но судьба, видимо, решила слегка поиздеваться. Решив не идти за Харуна, которая шла за Саски, Асами сама наткнулась на объект обожания своей розоволосой подруги. Он сидел на одинокой скамейке, в компании как и всегда лишь самого себя и поедала нигери. В голове сразу начались активные дебаты, между вариантами стоит подойти, мы ведь теперь в одной команде и просто пройду мимо. И все же, найдя в себе силы, Асами решила поддаться первому варианту, не особо раздумывая над тем, что вообще она могла бы ему сейчас сказать. После всего пережитого, некогда дружелюбное отношение к Саске у нее изменилось, став довольно неоднозначным. Еще с первого дня знакомства он выбесил ее своим высокомерием, но даже несмотря на это, она проявляла искреннее желание стать с ним друзьями. А потом, его брат вырезал весь клан ее отца. Причем узнала о личности убийцы Асами лишь позже, так и не сумея в ту ночь признать в темном силуэте старшего брата Саски. Это было сильным ударом. После этого, отношения между двумя выжившими очахами стали не то, что напряженными, они и вовсе сошли на нет. Оба были друг другом изоляющим глаза напоминанием о потере, пережить которую каждому было тяжело. Асами могла и вовсе возненавидеть Саски, но видела, а сама и главное, разделяла его горе, зная, что он испытывает неподдельную ненависть к никогда любимому старшему брату. Лишь факт близкого родства Ас убийцы мешал ей по-прежнему смотреть на него. Поэтому, решив не мучить друг друга разъяснениями о том, о чем даже вспоминать больно оба оставили друг друга в покое, не желая иметь чего-либо общего, помимо принадлежности к одному, проклятому несчастной судьбой клану. Но кажется, жизнь любила преподносить сюрпризы, раз по счастливому стечению обстоятельств их объединили в одну команду. Теперь, налаживать связь просто необходимо, ведь им предстоит работать вместе, а Ас им бы не хотела, чтобы между ними все так же висело тягучее напряжение. Когда шатенка оказалась уже совсем близко, Саски одарил ее привычным, равнодушно ледяным взглядом, предварительно оглядев с ног до головы. Ас им проигнорировала этот жест и, спокойно продолжив путь, села на противоположный краешек скамейки. Когда она все же приземлилась на твердую поверхность, Саски стремительно отвернулся, вновь приняв такой вид, словно рядом никого как не было, так и нет. Ас им едва резь держалась, чтобы не закатить глаза, но все же чувствовала нарастающий внутри дискомфорт. Просто, чтобы ты знал, заговорила Ас им с легкой усмешкой, при этом скрестив руки на груди и откинувшись спиной о скамью, дабы придать тебе более расслабленный вид, Сакура ищет тебя, и уверена, она скоро будет здесь. Если ты хочешь сбежать, сейчас самое время. Саски слегка растерянно посмотрел на девушку, словно она сказала что-то на другом языке. Впервые за столько лет взаимного молчания она с ним заговорила, и как относиться к этому чихо понять не смог. Асми пыталась вести себя как ни в чем не бывало, но едва ли ее глаза светились так же, как и тогда в те дни, проведенные за тренировками у озера. Саски Саски не любил фальш, но то ли из-за общей судьбы, что они разделяли, тот из-за нежелания вдаваться в подробности запутавшихся ощущений по поводу всего этого, он, вместо привычного грубого ответа или молчания, лишь слабо усмехнулся, проговорив, не думая, что от нее вообще можно сбежать. Спустя мгновение, послышался едва уловимый смешок, заставивший юношу вновь обернуться на неожиданную собеседницу. На жалкую долю секунды, он словно переместился в то время, когда они были детьми, и она все так же усмехалась на его реплике. В то самое время, когда не был резни клана и давящей на грудь ненависти. Это да, согласилась Асами сквозь улыбку, заметно расслабив плечи. Саски, в отличие от нее, никогда не рассматривал кого-либо в Академии как своих потенциальных друзей. Честно говоря, он никогда даже не думал об этом. Все мысли всегда были заняты лишь одним человеком и целью, превратившейся в смысл жизни. Все остальное для него лишь мелкие препятствия на пути к достижению этой самой цели. Но так или иначе, сейчас он разрешил себе отвлечься, хоть ему это не особо понравилось. Разговор с Асами хоть и возвращал в прежние воспоминания, он также задевает еще не зажившие на душе раны. Непривычно с тобой разговаривать спустя столько точек времени вдруг выдавило из себя Асами, слегка опустив взгляд. Осознав, что откровение вышло слишком странным и неожиданным, резко вернув обоих в болезненное прошлое, она поспешила добавить что-то еще, желая отогнать появившуюся неловкость и технике огненного шара ты меня так и не научил. От последующего возможного ответа Саски обоих отвлек раздавшийся, режущий слух, пискулявый крик. Саски-кун, я на конец-то нашла тебя. А вот и она. Даже быстрее, чем я думала, вновь усмехнулась Асами и заметила, как едва уловимо дернулись вверх уголки губ Саски. Сакура мгновенно оказалась рядом с ними, окинув подругу многозначительным взглядом, вновь улыбнулась брюнету. А что вы тут делаете? Спросила Сакура с улыбкой. Уже пора в класс, холодно отрезал Саски и поднялся со скамейки. Время действительно было идти в классы для знакомства с своими капитанами. И тут Асами вспомнила про еще одного члена их новоиспеченной команды. Сакура, ты не видела Наруто? Нет. Да кому вообще нужен этот Наруто? Сменив улыбку на недовольство, проговорила Сакура, вспомнив о том, кого только что отшила, вечно лезет в драку с Саски куном. Ему не хватает воспитания. У него же не было родителей. Эти слова, словно рычаг, надавили на то сокровенное и то болезненное, что было спрятано глубоко внутри Саски, заставив его остановиться и устремить укоризненный взгляд на Сакуру. Асами, сама того не замечая, свела к переносице брови, надеясь, что подруга не продолжит то, о чем начала говорить. Но Харуна, заметив, что таки смогла привлечь внимание Саски, уверенно продолжила свою тираду «Если бы я вела себя так же, мои родители меня бы уже прибили». Ему-то хорошо родители никогда его не наругают, Асами чувствовала, как иглы раздражения проникают под кожу, а кровь закипает от гневных эмоций. Мысленно она просила Сакуру остановиться, надеясь, что до розоволосой дойдет смысл произносимого ею, поэтому он так плохо себя ведет, ведь моя мама сразу же устроила бы мне лекции. Хорошо быть одному. Все. Это было последней каплей. Впервые за долгое время Асами почувствовала себя настолько злой, уж тем более, на свою же подругу. В голове уж оттенки не укладывалось, как Сакуру может говорить такое, зная, через что прошли те, кто сейчас вынуждены ее слушать. Разоволоса никогда не отличалась особой субординацией, но сказанное сейчас неприятно удивило, открыв взору новые грани, порой, слишком легкомысленно и Харуна. Но если задуматься, все было до боли просто так уж вышло, что из всей новой седьмой команды, лишь на долю Сакуры не пало испытаний, ознаменованное одиночеством. Двое учих, потерявших клан и круглый сирот изумаки, вот, в какое окружение попала недовольная строгими родителями Харуна. А ведь она, сама того не осознавая, заставила Асами лицом впечататься в суровую реальность, в которую у нее не осталось даже того строгого отца, замечание которого ей постоянно приходилось терпеть. Все изменилось за одну ночь, и ничего не станет как прежде. Мир растерял и без того блеклые краски, а жизнь потеряла всякий смысл. Пусть у нее и были напряженные отношения с отцом, полностью возненавидеть она его так и не смогла, а последние слова, прошептанные им перед самой смертью и желание защитить дочь до сих пор тревожили создание. Эта боль никогда не пройдет и останется тяжелой ношей на сердце. А фамилия, ставшая клеймом, будет задевать при каждом ее произношение. Одиночество, куда хуже строгих родителей, первым подал голос Саски, тут же приковав к себе две пары глаз. Ч-что? Неуверенно спросил у Харуна, испугавшись его ледяного тона. Некому ругать, точка быть одному. Продолжил Саски, вновь повернув взгляд к Сакури. Девушка могла отчетливо прочитать в его глазах нарастающий гнев перемешанный с глубокой печалью. Настолько пронзающе холодным он казался в тот момент, что Сакура почувствовала дрожь по телу, лучше уж строгие родители, чем их полное отсутствие. Одиночество настолько страшно, что хочется порой пронзительно кричать. Но ты ты никогда этого не поймешь. Он вновь отвернулся, силой сжимая кулаки. Саски-кун. Прошептала Сакура, в спину удаляющемуся парню. Кажется, только сейчас до нее дошел смысл сказанных ей же слов, из-за чего липкая вина окутала органы. Ты мне надоела, и вот он резал, словно клинок по металлу. Не промедлив и секунды, даже не оборачиваясь на сильно шокированную Сакуру, Саски ушел. Надоело. Выдохнула Сакуру последние произнесенные им слова, грустно пустив плечи. Они все еще эхом отзывались в ее голове, клеймом наседая на душе. Впервые она почувствовала что-то такое. Впервые ей указали на то, насколько отличница была глупа. Сакура настолько погрузилась в переживание, что словно я позабыла о присутствии ряда массами, которая только сейчас показалась в ее поле зрения, также намереваясь уйти. Новая волна горькой виной охватила Харуна с еще большей силой, давящим комом подступив к горлу. Асами неуверенно окликнула подруга, смотря ей в спину. В голосе слышалось беспокойство, смешанное с виной. Шатенко остановившись, в очередной раз подумала, что лучше бы Сакура и сейчас промолчала. Ведь теперь уже она не сможет сдержать своих обидных слов. Меньше всего Асами сейчас хочется добивать подруга, но колыхнувшая внутри глубокое чувство боли не позволяло обдумать рвущееся наружу слово. Может, в следующий раз ты хорошенько подумаешь, прежде чем что-то сказать. Она правда хотела, чтобы ее слова не звучали как упрек, как и не желала, чтобы в них отразилось больше эмоций, чем следовало. Но судя по потерянному взгляду разоволосы, это не особо получилось. Решив, что сказано уже было достаточно еще до нее, Учиха поспешила удалиться, пытаясь вернуть себе прежнюю безмятежность, а Сакуру оставив выносить из всего этого урок. Итак, ребята, давайте познакомимся получше. Скажите свое имя, что вы любите и не любите. Каковы ваши мечты и увлечения? Асами с легким пренебрежением разглядывала Сенсия, который, мало того, что опоздал почти на 30 минут, заставив Генина втомиться в душном кабинете, так еще и попался на глупую ловушку Наруто, что тут же заставило усомниться в способностях того, кто в дальнейшем станет их учителем. Серебряные волосы, небрежно вздернутые кверху, тусклые серые глаза и маска, скрывающие за собой почти все лицо. Асами не привыкла судить людей по первому же впечатлению, но почему-то не была уверена, что дальнейшее знакомство будет столь приятным, особенно после первой фразы, сказанной мужчиной еще в кабинете. «Мне досталась ужасная команда», отозвался он, обескуражив своей излишней прямолинейностью. Началось все, мягко говоря, не очень. Впрочем, главное помнить, что вся эта затея с командами не что иное, как мелкая формальность, которой нужно привыкнуть, приняв как издержки профессии. С этими мыслями, Асами вернула внимание ко всему происходящему. «А почему бы вам не представиться первым?» предложил Наруто, хитро щурясь. «Мне?» Мужчина вздохнул, «Меня зовут Хатаки Какаши. Я не скажу вам, что мне нравится или нет. Свои мечты тоже, но увлечений у меня много», лениво проговорил Джанин, подняв серые глаза куда-то в небо. «Вы не сказали нам ничего, кроме имени», вскинув бровь, возмутилась Асами. Остальные кивнули в знак согласия, но Какаши лишь проигнорировал ее слово и предъявленное замечание. «Ну, кто первый?» «Я!» вскрикнул Наруто, поднимая руку, «Меня зовут Узумаки Наруто. Я люблю рамен, но не люблю ждать, пока он приготовится. Я мечтаю стать Хакаги, и тогда жители деревни будут обязаны признать меня». Интересная цель. Задумался Какаши, в то время как Асами думал он над тем, стоит ли ей позволить глупой улыбке отразиться на лице. Почему-то, этот непоколебимый энтузиазм и никак не меняющаяся цель блондина, о которой он и так постоянно твердил, по-доброму забавляли шатенку. «Ладно, кто следующий?» Вновь обратился Хатаги. «Я Харуна Сакура», заговорила девушка, что я люблю. Точнее точка кого. Взгляд Кунаичи устремился на рядом сидящего Саски, а руки сжатые в кулачке остановились у лица. Дальнейшие слова она промямлила, так и продолжая глядеть на равнодушного Учиху. Что именно она пыталась сказать, наверное, останется известно лишь одной Сакуре, хотя не замечать взгляд розоволосой на Саске было довольно трудно, поэтому выводы напрашивались сами собой, а кого я не люблю, так это Наруто. Бедный блондин резко паник, услышав ее слово. Асами усмехнулась, найдя все эти сердечные увлечения какой-то детской забавой, столь серьезное отношение к которой она искренне не понимала. А может, все дело в ограниченности ее спектра эмоций, что заметно сократился после покалечивших детскую душу событий или фокусера в кино других вещах, но развернувшемуся мысленному рассуждению пришлось прерваться, как только Асами уловила на себе взгляд серых глаз, оповещающих о подошедшей к ней очереди. Я очень хаосами. Мне, на самом деле, много что нравится, но точка больше всего я не могу терпеть, когда меня недооценивают. А мечты? Она вдруг замялась, не найдя что сказать. В мыслях резко опустела, а плечи мгновенно напряглись. У меня, у меня, наверное, нет мечты, кроме той, что уже исполнилось. Я хотела стать ниндзя и это случилось. Значит, это все, чего ты хотела? У тебя больше нет никакой мечты. Вдруг спросил хатаки, странно на нее посмотрев. Асмя чего-то замялась, нервно прикусив губу, вдруг почувствовав себя неловко от такого, казалось бы, невинного вопроса. Ну, наверное, теперь моя мечта это точка стать достойным ниндзя и служить деревне, даже если я никогда не пробужу Шаринган, как следует у Чихи. Она звучала серьезно, хоть и не уверенно. Такая мечта была у нее до того, как жизнь потерпела крах, заставив мир перед глазами разрушиться. Обучение в Академии когда-то было этой самой недостижимой мечтой, осуществив которую, Асми испытала куда меньше радости, чем рассчитывала. А признаться другим, что цели у нее не осталось, как и четкого понимания своей дальнейшей жизни, она не могла. Какаши слегка нахмурился, не найдя ответ столь убедительным и честным, хоть и вполне пригодным для когото ее возраста. Он был приятно удивлен тем, что даже несмотря она все пережитая, Асми в его глазах пока не выглядела столь сломленной, как он бы излива ожидал ее встретить. Кажется, старание третьего не позволить хотя бы ей закрыться в себе слишком сильно, все же дали свои плоды. Хоть некоторые вещи все же не ускользнули от внимания хатаки. Ну, теперь ты обратился мужчина к молчаливому и отстраненному брюнету. Меня зовут Учхасаски. Есть множество вещей, которые я ненавижу, и есть немного того, что я люблю, голос его отдавал сталью, как и слишком острый, непроницаемый взгляд, не могу назвать это мечтой, но у меня есть цель возродить клан и убить одного человека. За удивленными вздохами Сакура и Наруто сложно было не заметить нахмурившиеся лицо Асами. Кажется, услышанное ее совершенно не удивило, ведь Асами давно подозревала о намерении Хучихи по этому поводу, и даже сама часто задумывалась над подобным. Только она не позволяла желанию мести и ненависти разрастаться внутри себя, чувствуя, что эти эмоции слишком неестественны для ее, хоть и сильно из раненого сердца. Она старалась отпустить, хоть и это было невозможным. Не позволяя душащей тоски и обиде породить ненависть, Асами старалась открываться людям, что начали ее окружать, даже если долгое время это был всего один Сару Табисама. Это было сложно, но в какой-то момент она все же почувствовала себя лучше. Жизнь с отцом никогда не казалась ей сказкой, возможно, поэтому принять новую реальность ей оказалось проще, хоть и смириться с потерей было серьезным испытанием. Погрузившись в залечивание собственных ран, Учиха не задумывалась о том, через что проходит человек, что в отличие от нее, был окружен заботой и любовью в семье, который лишился. Только сейчас она вдруг смогла осознать, что чувства, переполнявшие их по поводу случившегося сильно отличаются, как бы трудно не было себе в этом признаться, Асми больше приобрела, чем потеряла. От этой мысли ей вдруг стало горько внутри, и девушка тут же откинула пугающее заключение подальше, зарыв его в глубины своего сознания, откуда она не станет ее беспокоить. Думать о таком было страшно, неприятно и слишком тяжело. Ей не хотелось копаться в себе, находя ненужные ответы на ненужные вопросы, жить без которых было намного легче. Проще игнорировать, чем окунаться с головой, ведь обратного пути точно не будет. Лучше неведение, чем глубокое погружение в гнетущий омут тьмы. Какаши вновь нахмурился, и сделав про себя определенные выводы по поводу доставшейся команды, поспешил нарушить ставший напряженно тягучий для всех тишину, сменив тему. Объявив о первом испытательном задании, нагнав на детишек долю страха, он не забыл приправить это еще парой незамысловатых фраз. Начнем ровно в пять, и точка советую не завтракать. Иначе, может стошнить. Первый урок Ниндзя умнее маскироваться. Все члены команды, за исключением одного Наруто, умело спрятались в кустах и молча наблюдали за Синсеем. Саски и Асами знали о важности анализа противника, как никто другой, с детства обучаясь подобному навыку. Игнорируя голод и недосып, Асами сконцентрировала все свое внимание и бдительность на одном достать колокольчик. Перспектива возвращения в Академию не казалась столько привлекательной, да и бонусный обет в случае успешного выполнения задания, вынуждали серьезно отнестись к этой тренировке, приложив к ней все силы. Поэтому сейчас, прячась от глаз Синсея, Учиха терпелив выжидала возможности напасть, как заверил Какаши с намерением убить, что показалось ей довольно интригующей затеей. Затаившись в толще деревьев, Асами мысленно начала вырабатывать стратегию своих ударов, вот только громкий голос Наруто заставил ее, вздрогнув, растерять все мысли. Этот дурак совсем не думал о маскировке, решив нападать в открытую. Я не стану прятаться и ждать. Он либо слишком смелый, либо иди откажется сейчас, а Смей и Кукаши думали одинаково, однако девушка с характерным хлопком дала себе по лбу. Порой, Наруто поражал своей беспечностью и пустой смелостью даже ее. Теперь, Учихи слабо верилось, что он не обманул всех, сказав, что пересдал экзамен. Наличие протектора на лбу не сделало его умнее, да и защищать этой повязки на голове, похоже, было нечего. Усмехнувшись собственным мыслям о топоголовом блондине, Асами вернула все свое внимание на развязавшийся неравный бой между Узума с Сенсеем. Как и ожидалось, атака на Кукашина пролом не дала ровным счетом ничего. Он даже успевал читать сомнительную книжку, уворачиваясь от ударов Наруто. Но блондин не собирался сдаваться, продолжая свои многочисленные попытки задеть Сенсея. В какой-то момент, когда Узумаки настроился по-настоящему серьезно, он, на удивление всех, создал несколько теневых клонов. Асами оставалось в изумлении раскрыть рот, поражаясь неожиданному умению блондина. Будучи достаточно хорошо осведомленной, она смогла отличить обычных клонов от теневых, каждый из которых был материальной копией оригинала. Эта техника считалась техникой высокого уровня, если вообще не запретной, а этот недоумок смог ее изучить и даже умело использовать в атаке против Джанина. Это поражало. Наруто почти удалось застать Какаши врасплох, но даже его неожиданно проснувшаяся сообразительность не привела к успеху. И тот в конце концов попался в ловушку, повиснув на веревке головой вниз, словно какая-то кукла. Асами уже приготовилась к своей атаке, как ее опередили. Из дальнего угла площадки, с высоких деревьев, разрезая собой воздух, полетело несколько сурикинов прямо в спину Сенсио. Асами не успела возмутиться опережению Саски, как его поспешность сыграла с ним злую шутку атаке успешно блокировал атаку, еще и проследил за траекторией броска, и вычислив место положения брюнета. Шатенко довольно ухмыльнулась, слыша, как зашуршала листва, что означало попытку Саски сбежать. Убрав так и неиспользованные Сюрикену обратно в сумку. Асами еще больше затаилась, мысленно поблагодарив себя за то, что позволило Саске совершить ошибку, которую чуть не совершила сама. Возможно, ее команда не оказалась столь приятной, но учиться на их неудачах Асами находила полезным. Оставшись довольной своим пока выигрышным положением, она позволила себе приступить к мысленному анализу ситуации. Нельзя чтобы он меня заметил. Когда он не успела девушка закончить мысль как из-за спины послышался низкий, вкратчивый голос. Асами произнес внезапно оказавшийся за ней как Аши, отчего-то громко вскрикнула испугавшись. Рефлекторно отпрыгивая от учителя, девушка достала несколько Сюрикенов из сумки и тут же запустила в него. Следом полетел икуный. Неплохая реакция, похвалил мужчина, но все же легко увернулся, но этого недостаточно, оба оказались на открытом поле, прожигая друг друга взглядом. Где-то вдалеке послышался пронзительный девичий крик, заставивший всех птиц поблизости разлететься. Сакура взволнованно заметила Асами, узнав голос подруги. Кажется, она попалась в генджуцу. Это второй урок ниндзя. Усмехнулся Хатаки, но стоило ему закончить предложение, как потлевая девчонка сразу же перешла в наступление. Нанося серию многочисленных ударов, которые успешно были блокированы, Асами снова отступила, продолжая следить за движениями Джанина. Талантливо, как и следовало ожидать. Заключил про себя кукаши, заметив, что даже пойду устал от ее ударов. Асами вновь ринулась к противнику, до боли сжав кулак. Она даже не заметила, как привычка побеждать в спаррингах, сейчас заставила ее с невероятным усердием даже злостью нападать на Сенсиа, для которого все ее удары казались глупой игрой. Отстановив маленький кулак сего в паре сантиметрах от своей сколы, следом и предотвратив подсечку, Хатаки поражал противницу своим странным умением просчитывать каждый ее новый удар. Придя к такому неутешительному выводу, что явно не играл в ее пользу, Асами вновь отпрыгнула от мужчины на расстояние, позволив себе отдышаться. Щеки пылали, а дыхание сбилось настолько, что во рту пересохло. Лишь Хатаки не выглядел хоть немножечко остывшим, а даже если и был, то проклятая маска на полу лица, что так раздражала глаз, не выдавала его эмоций. Вы просчитываете каждый мой удар. Сквозь рваные вдохи, проговорила Асами, заставив какаши также отметить по себе ее наблюдательность и сообразительность. Девушка не могла понять, как столько времени отрабатывая скорость и точность своих атак, чтобы заставать противника врасплох, она в сухую проигрывала сейчас. Хатаки ничего не ответил, лишь тихо усмехнулся, окончательно выведя Асами из себя. Она, словно фурия, бросилась к учителю уже с кунаем в руках. Заметив, как в нее полетела кипа запущенных сурикенов, девушка без труда отбила каждый из них, разразив воздух оглушающим лязгом металла. И все. Не успела она победно оскалиться, стараясь найти глазами внезапно исчезнувшего с поля зрения хатаки, как в нее уже была брошена партия кунаев, что настигнув шатенку, прибили отук к дереву за одежду, поразив своей невероятной точностью. Ты хорошо постаралась Асами, появившись рядом с приколоченной к дереву девушке, похвалил кунаев, отвечая улыбкой на ее недовольногневный взгляд, твоя ошибка в том, что ты забываешься, ведешься на провокации и из-за этого теряешь бдительность. Стоило Асами остаться одной в своем невыгодном положении, как она громко и протяжно вздохнула, выругавшись себе под нос. Замечание, сделанное кунаев, кунаев, раздражало своей правдивостью. Сколько бы она над собой не работала, сколько бы не доказывала окружающему себе, что является достойным бойцом, в моменты, когда она чувствовала, что кто-то недооценивает у девушки словно сносила крышу. Асами почувствовала себя глупой, тут же представив себе слабую маленькую девочку, что плакала каждый день, не умея даже бросать кунаев мишень. Больно прикусив губу, Шатенко мысленно избавилась от недоедливого образа себя прошлой, и начала активные попытки к освобождению себя из настоящей из этого крайне неудобного положения. Черт! кричал Наруто, пытаясь выбраться из ловушки, помогите, кто-нибудь. В запасе больше не осталось оружия, поэтому разрезать веревку не представлялось возможности. Провисев вверх ногами уже достаточно долгое время, Наруто чувствовал, как запульсировала голова от прилившей к ней крови. Но дает ли вы тишину, разрушил шелест деревьев, что исходил спереди. Подумав, что к Наруто вернулся Хатаке, чтобы еще больше над ним поиздеваться, мальчик приготовился к самому худшему. Лишь секунду спустя, из кустов выпрыгнула Асами с Кунаем в руке. Лицо ее исказило злоба, и блондин даже подумал, что она собирался его убить, увидев, как ваша оттенка замахнулась на него клинком. Сильно зажмурив глаза, он слухом уловил звук разрезания веревки. Спустя мгновение, после секундного падения, Наруто ощутил тупую боль по телу от удара об твердую земную поверхность. «Эй, а помягче нельзя было?» возразил блондин, потирая место удара. Асами дарила его убийственным взглядом, мигом заставив того притихнуть. В голубых глазах разгорелся опасный огонь, заставивший каждый орган блондина сжаться в жалкий комок. «Скажи спасибо, что я вообще тебе помогла», выпалила шатенка, прежде чем снова затеряться в толще леса. Времени оставалось мало, поэтому девушка спешила на поиски хатаки. Позволить себе проиграть она не могла, впервые за долгое время ощущая подобную, настолько острую потребность в победе. Раньше подобные мелочи не казались ей важны, ведь будучи очхо, ее силу давно признали в академии, да и она не раз ее доказывала другим, откинодира и задницы несогласным. Вот только сейчас, когда академия осталась позади, а противник уже был не ребенком, в ней проснулся прям нездоровый азарт. Чувствуя, как закипает от напряжения кровь, разгоняясь по венам, асмини сразу обратила внимание на пронзительный крик Сокуры, вновь раздавшийся эхом по округе. Это словно вывело ее из транса и заставило опомниться. Девушка резко остановилась, переведясь Стоило продолжить путь, ведь времени до завершения испытания осталось мало, но какое-то неприятное чувство, слабые отголоски которого ударили в мозг, не позволили асмини пройти мимо Сокуры, которая наверняка просто в очередной раз попалась в ловушку Хатаки, след которого уже и вовсе простыл. Добравшись до места, откуда асмини услышала крик, она мало удивилась лежащая без сознания Сокури, расстроенно вздохнув чуть поуды от розоволосой, поставила под вопрос действительность происходящего. Настолько ей было трудно поверить, что голова, смешно торчащая из земли, принадлежала Саске, а лицо исказившееся в недовольстве и стыде было некогда равнодушным Учхай. Осознав, что он попался в подобную ловушку, асмини сдержала смеха, впервые за долгое время настолько искренне развеселившись. Может, хватит смеяться? Фыркнул Брюнет, почувствовав себя еще более некомфортно, чем было до этого. Да, прости, вытирая слезку, сквозь смех кивнул Учхо, значит, тебе нужна помощь. Саске с непреоткрытым удивлением посмотрел на асами, будто увидел впервые. Вся эта ситуация напомнила ему тот день, что он мысленно знаменовал в своей памяти, как первое проявление слабости. В тот раз, она точно так же подошла к нему, предложив свою помощь с самодовольной ухмылкой и Саске не отказал, впервые позволив себе подобную роскошь. Он так привык все делать один, но почему-то согласился в тот раз, решив, что получать помощь от Каготова помимо брата тоже не так уж и плохо. Но с тех пор многое изменилось. Асами, так и не дождавшись от него положительного ответа, вздохнув, все же принялась ему помогать, стараясь вытянуть и соглашаться на ее помощь не удивило, а скорее было вполне ожидаемо. Иногда Асами казалось, что она знала его слишком хорошо и, возможно, видела в нем нечто схожее с собой. Как-никак, их связывала общая фамилия и принадлежность к клану. Некоторые вещи сложно игнорировать, особенно те, что передаются по крови. Правда эго у Асами, наверняка, было поменьше, чем у Саске. Общими усилиями, им все же удалось вытащить брюнета и очередь шла за Сакурой. Придя в себя, первое, что сделало разволосое это, оттолкнув Асами, кинулось на шею к Саске, прокричав отчаянно радостное «Саске-кун! Ты живой!» Асами, откровенно говоря, возмутилась такому поведению подруги, едва сдержавшись от желаний прибить обоих. Невероятно! Еле слышно вздохнула возмущенная Учиха, в то время как Саске пытался отцепить от себя Харуна. Встал, развернувшись спиной к двумку наичи. Времени осталось мало. Я пошел, проговорил тот и сделал несколько шагов, прежде, чем голос Сакуры вновь заставил остановиться. «Саске-кун, ты снова идешь за колокольчиком?» Я почти коснулся его. В следующий раз точно заполучу. «Я знаю, что ты невероятный Саске-кун», проговорила Сакура, на что Асами вновь закатила глаза, времени осталось немного, так что мы, может, попробуем в следующий раз точка через год. Сакура, ты что, головой при падении ударилась? Вмешалась уже Асами, в то время как Саске над чем-то задумался. «Только я могу убить этого человека», вдруг начал брюнет, приковывая к себе удивленные взгляды девочек, тогда я плакал точка и больше этого я не допущу. Что? Плакал? Не унималась Сакура. Я мститель и я должен стать сильнее, чем он, поэтому я не могу задерживаться. Что-то в сердце Асами надломилось. Пропасть, разделявшая двух проклятых детей клана оказалась куда больше, чем она изначально предполагала. Она видела, как темнеют его глаза, когда в мыслях возникает образ брата. Слышала, как становится ниже его голос, скрывая за собой многолетнюю тоску и ненависть, буквально хватающую мальчика за горло. Видела я, как его руки сжимаются в кулаки, из-за чего и без того бледная кожа становится прозрачно-белой, позволяя вздувшимся веном паутины охватить напряженные кисти. То, что она замечала с каждым новым днем, отчегото пугало Асами. Нет, она не считала желание мести чем-то неправильным, но и так просто принять и осознать его чувства по этому поводу ей было сложно. У меня есть цель, я хочу убить одного человека. Эти слова тогда показались по большей части пустой угрозой, не носящей в себе ничего, кроме детской обиды, но сейчас до Асами в полной мере дошла серьезность намерений учихи, а свое отношение к этому она все еще не смогла четко понять. Из мыслей ее вывел гулкий звон таймера, оповестившего об окончании испытания. Вздохнув, а после выругавшись, все трое с чувством полного разочарования направились к месту сбора. Прогретый солнцем воздух впитал в себя аромат заранее приготовленной еды, что сейчас издевательски красовалось перед лицами проваливших испытаний детей. В итоге из всех привязанным к столбу оказался лишь Наруто, и то потому, что хотел жульничать. Подобные развязки Асами не удивилась, но думать о чем-то, кроме провокационно раскрытой перед глазами упаковки вареного риса с лососем она не могла, чувствуя как желудок буквально прилип к спине. Атмосфера вокруг впитала в себя все то разочарование, что сейчас считалось в виновато опущенных глазах юных генинов, которые сейчас могли потерять недавно приобретенные звания и повязки. Чтож, я не вижу смысла отправлять вас обратно в Академию. Лениво протянул какаши, первым разрушив затянувшуюся тишину. Что? Это значит мы прошли? Удивилась Асами, в глазах которой блеснула надежда. Но мы же все провалились. То есть мы все радостно начал Наруто, дрыгая ногами, но Какаши закончил за него. Недостойно быть ниндзя. Радостные улыбки мигом сошли с детских лиц, сменившись отчаянием и смятением. Некогда пронзившая их головы надежда и радость, вновь уступила место обиде и грусти. А у Каготу даже злости. Асами не заметила, как сжала кулаки, будучи недовольной вынесенным вердиктом. И снова ее впечатывают лицом в грязь. Слыша эти слова на протяжении всей жизни, она только и делала, что доказывала обратное, но они словно преследовали ее, будучи произносимыми не только некогда близким человеком, но теперь еще и новым сенсием. «Вы не мыслите как ниндзя», продолжил Какаши, Бураве Генинов строгим взглядом, «Вы рассуждаете как капризные дети точка как крысы, думающие лишь о собственной наживе». Замечания Какаши выводили из себя, но Асами старалась сохранять спокойствие, как бы трудно для нее это не было. В голове вертелись ранее сказанное учителем слово о постоянном попадании девушки на провокации. Она не была из тех, кто не учился на своих ошибках, поэтому сейчас старалась утихомирить нарастающее в ней пламя недовольство, но совершенно неожиданно сдержать себя не смог уже другой Учхо, резко ринувшись с места. Саски, зажав в руке кунной, бросился нападать на мужчину, совершенно не замечая предостерегающие зовы Сакуры и Асами. Это, в конечном итоге, обернулось для него вывернутой рукой и болезненным впечатыванием лицом в землю. Вот это я имею в виду, усевшись на плененном брюнете, проговорил Какаши, продолжая выворачивать руку мальчишки. «Не трогайте Саски-куна!» закричала возмущенная Сакура. «Вы думаете это все шутки? Простая игра?» Его слова и строгий взгляд заставили каждого из ребят стушеваться. «Зачем вы вообще тогда учитесь быть ниндзя?» «Что вы имеете в виду?» уже потребовал Наруто, оскорбившись подобными заявлениями. «Вы так и не поняли суть этого испытания, выдохнул Джанин, опустив беглый взгляд на Саски. Все, что от вас требовалось это командная работа. Осознание накатившее на ребят, словно и поднявшийся ветер, разбросало все мысли в стороны, позволив одной единственной истине дрожью пройтись по телу. Асами даже сглотнула, поразившись собственной глупости. Разделение на команды было для нее ничем иным, кроме как формальностью, однако лишь сейчас до нее дошло истинное значение этой процедуры. Мы должны были помогать друг другу. Выдвинула свою догадку Асами, вздохнув. Именно. Если бы вы действовали сообща, то вам удалось бы достать колокольчики, ответил Кокоши. Но даже если бы мы действовали сообща, нам не удалось бы прийти к цели, ведь колокольчиков меньше, чем нас, вмешалась Сакура, слегка возмутившись. Кто-то из вас должен был пожертвовать собой. Целью было узнать, кто способен поставить интересы коллектива выше своих. Но вы меня разочаровали, мужчина посмотрел на Сакуру. Ты, Сакура, вообще не думал о Наруто или Асами, а искал лишь Саски, чтобы быть с ним. Взгляд метнулся к привязанному к дереву блондину. Ты, Наруто, вообще действовал сам по себе. Узумаки виноват и потупил голову, слегка стиснув зубы и сжав кулаки. Кокоши тем временем сильнее заломил руку Саски и больше надавил ногой на его голову. А ты, Саски, рассматривал остальных лишь как препятствие на своем пути. Асами вздохнула, опуская голову, ведь теперь ее очередь выслушивать в чем она провинилась, на слова какоши, адресованные шатенки слегка удивили не только ее, но и остальных сокомандников. Асами единственная, кто не так сильно меня разочаровала. Ча? Что? Изумилась девушка, широко распахнув голубые глаза, совершенно не замечая ни менее удивленных лиц товарищей по команде. Ты помогла Саске и Наруто выбраться из ловушек, вместо того, чтобы потратить это время на мою слежку. Это как раз то, о чем я говорю, какоши достал куны из сумки. Если вы будете ставить свои интересы выше команды, это может стоить кому-то жизни. Например, мужчина приставил лезвие к шее Саске, Сакура, убей Наруто или я убью Саске. Все четверо мгновенно запаниковали, в особенности Узумаки, зная разница в отношении кунаичи к нему и кучихи. Асми напряглась, совершенно растерявшись. Ожидать подобного от Сенси никто не мог, и лишь когда он убрал куны, все облегченно выдохнули. Я не знала что делать. Произнесла Сакура, устала приложив руку колбу. Жизнь всегда на кону, Кокаши встал с бедного Саски и направился к мемориальному камню, что находился в нескольких метрах от него, здесь находятся именно герои в Ниндзи. Они все были убиты в бою. Асми опустила взгляд, заметив, что и остальные резко паникали. Жизнь Шиноби всегда представляла опасность, и об этом им твердили еще с Академии. Но только сейчас, столкнувшись с реальными миром, все четверо были вынуждены осознать, что быть Ниндзи не только мериться с силой и крутыми техниками, но еще и рисковать жизнью, терять и носить на себе тяжелую нашу ознаменованную выживанием и болью. Даже столкнувшись с жестокостью Миры Шиноби на своей собственной шкуре, Учхани была в состоянии полностью осознать суровую действительность, и лишь следующая произнесенная учителем фраза выбила землю из-под ног. Здесь также есть имя моего лучшего друга. Асми ощутимо вздрогнула, тут же переведя взгляд на учителя, а затем на товарищей по команде. Неприятный импульс, раздавшийся в грудной клетке заставил все внутри ощутимо сжаться под тяжестью голоса, которым Какаши это сказал. Всматриваясь в лица рядом с собой, Асми задумалась о том, что испытала бы, будьте убиты на поле боя. Ничего. Девушка то испугалась голосу собственного разума, что так уверенно выдала ответ. Думая, что боль это худшее из всех возможных чувств, она лишь сейчас осознала, что действительно страшно. Когда перестаешь чувствовать даже боль, тогда осознаешь бессмысленность своего бытия. Вот, что глажило ее все это время не ненависть, не обида и даже не тоска, лишь молчаливая, гнетущая пустота внутри, заполнить которую, казалось, было нечем. Почувствовав, как мир перед глазами вновь растерял все краски, осми опустила голову, посмотрев замыленными от влаги глазами на свои дрожащие ладони. Окончательно поддаться отчаянию не позволила следующая фраза, произнесенная как аши сэнсием. Я дам вам еще один шанс. После обеда я дам вам задание. Ешьте и готовьтесь к миссии, но не давайте ничего Наруто. Блондин после услышанного недовольно прорычал, слегка опустив расстроенный взгляд. Ставшим невыносимым голод лишил рассудка, и Наруто начал чувствовать себя чуть ли не диким животным, отчаянно нуждающимся в пище. Это наказание за то, что ты пытался выкрасть обед, продолжил как аши, тот, кто поделится с Наруто, тут же вылетит отсюда. Мужчина мигом исчез, оставляя детей один на один с едой. Асми взяла свою порцию в руки, поставив на согнутые колени, разделила прилагающиеся к набору палочки. Стоило зажать их между пальцев и потянуться к первому кусочку, как она тут же застыла. Ранее сказанные хатаки слова никак не выходили из головы, заставив девушку вновь глубоко задуматься. Перебирая в мыслях все ключевые моменты сегодняшней тренировки, она в очередной раз, словно пластинку, прокрутила в голове слово Сенсия. Ты помогла Саске и Наруто выбраться из ловушек, вместо того, чтобы потратить это время на мою слежку. Лишь после этого замечания Кукаши, Асми действительно задумалась над тем, что и почему она сделала. Врать себе девушка не любила, поэтому утверждение, что она просто привыкла всем помогать, вряд ли бы было честным с ее стороны. Долгое время перед глазами не было ничего, кроме цели стать сильным Шиноби. Она, так же как и Саске, в основном видела в товарищах если не обузу, то лишь вынужденную меру, с которой стоит смириться и игнорировать. А сейчас Асми поняла, что противоречила сама себе. Она не хотела их игнорировать. Она хотела помочь. Никогда Учиха не была так честна с собой, как сейчас. Осознав, что именно в эти моменты своих порывов выручить товарищей, когда сознание переключилось с эгоистичной целью к людям вокруг, она чувствовала что-то живое внутри, где, кажется, давно все покрылось ледяной корочкой. Придя к подобному выводу, она лишь горько усмехнулась, поразившись легкости, что внезапно настигло ее с этим осознанием. Словно с плеч упало тяжелое бремя, что Асми была вынуждена тащить на себе в одиночестве. Сейчас она поняла, что хочет как можно чаще испытывать на себе это чувство, которое пока еще слабыми угольками заколыхало внутри. Если это то, что поможет заполнить внутреннюю пустоту, то Асми готова рискнуть. Вновь посмотрев уже несколько другими глазами на своих товарищей по команде, Асми застрела взгляд на поникшем Наруто, живот которого разрывался от протяжного и громкого урчания. Немного колеблясь, она протянула свою еще не тронутую порцию блондину, приковав к себе три пары удивленных глаз. Держи, Наруто. Что? Асми, если какаши Сенси увидит это, то начало было беспокоено и Сакура, но тут же была перебита. Он не увидит. Его все равно здесь нет, возразила Шатенко, все так же протягивая Еду. Она права, вступился Саски, что сильно удивило Асами, а еще больше Сакуру. После ужина мы будем пробовать снова отобрать колокольчики, так что от голодного народа не будет никакого толку. Если мы хотим успешно справиться с заданием, нам всем нужно подкрепиться, Саски также протянула свою порцию блондину, позволив новые волни шока охватить Ганинов. Далее, уже Сакура не смогла оставить любимого Саски без еды и предложила ему свою. Осознав, что все готовы поделиться друг с другом Асами, уже несколько брезгливо, с некой осторожностью, потянулась, зажатым меж палочек кусочком тунцак при открытом рту Наруто, заранее предупредив того, чтобы в голову ему не лезли посторонние мысли о происходящем. Однако, все же оставшись довольной и развернувшейся ситуацией, которая даже слегка рассмешила девушку, она уже вместе с остальными продолжила трапезу, периодически подкармливая узу муки. Всю эту развернувшуюся идею нарушил неожиданно появившийся Хатаки, с громким звуком приземлившись прямо над попавшимися гнинами. Асами показалось, что даже небо в этот момент посерело, разразившись молниями, которые выпускал с глаз озлобленный невыполнением переказа Сенсей. Но вся накатившая паника мигом развеялась после того, как резко смягчившись в лице, Хатаки с улыбкой объявила об успешном прохождении испытания. В мире Шиноби те, кто проваливает миссию, считаются отбросами, но те, кто бросает своих друзей гораздо хуже. Так звучал главный урок, который пытался донести до детей Хатаки и Асами, прислушавшись к словам, что четко отпечатал в своей памяти, задумчиво улыбнулась, осознав, что за сегодня действительно усвоила для себя что-то важное. Оставшись довольными результатом испытания, все, развернувшись, неспеша направились к деревне. Лишь отвязать от дерева Наруто никто не пишел, и тот, осознав это, начал истерично звать товарищей. Они не отзывались и Узумки, потеряв веру в Саски и Сакури, поспешил окликнуть ту, что была единственной, от кого блондин мог бы ожидать сейчас помощи. Асами, Чин, Асами, развяжи меня. Девушку передернуло, как только звонкий голос позвал ее по имени. Наглости Наруто мог порой позавидовать и сам Саски. Хоть Учхай решила для себя, что будет помогать товарищам, так нагло пользоваться ее снисходительностью она позволить не могла. Заглядывая на привязанного через плечо, Асами вздохнув, с жаром выпалила, «Ты не можешь вечно полагаться на меня, придурок! Сам выбирайся!» Закончив свою реплику, девушка гордо вздернув нос, ускорила шаг. Асами не думала, что это упражнение будет настолько трудным. Ей понадобилось немало времени, чтобы понять суть этой, казалось бы, простой задачи сконцентрировать чакру на ступнях и, равномерно распределяя, шагать. На деле же все намного сложнее. Выяснилось, что лучшим контролем чакры из них всех обладает лишь Сакура, которая с первого раза поднялась на довольно внушительную высоту. Шатенко бы соврала, если бы не созналась, что позавидовала подруге в этот момент. Но она, как и остальные из ее команды, не собиралась сдаваться. И пусть в ней не было того фанатизма, что охватил Саски и Наруто, заставляя тех буквально с криками взбираться на деревья, желания овладеть этим трюком в совершенстве у Асами тоже хватало. Шаг. Шаг. Черт. Стоило слегка не следить за количеством посылаемой чакры, как дерево под ногами хрустнуло, проломившись под касанием ноги. Быстрая подсечка кунаем для отслеживания результата, и вновь Асами летит вниз. Уже с земли взглянув на свою отметку, кунаичи, жадно хватая легкими воздух, довольно ухмыльнулась. Прогресс был заметен и по результатам, она почти не отставала от того же Саски. Возможно, клановая выносливость это киталонт, который им часто любили приписывать, и сейчас сыграли свою роль. Хотя, Асами никогда не считала себя гением, как часто любили называть того же Саски. От великого клана в ней была лишь фамилия, поэтому все, что оставалось ей так это своим трудом и силой заслужить называться Учихой. Именно об этом ей всегда твердил отец, что никогда не верил в ее стремление стать ниндзя. Он, как никто другой, знал, что девушки в клане, в лучшем случае выходят замуж за сильных шиноби, либо если пробуждают Шаринган и умирают на поле боя совсем молодыми, так и не овладев гинкоем в полной мере. Ичера никогда не верил в свою дочь, и заслужить его признание, которое Асами так и не получила, стоило огромных трудов. Постоянные слезы, убитые в кровь руки и ватные после многочасовых тренировок ноги в вод, что приходилось ей переживать, чтобы однажды ее признали сильной представительницей клана. Чтобы отец не смотрел на нее теми глазами, полными неприоткрытого разочарования. Лишь сейчас это все потеряло смысл. Асами стала сильной, намного сильнее, чем многие другие девочки в ее возрасте, но лучше и от этого она себя не почувствовала. Высокие баллы в Академии и признание других не помогли заглушить, ставшую фантомной боль и не заполнили мрачную пустоту внутри. Поэтому, не видя в своей жизни ничего, кроме желания продолжать совершенствоваться, чтобы однажды почувствовать себя целой, Асами продолжала упорно тренироваться не видя никого и ничего вокруг. Так было до недавнего времени, пока в ее жизни не появилась седьмая команда. За тот короткий промежуток времени, что они успели побывать вместе, Асами с удивлением для себя заметила, что подобная компания стала ей ближе, чем она могла предположить. Возможно, назвать их друзьями ей пока было сложно, но поймав себя на мысли, что терпеть Харуна, Узумаки второго учиха рядом с собой, ей с каждым днем все легче, а видеть общий прогресс, как каждый из них становится сильнее, было даже приятно. А недавние стычки с наемными Мишина без скрытого тумана и вовсе показали, что работа в команде у них, какая-никакая, но есть. Отличная работа, Асами, похвалил ученицу Кокаши, удерживаясь неподалеку на костылях. Шатенко кивнула с благодарной улыбкой и поднялась на ноги, что уже подрагивали от перенапряжения. Идем, завтра нам также нужно будет защищать Тазунасана. Вновь проговорил Кокаши, обращаясь к Асами. Сидящая рядом Сакура, также поднялась с места и посмотрела в сторону Саски и Наруто, все еще продолжающих тренироваться. Словно прочитав ее мысли, Сенси произнес, эти двое еще не скоро закончат. Пусть тренируются, а вы с Асами завтра будете охранять. Ауха, кивнула Сакура и поплелась за учителем. Учиха также последовала ее примеру. Их выносливости можно только позавидовать, усмехнулась Асами, вновь устремив взгляд на товарищей. Она еле перебирала ногами, а эти двое были активнее никуда. Невольно у нее закралась мысль, что стоило бы тоже найти себе соперника, ведь это, кажется, является отличным двигателем для прогресса. Какаши задумчиво на нее покосился, уже намеревавшись что-то сказать, однако удержался от своего порыва, слегка поведя челюстью, и выдал уже совсем не то, что собирался израсходовав весь запас чакры, произнес Джанин, слегка улыбнувшись. День сегодня был необычайно ясным для этих мест. Страна, окруженная океаном, редко когда могла похвастаться ясной солнечной погодой, в отличие от той же Канохи. Тем не менее, несмотря на наличие тусклого солнца, все же какое-то количество плотных облаков плыли по бесконечному небу. Засмотревшись на них, Асами погрузилась в свои мысли, питывая легкими соленый морской воздух, не замечая кипящую на мосту работу. Она вместе с Сакурой сегодня взяли охрану Тазунасана на себя, ведь Наруто и Саски сейчас, если не отсыпались после вчерашней беготней по деревьям, то вновь продолжали свои негласные соревнования, пытаясь переплюнуть друг друга в высоте. А где еще двое? Спросил вдруг уже привычный голос мужчины. Сегодня вас охраняем мы с Сакурой, улыбнул Асами, и получила презрительный взгляд с нескрытой усмешкой. Серьезно? Услышав это, обе подруги характерно и слишком уж одинаково оскалились на мужчину, подергивая бровями. Факт того, что они даже злились похоже, даже позабавил Тазуна. В следующее мгновение к мужчине подошел один из рабочих. Асами и Сакура, находясь неподалеку, стали невольными слушателями их диалога. Стало ясно, что некий Гата, который терроризировал деревню и был причиной стычки команды с демоном убить из-за буза и стумана, еще и был причиной желаний рабочих остановить постройку моста. Хотя Асами никогда и не видела этого человека, она уже его ненавидела, ведь с каждым новым днем пребывания здесь, причин для этого у нее только прибавлялось, как и желание набить морду этому кретину. Уже ближе к закату, Тазуна в сопровождении двух куна и челеста отправился в деревню, чтобы закупиться продуктами. На многолюдных улицах то и дело мелькали бездомные воришки. Люди выглядели несчастными, а бедность деревни так и бросалась в глаза двум девочкам, что выросли в совершенно других условиях и не видали подобного ранее. Зайдя в первый попавшийся продуктовый магазинчик, они застали лишь довольно удручающую картину. полки были почти пустыми, а то, что на них лежало явно было не самое свежее и съедобное. Засмотревшись на пыльной витрины, Асмия не заметила как сзади остановился мужчина и потянулся к сумке, что висело на плече, в районе бедра. Сакура стоящая рядом это заметила, но не успела она предупредить подруга, как мужская рука схватилась за атрибут, и разъяренная такой наглостью Асами, резко развернувшись, влепила ногой прямо по лицу этого мужчины. Извращенец! Крикнула ему Асами, когда тот летел навстречу с полом, обливая кровавым фонтаном паркет. Ты меня удивила, усмехнулся Тазана, уже на обратном пути, обращаясь к Асами, что только что одним ударом уложила здорового мужчину. Та лишь тихо, но самодовольно хмыкнула, однако, лицо ее быстро стало серьезным, когда Асами вновь ощутила чужую ладонь на своем бедре. Взгляд снова приобрел вид разъяренного убийцы. Опять? Стоило Кунаичи развернуться, как она заметила перед собой лишь маленького мальчика, протягивающего к ней свои миниатюрные ладошки. Подайте! Улыбнулся тот, ненадолго ведя девушку в ступор. Столкнуться с подобной бедностью ей довелось впервые, как и в принципе со многими другими ситуациями, что успели произойти за эти дни. Немного помешков Асами вытянула из сумки несколько конфет и яблока, неуверенно протянув выжидающему мальчику. Увидев лакомства, кори глаза мальчишки тут же загорелись, а маленькие, испочканые грязью ручки прижали вкусности к себе. Спасибо вам! Широко улыбнулся тот, и получив неуверенно кивок в ответ, убежал. Асами еще долго вглядывалась в маленькую спину уходящего мальчика, о чем-то задумавшись. Стоящая рядом Сакура, увидев эту картину, смахнула вырвавшуюся наружу одинокую слезу. Сердце от подобного просто разрывалось. Так стало, когда появился Гата. Раздался мужской голос, выводя под рук из эмоционального потрясения. Здесь все люди потеряли надежду. Вот почему, нам нужен сейчас этот мост. Если мы его достраим точка если нам удастся, широкие ладони сжались кулаки, а взгляд сильно нахмурился, город вернется к прежней жизни. Люди станут такими, какими они были раньше. Тогда мы не уйдем, пока строительство моста не завершится. Неожиданно для себя начало Асами, поддавшись внезапному порыву, если людям нужен этот мост мы сделаем все, чтобы он достроился. Взгляд Асами был наполнен решительностью и неподдельной злобой, адресованной лишь одному человеку, желание прикончить которого с каждой секундной лишь нарастало. Асами не помнила, когда в последний раз испытывала столько сочувствия к кому-либо, а ведь жители страны не заслужили того, через что были обязаны проходить из-за одного единственного человека, возомнившего себя главным. Сакура слегка удивленно посмотрела на так сильно переменившуюся подруга, впервые увидев эту сторону шатенки, которая раньше редко проявляла столько эмоций сразу. В какой-то момент Сакуре даже казалось, что Асами полная копия Саски, ведь оба вели себя несколько безучастно и замкнуто. Но даже эта стену, что они выстроили перед собой, начала активно разрушаться в последнее время, и разволос этому была только рада. У Асами этот процесс шел куда быстрее и проще, чем у Саски, но жаловаться на это она не сумела, радуясь любому прогрессу. Кто же знал, что заданный Сакурой вопрос про настенную фотографию так сильно отразится на настроении присутствующих? Инари, от поднятой темы, сильно разозлился и убежал с кухни. Видимо тот человек, лицо которого было вырвано с общей фотографии висевшей на стене, был больной темой для мальчика. Человек, что однажды стал героем страны. Эти слова настолько въелись в сознание Наруто, и настолько сильно его распирало от любопытства, что когда Сенси попросил поведать историю, мальчик едва сдержался, чтобы радостно не воскликнуть, хоть и знал, что история, вероятно, не столь веселая, раз лишь одно упоминание отразилось болью и в глазах каждого из этой семьи напряжением по вишен воздухе. Услышанное никого не смогло оставить равнодушным, и это можно было прочитать по сочувствующим взглядам. Асами в очередной раз погрузилась в размышления, на которые ее двигали все новые и новые подробности жителей этой небольшой страны. Слишком многое здесь отличалось от привычной конохи, и многое заставило девушку подругам взглянуть на мир вокруг. До всего этого, Асами редко когда могла задуматься о жизни и бедах других людей, ведь пережитая на собственном опыте невольно заставляла думать, что у других нет тех же тяжких проблем, что выпали когда-то на ее долю. Но пришло время открыть глаза. За столько лет, закрываясь от людей, Асами ни разу не испытывала столько чувств сразу. В последнее время, мир перестал казаться черно-белым, открываясь перед ее глазами совершенно новыми гранями. Переполненные смешанными, ставшими даже непривычными чувствами, Асами неосознанно метнула взгляд на сильно нахмурившегося Наруто, который заметно паник. В его голове то и дело всплывали воспоминания об Анари, твердившем, что героев не существует, а затем и его плач над фотографией отца. Невольно пытливый мозг блондина разворачивал пленку из воспоминаний жизни уже самого Наруто, в которых маленький светловолосый мальчик, каждую ночь, приходя в одинокую каменатушку, заливался горькими слезами. Но он же решил не сдаваться, а этот Анари так быстро отказался от всего, выставляя себя даже от попытки стать чем-то большим, чем обиженным жизнью ребенком. Наруто захотелось доказать ему обратное. Доказать, что герои существуют. Что такие, как его отец действительно реальны. Блондин резко встал из-за стола и лишь ступив в шаг, уткнулся носом в пол из-за сильной слабости в теле. Что ты делаешь, Наруто? Асами, кажется, знал об ответе, каким-то образом чувствует тот спектр эмоций, что сейчас бушевал в блондине. Почему-то ей казалось, что оба думали об одном, и резкий скачок блондина со стола, кажется, лишь подтвердил ее догадки. Если хочешь дальше тренироваться, возьми выходной. Ты потратил слишком много чакры, с ноткой наставлений в тоне, проговорил какаши, еще немного и можно умереть. Наруто, поднимаясь с пола на подрагивающих руках, сквозь стиснутые зубы, процедил. Я докажу. Докажешь, что? Спросил разволосая, недоумевающая глядя на узумуки. Я докажу, что в этом мире есть героя. Наруто. Идиот. Выпалила Асами, едва ли не врезавшись в мчащегося сломя голову блондина, который, видимо, уже отоспался после целой ночи проведенной на тренировке в лесу. Асами Чейн. Узумуки оказался на земле, ведь его рефлексы явно уступали у Чеховским, поэтому после едва не состоявшегося столкновения, он тут же свалился с веток на влажную трос и траву, а ты что здесь делаешь? Мне показалось, что что-то не так, поэтому я вызвалась проверить тебя, присев на ветке, проговорила Асами, сверху глядя на блондина. После активной ночной тренировки Наруто утром, когда команда собралась на мост, будить узумуки не стали. Однако на полпути к стройке, Асами почувствовала неприятную дрожь, пронесшуюся по телу. То же самое, она ощутила и в тот раз, всего за несколько секунд, до нападения наемных чунинов из тумана, первый день миссии. Странное и навязчивое ощущение чужого присутствия не покидало Асами, поэтому она, сообщив об этом Синсию, отправилась к товарищу. Но, судя по всему, опасения ее были напрасны, раз очнувшись, блондин тут же поспешил к остальным, да с такой скоростью и рвением, что едва не сбил идущую навстречу Асами. Асами Чин вдруг окликнул Наруто, устремив пристальный взгляд куда-то в сторону, смотри. Девушка перевела взгляд в то же направление, куда смотрел Наруто, и тут же неприятно нахмурилась. Неподалеку на земле лежало разрезанное тело животного. Увиденное явно не предвещало ничего хорошего, так еще и выглядело все это довольно неприятно и мерзко. Лишь отвернувшись, она заметила еще одну странную деталь на некоторых деревьях были странные порезы, ведущие к... Черт! Выпалила Асами, придя к неутешительному выводу. Наруто, кажется, все понял, поэтому оба тут же ринулись с мест со всей скорости направляясь к дому. Стойте! Инари решил не сдаваться. Он не может снова стоять и бездействовать, когда у него забирают Кагото Дорога. Он готов ее защищать. Слово Кукаши, Наруто и отца эхом отдаются в сознание, заставляя сжимать детские кулачки до белых костяшек. Он полон решимости. Он больше не будет плакать. Кровь внутри забурлила, отдаваясь пульсации во висках. Грудную клетку разрывала от ярости, что была готова в любую секунду вырваться наружу. Если бы взглядом можно было бы убить, то похитители матери уже бездыханно валялись бы на земле. Что? Опять этот пацан? Усмехнулся один из них, на глазу у которого расположилась повязка, в руках блестела смертоносная катана, а во взгляде искрилось желание убивать. Прочь от моей мамы. Вновь выпалила Нари, собравшись с духом. Черт, точка, тупой пацан. Недовольно протянул второй, что был ниже ростом и ниже громоздкого телосложения. Оба достали свои клинки, хищно пускались на мальчика и предварительно оглушив взбунтовавшуюся мать. Злость в Нари лишь нарастала. Устав убегать от проблем, он наконец-то встретился с ними лицом к лицу и последовав примеру отца, которого так любил, заступился за то, что ему дорого. Он тоже станет героем, на которого можно будет равняться. «Сделаем это», усмехнулся противник, заметив, как мальчик стремительно побежал навстречу. Обрадовавшись наивности и самоуверенности мальчишки, преступник довольно оскалившись, побежал навстречу, замахиваясь тяжелым мечом на приближающегося ребенка. Он уже представил себе сладостный для слуха звук разрезания плоти и терпкий аромат крови, но ощутить столь желанное удовлетворение ему помешали. Не так быстро послышался тонкий голос и в следующую же секунду между Инарии мужчиной возник силуэт девочки, что кунаем остановило клинок. Нападавший явно не ожидал ее появления и воспользовавшись его замешательством, Асами со всей силы ударила противника ногою в грудь, и тот отлетел на ближайшие пару метров, сбивая с ног своего напарника. Асами сон удивился Инарии, устремив широко распахнутые глаза в спину девушки. Отличная работа, Инарии, пронеслось над ухом мальчика, и тот, подняв глаза, встретился с лицом Наруто. Ты отвлек их и мы смогли спасти твою маму, улыбнулся блондин и аккуратно положил женщину на землю, вызывая у мальчика благодарную улыбку. Видимо, это одни из тех ниндзя-неудочников, которых нанял Тазуна, недовольно процедила мужчина с повязкой на глазу, поднимаясь на ноги после удара. Кажется, Асами знатно задела его самолюбие своей выходкой и заметив это, она решила добить противника следующей фразой. Один из этих неудачников только что надрал тебе зад, гордо усмехнулась та, разозлив противников еще больше. Не скрывая своего превосходства, Асами приготовилась к следующему трюку, оставаясь совершенно спокойной даже тогда, когда оба противника, разъяренные ее словами и самоуверенностью, ринулись к ней, угрожающе замахиваясь острыми мечами. Они идут. Испуганно вскрикнула Нари, обращаясь к Наруто, что сейчас лишь довольно усмехался, оставаясь совершенно спокойным. Асами, тем временем, запыльнула в противников заранее подготовленные сюрикены, которые они без труда отбили. Этим нас не остановить. Усмехнулся противник, вызвав лишь хитрые ухмылки на глазах детей. В следующее мгновение раздался громкий хлопок и ранее брошенное оружие обратилось в теневых клонов Наруто, что быстро расправились с неожидавшими подобного поворота событий Шиноби. Хм, дураки! Нескрытые издевки, повернулся к противникам Наруто. Ах вы, молокососы! Еще больше разозлился тот, что с повязкой на глазу, когда клоны связав его, бросили в реку. И снова, отличный план, Наруто, слегка улыбнул Асами, взглянув на друга, ведь провернуть этот трюк во второй раз была идея блондина. Кто бы мог подумать, что уловка, однажды сработавшая против Забузы, вновь выручит генинов. Наруто не перестал удивлять своей хитростью и неожиданной сообразительностью, даже мало впечатлительную Асами. Она до сих пор помнит его застывшие в ужасе глаза и неуклюжие движения, когда тот в страхе размахивал кунем в разные стороны, стараясь отбиться от неожиданно опавших Шиноби и не заметил, как ронял вместо противников Асами. Помнит и клятву на боли, что он дал, сразу после этого. Помнит, как ринулся в Забузе, получив пылицу, но вытащил повязку, гордо завязав на лбу и на пару саски, спас какаши из плена. За весь этот период, каждый из команды заметно изменился, и наблюдать за этими переменами Асами находило интересным, надеясь, что и сама она не отстаёт, всё так же совершенствуя с ними наравне. Слишком с многим пришлось столкнуться на этой миссии, что приняла совершенно неожиданный поворот. Она до сих пор помнит тот страх, что испытала при битве с Забузой. Дрожащие руки с силы сжимали холодную рукоять Куная. Сознание опустело, уступая имя место лишь неподдельному ужасу. Асами была хорошо знакома с этим чувством, когда кажется, что одно мгновение твоё тело поразит острое лезвие чужого меча. Воспоминания словно вспышки ослепляли глаза, и она зажмурилась, стараясь привести разбушевавшееся сознание в порядок, ведь худшее, что она могла сделать позволить сгущающимся вокруг туману проникнуть в её голову. Нельзя было поддаваться страху, и Учиха это понимала, однако коленки всё равно предательски дрожали, а сердце готовилось выпрыгнуть из груди. Казалось, внутри разбушевался шторм, но только отдалённо слышимый мягкий голос Сенси позволил ему успокоиться. Я не позволю своим друзьям умереть. В тот момент, Асми испытал то, что, кажется, всегда таялось в её душе. Словно тетлеющие угольки чего-то тёплого и светлого разгорелись с новой силой, разогнав наседающую уже много лет тьму. Тогда сознание накатило на неё так же, как накатывают морские волны на сыпучий берег. Стремительно, но плавно, погружаясь головой в приятное тепло внутри. Асми испытал то, что совсем не ожидала когда-либо ощутить на себе, и это чувство ей не позволило сдаться. Наруто обратилась к блондину Асами, прервав накатившую на двоих мальчишек приступ смеха, думая, нам нужно идти. Ага, кивнул тот, и оба направились к мосту, где их должна была дожидаться команда. Наруто у Зумаки прибыл. Звонкий голос разрезал собой напряжённую тишину. Умело отбив летящий в сторону Саски Куны и выведя из строя нападавшего на него подопечного Забузы, блондин эффектно явился на поле развернувшейся на мосту битвы, поразив всех своей неожиданностью. Осознав, что всеобщее внимание досталось ему, Наруто продолжил свою самодовольную тираду. Обычно в таких ситуациях появляется герой и надирает всем зад. Успевшие обрадоваться появлению блондину товарищи обречённо вздохнули. Узумаки сейчас не терял что успели испытать какаши с подопечными от его появления. Стал таким сильным, но остался идиотом, обречённо вздохнул Сенсей. Воспользовавшись минутным отвлечением, что произвёл собой явившийся мальчишка, Забуза бросил в Наруто несколько клинков, что разрезая воздух, со стремительной скоростью полетели в него. Не ожидая атаки, Узумаки застыл на месте, не в силах увернуться, однако в следующую же секунду послышался звон столкновений металлических ножей. Столкнувшись с брошенными со стороны сюрикенами, оружие с треском упало на деревянную поверхность моста, так и не достигнув цели. «Наруто! Хватит болтать!» прокричала Асами. Теперь уже всё внимание присутствующих метнулось к появившейся шатенке. Та быстро преодолела расстояние от Наруто до Сакуры, примкнув к розоволосой, что одна охраняла тазу Насуна. В руках сжимой конной она приняла боевую позицию, устремив все своё внимание на происходящее. Какаши улыбнулся, отметив про себя скорость и впечатляющую ловкость ученицы, что успела не только выручить товарища, но и быстро оказаться на нужной позиции. Кивнув на одобрительный взгляд учителя, Асами уже внимательнее осмотрелось. Пространство на мосту, как и в прошлый раз, окутало густым туманом созданным техникой мечника. Саски был в плену под ледяным куполом, образовавшимся неизвестной для девушки техникой, однако её владельца она все же узнала. Кем бы он ни был, Маска, что покоилась на лице напарника Забуза уже встречалась им, и это лишь подтвердило ранее выдвинутую Какаши теорию о сговоре этого Шиноби, представившегося Анбу Тумана, со вступником. Во всяком случае, долго раздумывать над этим девушка не стала, устремив всё внимание на Забузу и Какаши Сенсия, что вели между собой схватку. А они выросли, усмехнулся мечник, отметив про себя изменения в детских взглядах, заметно осмелевших после их последней встречи, но им не победить ни меня, ни Хаку. Из-под зеркального купола, созданного Хаку, вновь послышались звуки борьбы. Тот, отлёгшись на Наруто, вновь вернулся к Саске, что уже был достаточно сильно изранен и вымотан. Асми успокаивал лишь тот факт, что кажется, всё постепенно начали догадываться, как разрушить эту ледовую технику. Если нападать с двух сторон, Наруто и Саске смогут её разрушить. Однако, все надежды команды с треском, словно лёд об бетон, обрушились об пустую голову Наруто, когда тот пробрался внутрь к брюнету, лишая их единственной возможности победить. Каждый мысленно одарил Узумаки не самыми добрыми словами, хотя Саске не стал особо сдерживаться, высказав тому всё в лицо. В очередной раз удивившись новым, открывшимся гранем глупости своего напарника, Асами, хлопнув себя по лбу, выдохнула короткая идиот. Какаши ринулся к своим обречённым ученикам, но был остановлен мечником, предупредившим того, что стоит Жанину уйти и он расправится с архитектором. Всё складывалось явно не в пользу шина Белеста. Ставший морозным воздух пробирался под одежду, разгоняя по разгорячённой коже волны неприятных мурашек. До слуха доносились едва уловимые журчания спокойного моря под причалом и лязг металла, эхом разгоняющийся по мосту. Асми упорно вглядывалась в серый туман перед собой, стараясь не терять из вида силуэты учителя и очертания ледяной ловушки. Слышая истошные крики боли, что переживали Наруто и Саски где-то там, запеленной окутавшего всё тумана, девушка изо всех сил старалась подавить в теле лихорадочную дрожь и нервный импульс броситься в пекло сражения. Асми ненавидела своё бездействие, чувствуя как в груди разгорался адское пламя, заставляющее лишь сильнее стискивать от злости зубы и сжимать до хруста пальцев оружие в руке. После очередного пронзительного крика товарища она, не выдержав, ринулась с места, не страшась за бузу, что потянулся к оружию, заметив её движение. Асми вытянула перед собой конной, готовясь отразить любую атаку, которой её собирался встретить противник, но громкая команда поразившая отбежать от охраняемого мужчины слишком далеко. Нет. Выкрикнул как Аши, Асами, сейчас ты им не сможешь помочь. Но. Забуза не позволит тебе пройти, перебил её раньше, чем ученица успела возразить, оставайся там и защищайтесь Сакурой Тазунасана. Не отходите от него ни на шаг. Это приказ. Асами застыло, ещё несколько коротких мгновений буравеучителя взглядом. Руки сильнее сжали кунный, металл которого уже нагрелся, впитав в себя жар её тела. Недовольно цокнув на вынесенный приказ, Асами вернулась к своей первоначальной позиции, смиренно вздохнув. Я поняла, Сенсей. Всё, что есть сейчас оставалось довериться Наруто и Саски, и надеяться, что работой сообща не смогут победить своего противника. Им удалось это однажды, она верит, что удастся снова. Держитесь рядом, Тазунасан, Сакура, напрягая каждую клетку своего тела. Асами нервно вытянулась, когда силуэты Кукаша и Забуза окончательно пропали из вида в загустевшем тумане. Казалось, что пелена стала столь непроницаемой и плотной, что уже отяжелела, дави на напряжённые плечи. Воздух с каждой секундой холодел всё сильнее, заставляя лёгкие гореть от промёрзшего кислорода, что наполнял собой натянувшиеся словно струны органы. Разразившаяся битва, в которой Асами позорно не принимала участие, с каждой секундой накалялась всё больше. До слуха доходили уже не только выкрики юношей, но и тихие усмешки довольного собой Забузы, что словно растворился в созданном им же тумане. Шепча что-то растерявшемуся среди молочной пелены какаши, он наслаждался своим превосходством, нанося беспомощному в данный момент противнику удары, которые Шарингон Хатаки уловить не мог. В плохой видимости, его рефлексы сильно замедлились, из-за чего новую атаку отразить не получилось. Этот удар пришёлся по челюсти, и Кукаши едва ли не лишился равновесия, но всё же устоял на ногах. Протяжно вздохнув, он принялся снова анализировать ситуацию, как делал это всегда. Закрыв глаза, что в данный момент не особо-то его выручали, он сконцентрировал все своё внимание и мыслительные процессы на лишь одном человеке, что являлся его противником. Успокойся и думай. Где Забуза может напасть в следующий раз? Догадка, словно вонзившаяся в клетке мозгострела, заставила Джанина заметно вздрогнуть. Асми и Сакура всё так же продолжали стоять рядом с Тазунасаном, прикрывая его спидами. Учиха старалась не терять бдительности, не зная, чего ожидать от пугающей неизвестности перед глазами. Вдруг странные ощущения, импульсом разнесшиеся по телу, заставила девушку напрячься ещё сильнее. Чёткое осознание приближающейся опасности настигло её и успев оказаться за спиной мужчины, что до этого была открытой, а Сами встретилась глазами со стремительно приближающимся к ним Забузой, который, кажется, даже удивился тому, как ваша оттенка предугадала его местонахождение. Однако, для него это ничего не меняло. Уже было слишком поздно, чтобы та успела что-то предпринять, поэтому он не колеблюсь, продолжил стремительное движение навстречу. Замахнувшись громоздким мечом, что ослепил блеснувший сталью Асами, Забуза самодовольно оскалился, предвкушая свой удар, который за секунду лишит обоих жизни. Раздался пронзительный крик и звук смертоносного соприкосновения лезвия с телом. Распознав голоса Асами и Сакуры, Саски доскрежет и стиснул зубы. Едва удерживаясь за остатки силы, пребывая в полусознании, он позволил себе отвлечься на крики, что разразили слух. Мысленно выругавшись на кукаши, который, видимо, позволил противнику ранить кунаичи, Саски вернул взгляд на своего врага, что сквозь безжизненную мазку прожигал его глазами. Пробудившись всего несколько мгновений назад, Шаринган буравил отражение перед ним. Проиграть ему он не собирался, даже несмотря на то, что истратив чакру на теневых клонов, Узумаки валялся на земле без сознания, став невольной обузой для Саски, что был вынужден его защищать. Асми раскрыла глаза, что невольно зажмурила после того, как перед ней оказался силуэт учителя, приняв удар меча на себя. Все это мысленно вернуло девушку в ту самую ночь, заставив ужаснуться и выбив из легких воздух. Она полными страха глазами уставилась на сгорбившуюся фигуру какаши, чувствуя, как подкашиваются от тревоги колени. Лишь заметив, что мужчина обошелся только неглубокой, хоть и серьезной раной на груди, устояв на ногах и тяжело дыша, она сглотнув, дрожащим голосом прошептала «Какаши Сенсей!» «Ты слишком медленно соображаешь, какаши!» на смешливом тумане, твое желание защитить этих молокососов затуманило твой разум сильнее, чем моя техника твой шарингон. Даже с таким удивительным глазом, твоя способность читать мои движения сейчас бесполезна. Уверенность отступника в своем превосходстве пошатнулась, когда он узнал о присутствии среди его соперников последних выживших представителей некогда сильнейшего клана Канохи. Только сейчас услышу фамилию детей, один из которых совсем недавно удивил мечника скоростью, в которой он не уступал Хаку, у мужчины нашлись ответы на вопросы, что возникли у него при наблюдении за тем брюнетом. Это все объясняет. Но принадлежность и темноволосую девчонки к клану Чеха знатно удивила Забузу, и тот не постеснялся усмехнуться этому факту. Асами, разламывая на эмоции, уже была готова выпалить что-то в ответ на его слова, как вдруг непонятная дрожь волной пронеслась по телу. Асами. Сакура обеспокоенно посмотрела на резко переменившуюся в лице подругу, что сейчас застыла в немом отцепенение, причину которому разволосая найти не смогла. Что это такое? Еле выдавила из себя Асами, чувствуя, как тяжелеет воздух вокруг. С каждой секундой, пугающие непонятные телу и сознанию ощущения становились все интенсивнее, заставляя все внутри ощутимо сжиматься. Асами словно чувствовала, как нечто сильное и зловещее высвобождалось из клетки. Чакра выдала сознание, но чья? Прошло меньше секунды, когда слуха донес отрезка разбившегося стекла. Асами и Сакура одновременно вздрогнули, устремив глаза вперед. Догадаться, чем могли быть вызваны эти звуки было несложно. Это техника Хаку? Отозвалась Сакура, им удалось? Асами практически не слышала вопросов подруги, заострив все свое внимание на чужой чакре, что с каждой секундой становилось лишь сильнее. Она перевела потерянный взгляд на розоволосу, заметив как-то осеклась. Что это за чакра? Прошептала Сакура, на что Асами невольно нахмурилась. Ты только сейчас ее почувствовала? Некогда морозный воздух наполнился жаром, впитав в себя толще необъяснимой энергии, которую Какаши тут же почувствовал кожей. Знакомые ощущения опасности и чакры крылавого огненного цвета, легко поддалась взору Шарингана. Перейдя к неутешительному выводу о том, что печать разрушена, Хатаки позволил себе отвлечься, не сразу заметив, что его противник также обратил внимание на резкую перемену в окружающей атмосфере. Прошло еще несколько мучительных минут, прежде чем та зловещая и неизвестная чакра во мгновение исчезла. Асами почувствовала, как отяжелевший воздух постепенно разряжался, а непроглядные толщи тумана начали медленно развеиваться. Все, чем ей с Сакурой приходилось довольствоваться все это время лишь отдаленно слышимые но и ставшей неожиданным собачьей лая свирепой рычании. А после это сменилось треском электрических зарядов, что и вовсе поставило обеих в замешательство. Кажется, дым рассеивается, отозвался старческим голосом Тазуна, бегая из стороны в сторону глазами. Асами прищурило взгляд, когда глаза начали различать несколько темных пятен перед собой, что с каждой секундой приобретали более четкие очертания человеческих силуэтов. Сенсей произнесла Шатенко, различив его фигуру перед собой. Рука была вытянута и будто бы воткнута в точку тела. Увидев полную картину произошедшего, Асами вздрогнула, замеря в неприятном изумлении. Хаку, отгородивший собой тело Забузы, вероятно, принял удар Какаши на себя. Он его начало неуверенно Сакура, также осознав произошедшее капли крови, что стекали по лицу мальчика и ударялись об землю, служили лишь доказательством их предположений. Ты снова ошибся, Какаши, усмехнулся мечник, отличная работа, Хаку. Забуза говорил так, словно мальчик еще мог его услышать. Взяв в руки меч, он замахнулся, намереваясь одним движением разрубить Хатаки вместе со своим же напарником, пожертвовавшим жизнью. Но лишь взяв безжизненное тело Хаку собой, Какаши смог увернуться от смертоносного удара, после аккуратно положив мальчика на землю и закрыв тому застывшие глаза. Внимательно следя за происходящим, Асами не сразу заметила Наруто, что подбежал ближе, что-то отчаянно выкрикивая шинобит тумана. Лишь громкий, радостный возглас разволоса заставил оторваться от боя, взглянув на товарища. Наруто! Ты в порядке? Широко размахивая рукой, радостно кричала Сакура, на что блондин лишь обреченно вздохнул. Заметив это, в голову Асами закрались не самые радостные предположения, из-за чего она невольно напрягалась, Наруто, где Саски Кон? Вопрос Сакуры остался без ясного ответа, но взгляд, что блондин виноват отвел сжавшиеся силы кулаки, сказали все за себя. Слово кумам застряли в горле, мешая Наруто произнести хоть что-то, ведь сказать о произошедшем вслух было для него непосильной задачей. Глаза Сакуры сразу же потускнели, потеряв былой запал. Взгляд сделался потерян а губы едва заметно задрожали. Идем, заметив метание розоволосой, произнес Тазуна, зная, что девочкам приказано его не бросать. Кивнув друг друга, все бросились на противоположную сторону моста. Заметив лежащее на земле тело Саски, Асми резко остановилась, так и не сумев приблизиться. Ноги словно пригвоздила к земле чем-то тяжелым, а сердце в груди ухнуло куда-то вниз. Сакура молниеносно пробежала мимо застывшей подруги, заставив шоколадные локоны слабо колыхнуться, в то время как сама Асми замерла словно статуя, не в силах даже моргнуть. Подступающий к горлу затмел собой недавнюю тревогу, сменив ее на неподдельную злость. Все чувства притупились, а глаза обожгло влагой. Он холодный. Прошептала Сакура, опустившись рядом с брюнетом, приложив дрожащую ладонь к его щеке. Эти слова, словно электрический заряд, пронеслись дрожью по телу чихи. Сильный плач разволосый заглушался на фоне гулкова звона в ушах. Реальность перед глазами начала расплываться из-за отчаянного нежелания сознания признавать суровую правдивость происходящего. Асами прикрыла покрасневшие глаза, стараясь успокоить разразившийся внутри хаос эмоций. Погрузившись глубоко в себя, откинув все происходящее вокруг, она почувствовала как окружающие звуки стремительно заглушаются, уступая странным вибрациям, доносящимся до сознания. Асами могла поклясться, что услышала и даже увидела потоки чакры, что слабыми потоками проносилась по каналам. Лишь это сознание позволило ей успокоиться, тяжело упав на колени. Не заметив, как после соприкосновения кожи с землей, от девушки словно вихрем разлетелся сжатый воздух, она уткнулась ладонями в твердую поверхность, стараясь утихомирить сбившийся пульс. Он жив, прошептала Асами, набрав в легкие побольше воздуха, что сейчас стал так необходим, он жив, Сакура, уже громче прошептала Шатенко. Не прошло и секунды, как бледные веки слегка приподнялись, а ухо разволосой коснулось слабое дыхание. Сакура, ты тяжелая. Саски-кун. Девушка лишь сильнее прижалась к очнувшемуся брюнету, плача уже от счастья. Асами облегченно выдохнула, проведя рукой по растрепавшимся волосам. Идиот, напугал же, с горькой усмешкой слетела с обветренных губ шатенки, а пальцы нервно затряслись. Злиться или радоваться она пока для себя не решила, но произошедшая наверняка избавила Асами от половины выживших нервных клеток. Оставив живого Саскина Сакуру, что тут же начала отвечать на его вопросы, Асами схватила кунной, что выронила из рук ранее, и бросилась к Наруто. Но то, что она застала, по прибытии, мягко говоря, обескуражила очиху. Забуза, с кунаем зажатым межзубов, расправился с большей частью толпы внезапно появившихся на мосту наемников и бандитов. Судя по всему, его целью был лишь один мужчина, что упорно двигался вглубь толпы, периодически поправляя черные круглые очки на своем носу. Дорогой костюм и начищенные ботинки тут же натолкнули Асами на догадку, что это и есть тот самый Гата. Вспомнив, сколько грехов насчет у этого человека в мысленном списке очихи, она, сильнее сжав в руке оружие, уже хотела было отправиться за ним и за Бузой, но ладонь Сенсия, расположившаяся на плече, ее остановила. Отрицательно покачав головой, она как бы просила не вмешиваться в разразившиеся на мосту действия. Глухо сглотнув, Асами все же расслабила плечи, предоставив всей этой непонятной ситуации свое свободное течение. Услышав, когда-то коснулся поверхности воды, что отразилось в громком всплеске моря, Асами выдохнуло немного то напряжение, что уже магнитом тянуло ее мышцы к земле. Но и это спокойствие продлилось недолго, когда ненадолго повисшую тишину разразил чужой мужской голос доносившийся с выжившей половиной некогда внушительной толпы наемников. Теперь мы будем грабить эту деревню и заберем все до последней монеты. Выкрикнул один из них, а стоящий за мужчиной равно лишь подхватила его энтузиазм, салютовав оружием кверху. Асами нервно повела плечами, осознав, что ситуация сложилась не в их с командой пользу. Каждый был уже на пределе, а толпа преступников во много раз превосходила по численности шина Белеста. Успев уже распрощаться с положительным концом всего действа, Асами устало вздохнула, но внезапно приземлившаяся перед лицом толпой стрела заставила обернуться. Инари. Радостно воскликнул Наруто, узнав во главе огромного сборища жителей, мальчика и его мать. Если приблизитесь к нашей деревне, то будьте готовы встретиться с нами. Мы дадим вам отпор. Проговорил один из жителей, также получив поддержку остальных. Мизерная, по сравнению с прибывшими жителями, кучка бандитов заметно напряглась, а после созданных Наруто и Кукаши множественных теневых моста в воду, зная, что так ваш шанс выжить у них больше. Усмехнувшись трусости никогда устрашающих наемников, Асми едва заметно улыбнулась, вернув задумчивый взгляд на товарищей, не вери, что череда тяжелых испытаний, выпавших на их долю за эту затянувшуюся миссию, на этом наконец-то закончилась. Теперь это точно конец. Глухая тишина, кажется, довела на грудь, а серые стены крохотной комнатушки будто бы сужались каждой новой секундой, проходящей в этом всепоглощающем одиночестве. Асми безучастно разглядывала потолок, раскинув руки на узкой кровати, из-за чего кисти вял свисали с краев неудобной постели. В голове было пусто, но вместе с тем и невероятно тяжело. Только вернувшись с миссией в стране волн, распрощавшись с командой и зайдя в свою квартирку, когда-то щедро предоставленную третьем Асами вновь погрузилась с головой необъятную пучину саднищего в груди одиночества. За последние неспокойные дни, проведенные за пределами листа, девушка успела испытать слишком много эмоций, ранее считавшихся ей недоступными. Странно было осознавать, а главное признавать, как ее восприятие многих вещей начало стремительно меняться. Как относиться к таким переменам Асами тоже не знала, но противиться им совсем не хотелось, потому что не плавно, вполне естественно. Наверное, слишком хорошо себя зная, Учиха не могла отрицать факт того, что находясь большее количество времени в компании шумного Наруто, слишком эмоциональной Харуна, спокойного Кукаши и несколько отстраненного и привычного высокомерного Саски, она чувствовала жар в груди, ознаменованной тем самым желанием жить. Слабо улыбнувшись собственным рассуждением, Асами с удивлением для себя заметила, что некогда тесная комната сейчас не давила своей пустотой и раздражающей тишиной. Устала, потеряв глаз рукой, она вновь проштудировала в голове те самые яркие моменты, что отпечатались в ее памяти. Пожалуй, клятва Наруто на могиле Забузы и Хаку заняла в ее сознании особое место, как и то, сколькому она неосознанно училась у Зумуки. Асами всегда знала, что он был сиротой таким же, как и она с Саски. Его ненавидели жители деревни и презирали дети в Академии. Если она давно смирилась с косившимися в ее сторону взглядами прохожих, что смотрели на нее то ли с сочувствием, то ли с неподдельным презрением и отчужденностью, то, как переживал открытую и беспричинную ненависть к себе блондин, до сих пор остается для нее загадкой. Зная, через что ему приходилось пройти, Асами не могла не удивляться тому, как в нем плещет жизнь и горят своими амбициями глаза. Асами видела в нем солнце, что либо обжигало, раздражая своей яркостью, либо приятно грело, освещая путь. И ей хотелось именно воровато греться, позволив настойчивым лучам пробраться в ее темноту, которой девушка едва ли не поддалась за все эти годы. Асами, как и наверное, любой носитель имени очень отличалась своим умением и даже неотъемлемыми навыками к анализу. Она часто рефлексировала над своим поведением и ощущениями, пристально наблюдая за всем, что происходит вокруг и отмечая про себя, порой, самые мельчайшие детали. Долгое время, даже любование природы не вызывало у нее должных эмоций, а было, скорее, способом хоть чем-то заглушить нещадный поток мыслей, то и дело проносящихся в ее детском пытливом сознании. Но в последнее время, после объединения команды, она начала замечать те яркие вспышки чувств, что переполняют ее в разные по своей эмоциональной окраске моменты. Она могла испытывать настоящую гордость, не только за себя, но и своих товарищей после очередной удачно выполненной миссии могла позволить страху за жизнь друга охватить ее и настойчивому желанию помочь и защитить и управлять своим телом. Все это было ново, совершенно непривычно и странно, но Асмь относила эти изменения в себе к положительным, ведь утопая в расширившемся спектре своих же разрастающихся эмоций, она позволяла внутреннему назойливому голосу, что постоянно нашептывал замечания заглушиться. Но стоило ей остаться одной, как он вновь заполонял собой слух. Ты не ничто не годишься. Ты слаба. Асмь зажмурил глаза, чувствуя как к ним подступили обжигающие слезы. Все, некогда приятные мысли о прошедшей миссии, тут же сменились на жестокую критику самой себя. Из головы никак не убирался факт бездействия девушки, в то время как друзья рисковали жизнями, борясь с противниками. Асмь старалась успокоить себя мыслями о том, что выполняла приказ, но слишком уверенное утверждение сознания собственной бесполезности давило на мозг, заставляя все эти факторы обратиться в жалкие оправдания своей же слабости. Невольное сравнение себя с Саски, что по истечению обстоятельств, пробудил Шаринган, доказав этим свои успехи в оттачивании навыков и доведя их до должного высокого предела, еще больше принижала Асмь в своих же мыслях, указывая на то, что возможно никогда не появится у нее. Шатенка смахнулась слезу, что покатилась вниз к виску, в очередной раз услышав в мыслях укоризненный голос отца. Ты ничего не добьешься. Руки со всей силы вцепились в жесткую ткань покрывала, сжав ее до побеления костяшек. Вдруг захотелось кричать, доказать, что это неправда, но сил, чтобы сделать этого не было. Осознав, что стены снова начали давить, а тишина раздражать своим молчанием и гулким звоном в ушах, девушка постаралась успокоить разбушевавшееся сознание, в котором снова и снова всплывал образ строгого отца, следом за которым всегда шли воспоминания той самой ночи. В глазах начало темнеть, а на плечи тяжелым грозом нависла усталость. Вновь вернув голову на подушку, асами прикрыла глаза, стараясь продлить это ощущение внутреннего еще совсем нестабильного спокойствия как можно дольше, надеясь, что хотя бы сегодня ее не станут мучить ночные кошмары. Утро встретило жителей деревни приветственным солнцем, успевшим уже высоко подняться над головой, даже несмотря на все еще ранний час. Улицы начали постепенно заполняться мелькающими повсюду тенями, что являли собой спешивших на миссию Шиноби. Именно они в столь ранний час щеголяли среди крыш домов и просыпающихся улиц, готовые продолжить нести свой долг перед деревней. Асами с командой относилась к их числу, хоть миссию их ранга генинов сильно отличались от тех, что выполняют Шиноби званием повыше или опытом побольше. Да и сегодняшний день не стал исключением из правила, гласившего, что генинам не доверять сложной и опасной миссией. Асами этот факт тоже не особо устраивал, но в отличие от того же Наруто, она спокойно выполняла любое задание и не приносила от этого проблем. Кто же знал, что для него чистка пляжа от мусора может окончиться падением с водопада, а обычно выгул собак приключением на Минамполье с множеством ловушек. Наруто, ты можешь хоть одну миссию закончить без происшествий. Терпение Асами к концу дня заметно поубавилось, поэтому неся на пару саски тяжелого и потрепанного блондина на своем плече, она не стала дальше сдерживать своего недовольства. Узумаки уже намеревался ответить что-то, но убийственный взгляд Шатенки пресекнул эту глупость, что наверняка могла бы стоить ему жизни. Если Сокуру в гневе Наруто испытывал на себе постоянно, каждый новый раз удивляясь тяжести кулака с такой, казалось бы, хрупкой Харуна, то доводить ведь ожидать от Учихи в гневе можно было чего угодно и лишь от одной мысли об этом ему уже становилось не по себе. Наруто это все из-за того, что ты постоянно перегибаешь палку в желании показать себя, подхватила Сокура, обернувшись на Наруто. Тебе постоянно приходится оказывать помощь, усмехнулся Саски, присоединившись к замечаниям остальных. Если на слова девочек Наруто мог виновата опускать голову, то фраза Саски подействовала на него Тот резко остановился, тут же отделавшись от помогавших ему до этого плеч товарищей, и зло оскалился на брюнета, буквально выплевывая его имя. Наруто, блин. Асми не могла не заметить накалившиеся после возвращения со стороны волны отношения этих двоих. Слишком часто те кидали друг на друга невидимые молнии одними лишь глазами. Их соперничество, кажется, росло в геометрической прогрессии, только терпеть их между усобицей почему-то приходилось Асми и Сакуре, которые, все же, не скупились на крепкие словечки силу, чтобы этих двоих ставить на место. Сакура, конечно же, не решалась говорить что-либо Саске, поэтому эту обязанность Асми героически приняла на себя, находя даже некое удовольствие в том, что может смело одаривать брюнету угрозами, а тот лишь недовольно на нее косясь, молча выслушивал и отступал. Все-таки, в его глазах она, видимо, принадлежности к клану, что всегда казалось Саске чем-то вроде шибки вселенной. Но будучи уверенным в том, что Асми и так прекрасно осведомлен на его мнение на этот счет, он лишь терпеливо молчал на ее выкиды, зная, что меньше всего ему нужны эти перерекания с такой же наглой особой, как и он. Вот и сейчас, после очередной стычки с Узумаки, что закончилась угрозой расправы обоих со стороны Асами, Саске недовольно хмыкнув, поспешил уже удалиться, оставляя раздражающих товарищей позади, не самым вежливым тоном и грубым оскорблением отделавшись от очередного приглашения Харуна на свидание. Вот же кретин, заметив поникшую подругу, процедила Асами, зная, что сравнение, а точнее принижение навыков Сакуры с силой Наруто, для нее, все равно, что втоптать ее в грязь лицом. Если не хуже. Наруто Несан, это твоя девушка? Голос Конохамру, что не так давно присоединился к их компании, подействовал на Сакуру словно красная тряпка на быка. Асами надеялась, что у Наруто хватит мозгов опровергнуть это предположение, но он с удовольствием с ним согласился, обрекнув тем самым себя на жестокую и быструю смерть. Идиот, усмехнул Азиасами, наблюдая, как розоволосый умело раскинул обоих мальчишек по сторонам, отправляя в долгий полет. Потерев место свежей шишки, младший Саруто Бенепишил сдаваться, продолжив одаривать Кунаичи не самыми лестными комментариями и детскими прозвищами. Кунахамару лучше прекрати, искренне предупредил Азиасами, видя как закипает подруга. Тот не остановился, но принялся убегать от настигающей его участи за свои слова в адрес Сакуры. Кунахамару мчался так быстро, что не заметил, как больно врезался во что-то твердое и высокое. Следовавшие за ним Азиасами и остальные тут же остановились, внимательно разглядывая представших перед ними незнакомцев. Надо же, жутко усмехнулся парень в черном костюме, со странным гримом на лице и завернутой в бинты фигурой за спиной. Он ловко обхватил врезавшегося в него мальчика за воротник футболки, медленно поднимая к своему лицу. Кунахамару Наруто беспокоенно подался вперед, найдя вид этих двоих довольно устрашающим. Внимательно рассмотрев парня, а затем стоящую рядом с ним высокую блондинку с двумя хвостиками на голове Азиасами нахмурилась, заметив, как незнакомец берет за шкирку ребенка. В глаза сразу же бросилась эмблема на повязках, что принадлежало деревне скрытого песка, если она не ошиблась в своих знаниях. Почувствовав, что вся эта ситуация не предвещает ничего хорошего, девушка мысленно готовилась к худшему. «Больно же, ты, маленький кусок дерьма», прошипел парень, сильнее сжав пальцы, вцепившись в футболку Конохамыру. «Перестань конкура, нам же потом влетит», вмешалась блондинка, оглядевшись по сторонам. Азиасами поняла, что ситуация набирает сомнительное направление, когда извинение Харуны и слетевшая из губ угрозы Узумаки вызвало у этих двоих лишь усмешку. Она почувствовала, как разгорелось внутри пламя негодования, как только бесячий, разрисованный парень присудил гениным листам многообещающие звания недоносков. Невольно сжав кулаки, она уже приступила к анализированию этих незнакомцев. Чаша терпения стремительно опустошалась, и Азиасами уже знала, что всего лишь словами все это не закончится. Однако, если в ней еще был ум, то у бездомно бросившегося нападать на Рута нет. Оставшись недовольным его словами тем, как тот угрожает Конохамру, блондин с криком налетел на незнакомца. Но стоило тому совершить несколько незамысловатых движений пальцами свободной руки, как Узумаки резко остановился, а тело его уже через секунду невидимой силой отбросило назад. Что? Азиасами осталась неприятно удивлена, что даже не смогла понять, что именно произошло, как он это сделал. Теперь ее легкое любопытство сменило и самым настоящим недоумением. Заметив, что Наруто не единственный, с кем этот парень собирался разобраться, Азиасами напрягло все тело, тут же приступив к концентрированию чакры на ступнях. Стоило тому замахнуться кулаком на Конохамру, как тут же последовал удар, который Конкура совершил по воздуху, так как мальчика в руках больше не оказалось. Он спешно оглянулся, уставившись на резко приземлившуюся на землю шатинку с мальчиком в руках. Ступни ее невесомо опустились на землю, и резко поднявшийся ветер всколыхнул каштановые волосы, позволив разглядеть на ее спине странно знакомую глазную эмблему. «Какого черта?» спросил Конкура, следя за тем, как девушка аккуратно ставит мальчика на землю, а сама разворачивается к нему лицом, смело буравив взглядом. «Разве честно тебе, здоровому парню, приставать к маленькому мальчику, недоносок?» усмехнул Азиасами, мысленно похвалив себя за успешно проделанный трюк по спасению младшего Сарутаби. Учху могла поклясться, что заметила пар, исходящий от закипевшего от злости парня. Нудри его зверина расширились, а кожа приобрела багровый оттенок. Азиасами сменила ухмылку на сосредоточенное, серьезное лицо, зная, что стычки, кажется, не избежать. «Я вам покажу». Он вновь замахнулся рукой, но тут же остановился, когда мелкий камешек ударился об его кисть. Все взгляды метнулись вверх, откуда и полетел предмет. Заметив сидящего на витке близлежащего дерева Саски, подкидывающим в руки камешек Азиасами, лишь закатило глаза, в то время как Сакура на пару с маленькой мэггией издали томный, полный влюбленности, вздох по брюнету. «Выпендрежник». «Эй ты, слезай сюда!» После недолгих выяснений отношений, подозвал конкура, «Я ненавижу таких как-то хвастливых молокососов». Он схватился за обмотанный бинтами предмет, и вытащив его из-за спины и с громким стуком поставив перед собой на землю. Судя по неоднозначной реакции его напарницы вопросом, это нечто было оружием. Азиасами кожи почувствовала, как накалился воздух вокруг. Все пребывали в напряжении, не зная, что друг от друга ожидать. Множество вопросов в голове перемешались, став чем-то единым, что твердило о пагубности того, что вот-вот может начаться. Она сжала кулаки, сильно впившись ноготками в кожу ладоней, стараясь тем самым сохранить последние остатки здравого рассудка, чтобы хоть как-то предотвратить никому ненужную стычку, преимущество в которой еще неизвестно кому принадлежит. Тем временем, бинты спешно развязывались, а мышцы натягивались словно струны. Прекрати, конкура. Чей-то тихий, металлический голос, словно гром среди ясного неба, заставил всех присутствующих вздрогнуть. Внутри у Асами все жалось, и та поспешила перевести растерянный взгляд на того, чье неожиданное появление так сильно ее напугало. Глаза зацепились за силуэт мальчика, что повис на противоположной от саски ветке. Красноголовый парень с татуировкой на лбу безучастно глядел на собравшихся перед собой. Асами заглянула в его бирюзовые глаза, обрамленные заметными, темными кругами. Любовь гласил уроглиф на его лбу, но почему-то у чиха была уверена, что это слово ему не особо подходит. По крайней мере, он производил совершенно противоположные впечатления, взывая к эмоциям, которые сложно назвать светлыми и положительными. «Ты позоришь нашу деревню», вновь отозвался он, прожигая равнодушным взглядом конкура, «прекрати, или я убью тебя». В следующее мгновение, он материализовался уже внизу, обрамленный плавающим по воздуху песком. Конкура заметно сменила свое поведение на более покладистое, стоило этому парню оказаться рядом. Асми сразу же обратила взгляд на огромную тыкву, покоящуюся за его спиной на то, как боятся его эти амбалы. Судя по всему, кем бы они ни были, они постоянно носят с собой свои принадлежности за спиной, готовые в любой момент вступить в бой. Этот факт, замеченный зорким глазом, обосновался где-то в чертогах памяти. Просто на всякий случай. Саски также спрыгнул с ветки, приземлившись неподалеку от Асами. Кажется, что в отличие от нее, этого у чиху таинственный парень заинтересовал. Выслушав его короткое извинение за поведение тех двоих, Саски поспешил узнать его имя, прежде чем он уйдет. Собаку «Но Гара», ответил юноша, вновь развернувшись лицом. «В глазах загорелся опасный огонек, ты меня тоже заинтересовал. Как твое имя?» Учиха Саски. Асами съежилась, почувствовав, как поднялся холодный ветер, разнося по воздуху шелест листвы. Недолгая пауза, последовавшая после ответа Саски, прервалась в тот же момент, когда изумрудные глаза парня метнулись от брюнета к ней. «А твое имя?» Асами с непониманием уставилась на Гару, неожиданно задавшего ей вопрос. Решив не отставать от Саски, она гордо ухмыльнувшись и сложив руки на груди и ответила Учиха Асами. Глаза его слегка сузились, и девушка была уверена, что вновь услышать одну и ту же фамилию Гара не ожидал. Слабо нахмурившись о чем-то ненадолго задумавшись, он вновь отвернулся, намереваясь уйти, но не позволило ему это сделать внезапно заговорившая Сакура, что попросила объяснить чужаков о цели своего присутствия на землях Страна Огня. Экзамен на Чунина. Удивился Наруто, не особо зная, что это значит. Те трое уже скрылись среди домов, оставив генинов листа переваривать произошедшее. «Наруто, ты чего?» поинтересовалась Асами, заметив его поникшее состояние, с грустно опущенное вниз головой. «Неужели я выгляжу слабаком?» едва слышно пробормотал тот, заставив девушку усмехнуться. «В следующий раз думай, прежде чем бездумно нападать», посоветовала ему Асами, переведя взгляд на Саски. Лицо его было невероятно спокойным, лишь с тенью задумчивой улыбки. Она слегка напряглась, гадая, чем вызван столь ярый интерес у Чихи к кому-то вроде него. Ответ сознания пришел незамедлительно, словно это была самая логичная истина, лежащая на поверхности. «Хочешь помериться с силой, Саски?» Внутренне усмехнулась Учиха, и резко перевела взгляд куда-то в сторону, четко ощутив чужое присутствие. Но повернувшись, девушка встретилась лишь с пустотой и слабо заколыхавшимися листьями на витке дерева. Был ли это всего лишь ветер, Асами не была уверена, но сомнения закравшиеся в голову не получили своего развития, ведь девушку тут же подозвала перила небольшого мостика, на котором Хатаки назначил для команды срочный сбор, вглядывалась в водную гладь под глазами, наблюдая за тем, как танцуют на волнах искрящиеся звездочки от прямых солнечных лучей. Свежий ветер наполнял собой легкий разум, помогая ненадолго расчистить мысли от заполнившего их хлама. Стараясь прислушиваться к звукам природы, Асами надеялась не замечать недовольные возгласы Сакура и Наруто, что в очередной раз не могли смириться с привычкой с Инсей к опозданиям. Устало вздохнув от пробравшегося под кожу раздражения, Асами покосила взгляд на стоящего неподалеку молчаливого Саски, что, последовав ее примеру, также развалился на перилах моста, не принимая участия в громком недовольстве товарищей, но и не любое стечением водного канала, оставив его за спиной. Не нужно было иметь телепатических способностей, чтобы знать, о чем так задумался Брюнита, что так нервирует остальных. Недавняя встреча с Ниндзя Пеская сейчас не покидала разгоряченные головы. Асами же, по большей части, было плевать на них, хотя мысли сами невольно возвращались к тем пустым зеленым глазам, от взгляда которых у нее даже холодок по спине прошелся. Девушке даже было сложно поверить, что они были генинами, хотя навыки и силы у тех наверняка превосходят ее. Наверное, все же этот факт задевал больше, чем Асами хотела бы себе в этом признаваться. Благо, мучительные минуты ожидания, едва ли не растянувшиеся в целую вечность, остались позади, когда учитель все же явился на месте встречи, возникнув из-за блака дымки. Простите за опоздание, ребята, непринужденно улыбнулся тот, я немного заблудился. Асами показательно закатило глаза, в очередной раз находя оправдание какаши глупым. Порой в ее голове не укладывалось, как кто-то столь сильный и умный, увлекается сомнительными романами и оправдывает свои опоздания подобными глупостями про старушек или потеря ориентира в жизни. Впрочем, если бы она принимала все близко к сердцу, эти вещи бы ее волновали куда сильнее, но Асами не привыкла лезть в чужой мир и порядок вещей, признав и приняв странности Сенси вместе с его силой. Что это с вами? Заметив еще более задумчивый, чем обычно, взглядучих и слишком нервных узумок из Харуна, поинтересовался мужчина, но и тут же отмахнулся, вспомнив о цели сбора команды, хотя, не важно. Какаши вытащил из-за спины какие-то бумажки, протянув их ученикам. Вы зарекомендованы на сдачу экзамена Чунина Что? Удивилась Асами, бросив беглый взгляд на анкеты в руках учителя. Наруто же проявил больше энтузиазма, бросившись с благодарственными криками на шею мужчине. Тот, еле отцепив от себя блондина, поспешил продолжить. Однако, есть одно но. Он веером распахнул бумагу, показав количество анкет, в экзамене на Чунина участвуют команды максимум по три человека таковы правила. Так как вас четверо, придется решить, кто не станет принимать в нем участие. «Я так понимаю, выбирать придется между мной и Сакурой», тут же отозвалась Асами, озвучив вслух то, что было и так всем очевидно. Она бросила взгляд на задумавшуюся Харуна, пытаясь разобрать ее и свои эмоции по этому поводу. Асамба соврала, сказав, что в ней не появилось эгоистичного и казавшегося слишком очевидным решения в свою пользу. Однако, на свое удивление, она не стала пренебрегать чувствами разволосой. Кажется, только сейчас она осознала, что дружба с Сакурой, начинавшаяся из эгоистичных стремлений и каждая из них, переросла в то, что сейчас вынуждают обеих промолчать, не начиная бессмысленных споров друг с другом. «Сакурачин, ты обязательно должна участвовать», выдвинул свой голос Наруто, мало чем удивив остальных своим решением. Асами даже злиться на него не смогла, зная, что в нем играет симпатия Кхаруна, а не здравый расчет или логика. Переведя взгляд на Саски, от слуга которого ситуация должна проясниться, Асами сама не знала, чего именно ждала. «А ты что думаешь?» и навыки боя лучше, чем у Сакуры. Слегка отвернувшись, произнес Брюнет, скрестив руки на груди. Говорить ему это, видимо, было неловко. Асами расплылась была в самодовольной ухмылке, но стоило ей бросить взгляд на поникшую подругу, как алкое чувство вины охватило ее с головой. Саски Кун прав, вдруг выпрямившись, как можно увереннее кивнула Сакура, отделавшись от былого разочарования, «В таком случае ты должна участвовать». «А я попробую в другой раз». Сакура улыбнулась, но Асами лишь прикусила кончик языка, испытав еще больше вины, вместо логичной радости за себя. Когда она успела стать такой сентиментальной, думать не хотелось, но то, что неприятное чувство искреннего сожаления перед Харуна сдавило легкие, мешая чувству волнительного предвкушения участия охватить ее было точно. Она не хотела, чтобы подруга жертвовала чем-то и отказывалась от подобного шанса из-за нее. Взглянув еще раз на друзей, она повернулась к Сенсио. Но это неправильно. Вдруг начала она, не успев нормально обдумать свои же слова, я имею в виду, странно составлять команду из четырех человек, если в дальнейшем нельзя будет участвовать в подобных мероприятиях полным составом. О какой командной работе может идти речь, если кого-то придется оставить? Она глубоко вздохнула, стараясь совладать путанными эмоциями, если Сакура откажется, то и я тоже. Вы сказали, что три человека максимум, значит, Наруто и Саски могут участвовать и вдвоем. Закончив свою тираду, Асами столкнулась с четырьмя парами удивленных глаз, что кажется не ожидали от нее такой речи. Да она и сама от себя такого не ожидала, а слова об отказе вовсе слетели раньше, чем она успела полностью обдумать свое решение. Однако, у нее не было ощущения, что она сделала что-то неправильно, поэтому старалась держать тот же невозмутимый вид, даже под пристальными и вопросительными взглядами своих товарищей. Асами, ты не должна. Нет, Сакура. Раз уж идти, то до конца, ты же готова пойти на это ради меня, поэтому точка я не могу по-другому. Понятно, неожиданно усмехнулся Хатаки, первым отойдя от охватившего всех шока. Хорошо, ребята, но думаю, в данной ситуации и в таких жертвах нет необходимости. Мужчина потянулся рукой и за спину и вытащил еще одну анкету, вызывая у остальных новую волну шока, заставив и без того большие голубые глаза Асами расшириться в удивлении. Это была небольшая проверка, тут же объяснился Хатаки, заметив, как удивление в глазах Асами сменилось на злобу, я хотел посмотреть, как вы станете действовать в такой ситуации. И снова, вы меня приятно удивили, он протянул листки ученикам, Асами права, вы команда, и забывать об этом нельзя, произнеся последнее, он покосился на двух мальчишек, заставив тех неловко отвернуться, вы все сможете участвовать. Для вас снова сделано исключение. Если решите, то заявление нужно будет принести в академию через шесть дней. Асами уже открыл рот, чтобы высказаться, но заметив это, Хатаки поспешил, быстро попрощавшись, испариться. Она все еще таяла на Сенси и Талику обиды за его выходку, но радость из-за себя и за подругу затмела даже это. Однако, вместо ожидаемого предвкушения, Учиха вновь заметила на лице Сакуры сомнение, и неуверенность в глазах, которыми она прожигала, сжимая мои в руках заявления. Когда Саски и Наруто, довольные предложенным, ушли каждый в свою сторону, Асами не спешила оставлять Сакуру одну, все еще видя ее метание по поводу своего участия. Но, обратилась она «Что ты решила?» «А ты?» Учиха слегка удивилась моментальному встречному вопросу и почему-то тут же засомневалась в своем решении. Опустив задумчивый взгляд на свое заявление, она слегка сжала пальцами листок. «Я хочу участвовать», заговорила она непривычно осипшим голосом, «И у меня тоже есть сомнения, но если точка если я позволю им взять над собой верх, то я никогда не продвинусь вперед». Сказав это словно самой себе Асами не заметила, как вызвала улыбку у Сакуры. Та вглядывалась в задумчивый профиль Учихи и в очередной раз для себя поразилась силой духа и мудрости своей подруги, на которую она всегда втайне равнялась, совершенно не подозревая, что Асами делала то же самое по отношению к ней. Их дружба была странной и непонятной даже им, но имела куда больше значения, чем можно было бы предположить изначально. «Мы справимся, Асами!» неожиданно бодро отозвалась Сакура, взметнув кулачок перед лицом, «Мы же не можем проиграть мальчишкам!» Учиха подняла взгляд на Сакуру, слегка удивившись ее внезапной и довольно резкой смене настроения, но энтузиазм, что сочился из розоволоса и невольно передался ей самой. «Охо!» Подхватив ее тон, кивнула Асами, «Мы всех уделаем!» Асами просидела дома до вечера за ней никаких других дел. Несмотря на непереносимость и едкое ощущение одиночества, иногда побыть с собой наедине ей казалось чем-то необходимым, даже если в такие моменты мысли порой ранили сильнее, чем полученные в бою раны. Она любила думать, анализировать, находя в этом отражение своей сущности и оправданиями имени Учиха, что славились своим острым умом и умением просчитать врага. Вот и сейчас, она пролежала на кровати до самого вечера, обдумывая сегодняшний день и приближающийся экзамен, пока отчаянно застанавший желудок не оповестил хозяйку о неохватке пищи, которая последний раз подала туда лишь утром. Хоть мозг и отказывался ее принимать, весь остальной организм ломил от неохватки питательных веществ. Лениво поднявшись с кровати, девушка направилась к холодильнику, разочаровавшись в пустоте, которую в нем обнаружила. Дома не осталось продуктов, и прежде чем отправиться в магазин, Учиха решила выпить воды, чтобы убрать неприятную сухость во рту. Рука потянулась к наполненному ранней стакану воды, но тут же отдернулась назад, когда жидкость в нем вдруг колыхнулась, будто бы готова сбежать. Асме показалось, что она буквально почувствовала вибрации воды, словно содержимое стакана отозвалось на протянутую ладоньку на яче. Отдернувшись, она так и замерла на пару секунд, прожигая емкость недоверчивым взглядом. Когда рука вновь неуверенно потянулась к стакану, взять его в руки Асме почему-то так и не решилась, стараясь найти объяснение этой странности. Кажется, мозг отчаянно нуждался в проветривании, ведь уже начал сходить с ума, выдавая сознанию странные иллюзии. Ей нужен свежий воздух. Так и не притронувшись к стакану, девушка поспешила надеть обувь и выйти из одинокой квартирки, позволив прохладному, вечернему воздуху наполнить легкие. На улице уже стемнело, но людей от этого меньше не стало. Многочисленные лавки зажгли свои огни, призывно разложив различные вкусности на прилавках. Понимая необходимость закупки продуктов, Асме старалась игнорировать витающие в воздухе ароматы, из-за которых желудок сворачивался в жалкий комок. Дорога до ближайшего магазина вдруг стала невероятно долгой и сложной, ведь проходить мимо всех этих красочных лавок на очередной ярмарке Асме уже почти обрадовалась своей победе, видя мигающую среди прочих огней табличку круглосуточного продуктового. Однако, всего в нескольких метрах от него расположилась лавка, продающая сладости. Резко остановившись на полпути к победе над своим мимолетным желанием съесть нечто такое вместо нормальных продуктов, что и по цене окажется дешевле и по пользе намного здоровее, Асме позволила себе мимолетный взгляд на разложившиеся на прилавке манящие пирожные и сладости. Осознав, что собственная выдержка рухнула при одном лишь виде всех этих крымов и ярких, приторных цветов, она, позорно приняв свое поражение, направилась на встречу с приятными минутами и дальнейшими последствиями своей слишком сильной любви к сладкому. Расправившись с последней палочкой данного, Учха оглянулась. Вокруг не было ни души, лишь спящая природа и ночная тишина, слабо освещаемая одним единственным тусклым фонарем. Она специально забрела сюда, не желая быть окруженной посторонними глазами во время своей трапезы. Возможно, это странно, но свою любовь к сладостям она считала чем-то настолько сокровенным и личным, что скрывала ото всех, позволяя себе насладиться приторным вкусом любимых лакомств только наедине с собой. Асми высоко ставила свое личное пространство и предпочтение, поэтому с трудом посвящала других в него, не раскрывая себе подобных деталей своей жизни, как нездоровая любовь к сладкому. Закончив со своим ужином, Учиха поднялась со скамейки, бросив пустые упаковки в блистающую урну. Пройдя немного по дорожке вглубь темноты, куда не доходил свет фонаря, Асми направилась к дому. Спустя несколько метров она резко остановилась. В следующую же секунду в воздух полетели брошенные ее сюрикены. Учиха слишком четко уловила чужую чакру поблизости, что преследовала ее аж со скамейки. Отправленная куда-то за спину, в одну из дальних деревьев оружие заставило показаться того, кто нарушил ее покой. Неизвестный приземлился перед развернувшейся шатенкой, но разглядеть его лучше в кромешной тьме не получалось. Довольствуясь лишь слабо выделяющимся силуэтом, что кажется, указывал на несколько объемную форму и шляпу, Асми лишь сильнее нахмурилась. «Ты меня заметила!» «Впечатляет!» произнес тут двоившимся голосом. «Кто ты и что тебе нужно?» «Все, что мне нужно, это...» Тот молниеносно оказался за ее спиной с кунаем в руках, носами, чудом успев среагировать, круто развернулась и ударила его ногой по голове, заставив впечататься в землю. Сразу же подпрыгнув вверх, пользуясь возможностью, девушка с удивительной точностью бросила в того охапку кунаев, буквально прибив за одежду к земле. Ловушка, что некогда была использована против нее же, успешно сработала. А теперь поговорим, приземлившись напротив его лица, скрытого шляпой, притворно-дружелюбно проговорила Асами. Это еще не... Но успел он договорить, как очаха резко вытянула в сторону руку, рассекая кунаем теневого клона, что приближался к ней со спины. Даже не шелохнувшись, она не отрывала внимательного взгляда от плененного перед глазами. Кажется, ты готова к экзамену. Задумчиво протянул тот, сделав для себя определенные выводы. Брошенные им фразы ошарашило у Чеху, поставив замешательство. Что? Не успела она толком переварить услышанное, как заложник тут же испарился, оставив после себя лишь кусок бревна. Девушка тут же оглянулась по сторонам, но осознав, что никого больше поблизости нету, протяжно вздохнула. И что это, черт возьми, было? Какаши сидел на крыше, свесив с нее ноги и задумчиво глядя на луну. Тишина, царившая вокруг, прервалась лишь его вопросом, что он озвучил появившемуся за спиной Шинобе. Ну как они? Для предварительного экзамена очень неплохо, ответил тот, все заявленные новички прошли. Сложив рукой односложную печать, мужчина вернулся в свой настоящий облик и уже своим голосом продолжил, как вы и говорили, какашисон, их способности заметно возросли. Ну, этого еще недостаточно для настоящего экзамена на Чунина, не так ли? Протянул Хатаки, вновь подняв глаза на сверкающие дисклуны. И все же, возразила рука, но решил слегка перевести тему, как вы и предполагали, у Асами развиты способности Сенсора, но, кажется, она не особо отдает себе в этом отчета. Тем не менее, ей удалось без труда определить мое местоположение, когда я перестал скрывать свою чакру. Значит, начали проявляться ее способности, унаследованные не только Полинеучиха, все же развернувшись к собеседнику, уже строже заметил какаши. Затронутая тема была довольно щепетильной, как и в целом, тема всей его команды. Седьмая команда отряд из четырех человек, трое из которых сироты со сложными судьбами, двое из них еще и учихи. Ребята много раз задавались вопросом, почему их команда отличается от других, совсем не подозревая, что их главная особенность заключается далеко не численности, а в том, что таится глубоко внутри, хранясь за сотни запретов на разговоры и множеством секретов деревни. Не сейчас, продолжил какаши, слегка потянув затекшую спину, но потом, она начнет задаваться вопросами, если ее способности и дальше начнут себя проявлять. А в случае, если она пробудит шаринган, то разницу между чистокровным и мучхой ей сложно будет игнорировать. Тем не менее, как третий и говорил, сейчас рано делать какие-либо выводы и спешить с решениями. Какаши едва заметно свел брови к переносице, лишь из-за своей неприязни к подобным секретам и тайнам. У этих детей, что отдано ему на наставничество, и так сложная судьба, а то, что ожидает их в дальнейшем и вовсе нарычит сломить их. Хатаки помнил, что его задача как раз состояла в том, чтобы направить их на верный путь, но делать это со связанными руками, скрывая кучу тайн, было действительно трудно. Понимая всю ответственность, он не мог игнорировать странное предчувствие внутри, что предстоящий экзамен принесет за собой определенные последствия, но он искренне надеялся, что они будут лишь в пользу его учеников. Сакура, скорее, подозвала опаздывающую подругу Асами, надеясь увидеть в ее глазах тот же энтузиазм, что был несколько дней назад. Сегодня начала экзамены, и дожидаясь розового сухого входа в Академию Асами уже успела тысячу раз подумать, что подруга все же решила отказаться от участия, но увидев ее приближающуюся светлую макушку, облегченно вздохнула. — Сакурачин, ты опаздываешь! — отозвался блондин. — Да, простите, оглядев товарищей, вяло произнесла Харуна, «Привет, Саски!» — «Привет!» Асами окинула взглядом обоих, отметив про себя не самое лучшее настроение Харуна, кажется, также заметившего это Саски. От проницательных учих не скрыть то, что пыталась спрятать за натянутой улыбкой разволосая, но выдержав небольшую паузу, ребята все же вошли в здание Академии. Когда оба юноши прошли вперед, Асами залокоть остановила подруга, вызвав в ней логичное замешательство, читаемое во взгляде. — Ты чего? — Где твой былой запал? — Сакура, нужно быть увереннее в себе, словно отчитывая, проговорила Шатенко, заглядывая в зеленые глаза. — Я знаю, все со мной в порядке, кивнула Сакура максимально уверенным и решительным тоном. Асами еще какое-то время испепеляла подругу взглядом, не спеша завершить разговор. Не найдя в ее глазах той же уверенности, в которой девушка пыталась убедить Учиху, она решила, что давить на нее своими наказами сейчас будет лишним, поэтому выдохнув, отпустила. К тому же, странно было требовать от нее того, чем не могла похвастаться сама Асами. Конечно же, она ни за что не признается никому, что несколько раз успела поменять свое решение не только за последние дни, но и за сегодняшнее утро. Голос на задней стенке создания вновь и вновь заставлял сомневаться в правильности этой затеи. Иногда Учихе даже казалось, что у нее произошло раздвоение личности, и каждый день ей приходится вести с собой борьбу. Это утомляло и так вечно загруженный мозг, что наверняка отразилось в мешках под глазами из-за недосыпа. Асами долго не могла замкнуть глаз, вновь и вновь перебирая все аргументы за и против своего участия. Однако, если раньше ей всегда приходилось отвечать лишь перед собой, сейчас ее переживания были связаны с желанием не подводить команду. А от этого было только тяжелее. Вздохнув собственным мыслям, Асами решила, что пора уже встретиться лицом к лицу с этой пугающей неизвестностью, ведь разворачиваться сейчас уже все равно поздно. Тогда идем, Сакура, проговорила та, обгоняя подруга, покажем, чего мы стоим. Двигаясь по знакомым коридорам лестничным пролетом, казалось бы, еще недавно, но вместе с тем и давно законченной академии, команда Кокаши наткнулась на толпу ребят, окруживших собой дверь, которую будто бы охраняли двое, кажется, что были старше остальных. Понаблюдав за развернувшимся действием, ребята увидели, как эти двое парней сначала оттолкнули странного юношу в зеленом костюме, что старался пройти напролом, а за ним и девочку, как Асами отметила, с забавными гульками на голове. Оба получили по синяку, и в этот же момент Генины решили вмешаться, ближе подойдя к толпе. Мы тоже были такими же, как и вы, словно насмехаясь, проговорил один из них, экзамен на Чунина непрост. Мы просто стараемся объяснить вам, что вы не сдадите, разве не ясно? Подхватил второй охранник. Думаю, это уже нам решать. Своими словами, Асами завоевала всеобщее внимание, но в глазах не осталось и следа от былой неуверенности, что еще несколько минут назад разъедала ее изнутри. Что-то в ней всегда старалось доказать обратное тем, кто недооценивал их оттенку, поэтому и сейчас удержать своего замечания она не смогла. И кого вы пытаетесь обмануть? Асами взглянула на рядом стоящего Саски, и слабо кивнув, как бы передала слово ему, зная, что он не менее наблюдательный, чем она. Сакура, обратился он к розоволосой, что поникшее стояло слегка позади, ты ведь тоже это заметила? Ты же всегда различаешь иллюзии, да? Та подняла удивленные глаза и мысленно поблагодарив друзей за такую поддержку, уверенно кивнула. Оха! Гинджусу! Мы находимся на втором этаже, а тут табличка на двери с номером 301. О чем они говорят? Послышалась из толпы, я не знаю, двое амболов, преградивших собой проход, заметно напряглись, но так просто сдаваться не собирались. Табличка изменила свой вид, поменяв номер кабинета на правильную цифру. Так вы заметили? Довольно слабый трюк, уверенно отозвался Саски, испытав приятное чувство превосходства своей команды над собравшимися здесь зеваками. Хотя, в том, что Узумаки также без труда распознал гинджусу, он не был уверен. Хм, а плохо, парень справа хитро посмотрел на брюнета, что стоял напротив него, но это еще не все. Юноша направил свой удар голенью на Учиху, и тот, среагировав, приготовился блокировать ударом своей же ноги. Вдруг, не успевшую начаться бойню остановил тот самый парень в зеленом. Асми едва ли не вздрогнула от неожиданности, поразившись скорости, с которой он тут оказался и силей, что понадобилось ему, чтобы без труда всего лишь рукой остановить удар ноги Саски. Сейчас, она смогла внимательнее его рассмотреть. Старомодная стрижка, забавно широкие брови и странный зеленый костюм, никак не сходились с образом того, что только что предстало перед ее глазами. Разглядывая брюнета, Асми застрила внимание на его перевязанных бинтами руках. Ей стало интересно, была ли эта чакра, которую он, возможно, концентрировал в ладонях. Эй, а как же наш план? Из толпы показался еще один парень с длинными темными волосами и странными, почти белыми глазами, идущий на пару с той девочкой с пучками. Судя по всему, они были все из одной команды. Асми нахмурилась, найдя его не менее странным, чем тот брюнет. Заметив, что полученные ранее синяки на их щеках исчезли, она лишь подтвердила свою догадку о том, что все они лишь притворялись дурачками, что повелись на ту уловку. «Ты ведь сам говорил, что мы не должны привлекать к себе внимание», продолжил тот, обращаясь к своему товарищу. Да, вздохнул брюнет в зеленом и резко перевел изучающий взгляд на Асами. Ей, почему-то, это не понравилось, из-за чего девушка заметно напряглась, пристально наблюдая за его приближающейся к ней фигурой. Уверенно обойдя сначала друга, а затем у Саски, он остановился почти вплотную подойдя к ней, из-за чего чиха попятилась назад, тут же отшагивая. «Меня зовут Рокли». Четко разделяя каждое слово, громко произнес брюнет, «А тебя?» Асами в удивление вскинула брови, опишев от подобного внимания к ее персоне со стороны нового знакомого. Асами безучастно ответила та, не находя знакомства особо «Давай будем встречаться!» «Я обещаю, что всегда буду защищать тебя ценой своей жизни!» Теперь удивление спутанное с недоумением, кажется, достигло своего пика. Брюнет, сверкнув своей белоснежной улыбкой, скинул большой палец вверх, в то время как Асами продолжала с плохо скрываемым презрением глядеть на него. Вся эта ситуация, принявшая слишком неожиданный для нее поворот, едва ли не вызвала у нее смех. «Нет, наконец выдавила шатенко, осознав, что ее молчание затянулось. Со стороны послышалась довольная усмешка Наруто, в то время как Лина этот ответ мгновенно паник, вяло опустив голову. Такой чувствительности от него Асами тоже не ожидала, поэтому поспешила перевести тему, опустив глаза на его руки, но у тебя должно быть сильное тай-джутсу. Ты концентрируешь в руках чакру». Асами на мгновение задумалась, вглядываясь в его ладони, хотя, кажется, дело не в этом. Брюнет, пораженный ее заинтересованностью, тут же взбодрился, даже немного покраснев от слов, что произнесла Асами. Хоть она и не рассчитывала, что ее расспросы будут восприняты как комплимент, Ли заметно засиял, однако не успел он что-либо ответить, как чужой вопрос его опередил. «Как ты это определила?» Вновь вернув взгляд на парня с показавшимися заметив его не самый добродушный взгляд. Почему-то он тут же вызвал в ней неприязнь, ведь она буквально чувствовала сочившееся из него самодовольство. Будучи очхой, девушка такие вещи нутром чует. Просто предположила, натянута улыбнувшись, поспешила ответить Асами, вызвав в нем недовольство, отразившегося в нахмурившемся тонких бровях. «Ты», он повернулся к Саске, не желая больше тратить время на девчонку, как твое имя. «Прежде чем спрашивать у Кагата имя, нужно представиться самому», ответил Саске, также проведя мысленный анализ парня перед собой. «Ты ведь новичок? Он не стал следовать его замечанию, сколько тебе лет?» «Я не собираюсь отвечать на твои вопросы», пояснила Чхо, закинув руки в карманы и игнорируя недоумение брюнета. Асами усмехнулась, наблюдая за этой картиной, а потом перевела взгляд на поникшего Наруто и без стеснений разглядывающего ее Ли. Осознав, что делать им тут больше нечего, она, кивнув Сакуре, поспешила удалиться. Схватив блондина за запястье, в то время как Сакура сделала то же самое с Саске, обе потащили мальчишек за собой. «Не расстраивайся, Наруто», попыталась слегка взбодрить Тавасами, пока вела его вглубь коридора к лестницам. Бросив последний взгляд на тех ребят, что продолжали сверлить их глазами. Она развернулась, надеясь пересекаться с этой неприятной компанией как можно меньше. «Идем, Саске-кун!» «Не надо меня тащить, Сакура!» Неджи вглядывался в спину удаляющихся новичков и, зацепившись взглядом за эмблему клана Учхо на синей футболке брюнета, скрестил руки на груди и, задумчиво хмыльнувшись. «Значит, Саске. Учхо Саске!» Взор глаз Хьюги метнулся к Асами, что спешно убегала, втягивая за собой блондина. Переваливающиеся из стороны в сторону коричневые пряди не сразу позволили разглядеть такую же эмблему на ее спине. «Так он Учхо?» Вдруг спросила Тентин, также заметив знак клана у показавшегося ей симпатичным брюнета, но я слышала, что у Чих было двое в команде Кукаши и Хатаки. А сам Исан вмешался Ли, устремив взгляд туда же, у нее тот же герб на спине. «Брат и сестра?» удивилась Тентин. «Вряд ли», возразил Хьюга, «они совсем не похожи на близких родственников». Неджиба соврал, сказав, что не заметил ярко выделяющиеся на фоне загорелой кожи светло-голубые глаза Асами. Ее внешние черты мало походили на привычные у Чиховские, но знак гордо дразнящий взгляд на ее спине не позволил предположить нечто иное. Оба являлись теми самыми выжившими из некогда великого клана, и от этого осознание Неджи становилось лишь интереснее. Преодолевая очередной зал на пути к нужному кабинету, Асами пришлось выслушать с недовольства Узумаки по поводу того, что никто не интересуется его именем. Стоило его как-то взбодрить и подержать, но сама она невольно погрузилась в раздумья о том, сколько сильных Неджи собралось на этом экзамене, что заметно усложнило для нее всю эту ситуацию. В отличие от того же довольно ухмыляющегося Саски, такое обилие сильных противников не показалось ей особо привлекательным. Теперь, желание спутанное с небольшим, но вполне ощутимым страхом, заполнило собой грудную клетку. Экзамен еще не начался, но ей уже многое не понравилось. Причин для этого у нее прибавилось в ту же секунду, когда их вновь окликнул Рокли. Асами закатило глаза, шумно вздыхая, осознав, что тактика не вижу и не слышу, против такого настойчивого парня не особо это срабатывает, ведь даже говоря о чем-то с Саски, он умудрялся продолжать свои попытки флиртвить с ней. Из всех генинов листа, я самый сильный, всего одна уверенная фраза Рокли, и в глазах Саски вспыхнул азарт. Хорошо, я сражусь с тобой. Нам нужно быть на пункте регистрации через полчаса, строго отозвалась Асами, надеясь, что Учхо одумается и откажется от бессмысленной драки. Не беспокойся, усмехнулся тот, я справлюсь за пять минут. А беспокоиться все же стоило, ведь через эти же пять минут, о которых говорил Саски, он уже получил от Ли, причем не один раз. Способности парня в зеленом костюме действительно оказались впечатляющими, и как Асами предположила ранее, его тай-джутсу было очень сильным настолько, что Саски, даже владея Шаринганом, ни разу не смог увернуться или успеть за противником. Внимательно следя за боем, Асами старалась привести в чувство Наруто, отрубившегося от ранее полученного им удара Роккали, но все свои внимания она все же перевела на разразившийся бой то, что говорил бравастый Брюнит. Даже если твой Шаринган может видеть мое движение, тело не сможет успеть за моим предельным тай-джутсу, пояснил тот, ожидая, когда Саски поднимется после очередного удара, сильный Шин обеделится на два типа гениев с рождения и тех, кто добивался всего упорным трудом. Саски вновь поднялся с пола, яростно направился к Ли, но снова он не успел за ним и встретился лицом с его пяткой. Ты относишься к первому типу, так как в тебе течет кровь легендарного клана Учха, а я ко второму типу. И сейчас, он вновь ударил Саски по лицу, отчего тот взлетел в воздух. Саски Кун взволнованно воскликнула Сакура, наблюдая за происходящим. Рок Лимигом оказался за его спиной в воздухе и начал развязывать бинты на руке. И сейчас, я докажу, что труд побеждает талант. Асми напрягалась, осознав, что ли что-то замышляет, и судя по всему это очень плохо отразится на Саске, победа которому в этом поединке явно не достанется. Мало того, что она изначально испытывала к нему не самые приятные чувства, так слова о гениях и крови и вовсе выводили из себя. Не заметив, что блондин уже очнулся, в немом изумлении наблюдая за приближающимся фатальным прогрошем Саски, Асми поднесла руку к повязанному на ноги футляру, но не успела она вытащить из него кунной, как движения были остановлены кем-то другим. Асми была готова поклясться, что у нее заболели от увиденного глаза, когда перед ними предстал высокий мужчина в таком же обтягивающем зеленом костюме и с теми же, еще более широкими бровями и сомнительной стрижкой. Ли мгновенно изменился в поведении перед возникшим из ниоткуда сенсием, заставив образ крутого и невозмутимого парня, которому он успел себя зарекомендовать, мгновенно улетучиться. На коленях, извиняясь за бездумно брошенный им вызов, он получил от мужчины в лицо. Это заставило и без того распахнутые в удивлении рты команда Кокоши коснуться пола под ногами. А челюсти вовсе сломаться, когда его учитель, сразу же после, принялся со слезами перед ним извиняться. Все это походило на хорошо сыгранный спектакль, показывающий жизнь сумасшедших, ведь признавать, что они все это делают и говорят всерьез, здравый рассудок отказывался. А поверить то, что Саски проиграл кому-то, вроде него и вовсе сейчас казалось невозможным и абсурдным. Закончив свои непонятные эмоциональные разговоры учителя и ученика, мужчина в зеленом кинул задумчивый взгляд на уставившихся на него ребят. Эй, как там делал Кокоши Сенси? Вы его знаете? Удивилась Асами внезапному вопросу со стороны эксцентричного Сенси. Знаю. Мы с ним вечные соперники. Если ему не показалось, то он услышал, как челюсти этих детей вновь столкнулись с полом от изумления. Что? Эй, вы! Гай Сенси настоящий! Начал возмущаться и защищать своего учителя Рок Ли, как мужчина его тут же остановил. Успокойся, Ли. Поступки говорят громче, чем слово. Не успела команда что-либо сообразить, как мужчина оказался прямо позади учеников Кокаши. Переведя на него запоздалый взгляд, Асами мигом изменилась в лице, позволив удивлению смениться на любопытство. Он оказался быстр, что мало удивительно после того, что удалось увидеть Ули, но поверить его словам о соперничестве с Хатакей Кокаши все еще было тяжеловато. Мой счет 50 побед, 49 поражений, произнес Гай из-за спины Генинов, я хочу сказать, что я сильнее, чем Кокаши. Мозг отчаянно тому сопротивлялся, но отрицать факт того, что его слова не были похожи на пустой блеф, было нельзя. Ребята даже начали подозревать, что он мало походит на обычного человека, что вызвало лишь новые вопросы по поводу действительности происходящего. Усмехнувшись реакцией детей, Гай сбил к умной, которым прибил бинты ученика к стене, позволив тому вновь обвязать их вокруг пальцев. Наблюдавшая за этим действием, Асами не упустила из виду многочисленные зажившие совсем свежие шрамы и мозоли на руках брюнета, свидетельствующие о долгих и изнурительных тренировках. Мысленно проведя параллель с собой, она лишь в очередной раз нашла опровержение ранее сказанным словам Роккали. «Ты относишься к гениям, потому что в тебе течет кровь великого клана Учхо». Асами не могла говорить о Саске, но про себя она знала точно звание гения никак не было к ней привязано, как и слово талант. Люди могли назвать ее успехи как угодно и находить этому любые причины, будь то удачи, и имели кровь, кипящая в жилах. Асами же видел лишь одно объяснение своим успехом непосильный труд. В семье отец считал ее разочарованием тем, кто никогда не добьется поставленных высокой планкой клана Учхо-Высот. У Асами не было таланта и вряд ли когда-нибудь будет, ведь Шаринган, как часто ей любил напоминать отец, редкое явление среди слабого пола. Ей приходилось сквозь пот кровь и слезы добиваться от отца самого родного и единственного близкого человека хоть каплю признания. Поэтому, слово ли так ее разозлили. Если он делил мир на черное и белое, то она блуждала где-то посередине, стараясь балансировать между великой кровью и непосильными для нее высотами. Саски Кон внезапно обратился ли к брюнету, прежде чем уйти, я хочу еще кое-что сказать. По правде говоря, я пришел сюда проверить свои силы. Я солгал, и он виноват и склонил голову, на самом деле, самый сильный генен листа мой товарищ по команде. В сознании тут же возник образ длинноволосого брюнета с теми, чертовски пустыми, белыми глазами, что за первые две минуты знакомства успел пропитать воздух своим возвышенным эго. Асми усмехнулась, осознав, что кажется его самодовольство не было раздуто на пустом самомнении. Он действительно обладал силой, раз даже ли признает его лучшим. Я пришел на экзамен, чтобы победить его, но и ты теперь являешься моей целью. Будь готов, Саски-кун. Ловко прыгнув на открытую часть верхнего этажа, Ли скрылся, оставив Саски и остальных переваривать ранее им сказанное. Асми всеми фибрами чувствовала переполнявшую Саски злость, что с силой сжимал кулаки, заставляя кожу на костяшках побелеть. Не одна она пропиталась сомнениями по поводу всего этого экзамена, а проигрыш Року Ли, наверняка, знатно пошатнул былую уверенность Саски в своих силах. Саски-кун. Переживая за состояние юноши, взволнованно прошептала Сакура. Зеленые глаза наполнились искренним беспокойством, а ладонь, сжавшись в кулачок, прижалась к груди. Тишина провисла между генинами листа, заставив каждого погрузиться в свои не самые оптимистичные размышления. Но видимо, Наруто не особо пропитался теми чувствами, что сейчас охватили товарищей, раз не стыдясь, решил воспользоваться шансом лишний раз нажать Саски на больное. Что же получается, клан Учиха не такой крутой? Прекрати, строго приказала Асами, зная, как плохо закончится для узумки развития этой темы. Заткнись, процедил Саски, непривычно стальным тоном. Все его тело мелко дрожало, от разразившейся внутри яростной бури, в следующий раз я его завалю. Несмотря на то, что сейчас проиграл ему в сухую, не унимался Наруто, на что вновь получил коризненный острый взгляд от Асами. «Вы оба прекратите!» Вмешалась Сакура, слегка дрожа голосом. «Вы видели его руки?» Продолжал Наруто с явным вызовом в голосе, он наверняка тренируется как сумасшедший. Асами глубоко вздохнула, стараясь совладать со своими эмоциями. Видя, как трещит по швам недавняя сплоченность команды, она отбросив собственное метание, поспешила разрядить ситуацию. «Но это не значит, что он непобедим. Это значит, что он достойный соперник. Да, Саски!» «Ну же! Я же знаю, что ты не станешь так просто сдаваться!» Хоть Брюнит стоял к ним спиной, от взгляда Кунаичи не ускользнуло то, как расслабилось и выпрямилось его тело. «Да, наконец-то» ответил тот, более расслабленным голосом, и повернулся к товарищам лицом, что выражало лишь нескрытый азарт и желание победить, экзамен, похоже, будет веселым. Остальные трое улыбнулись, заразившись настроем саски. «Это точно», подтвердил Наруто. «Ага», кивнула Сакура. «Ну, тогда вперед», усмехнулась Асами, посмотрев на товарищей. «Да». Теперь она поняла, что пока рядом команда, пока есть, кто защитит ее и кого защитит она, у нее хватит силы противостоять другим. С каждой новой ступенькой, что привела бы их на нужный этаж к кабинету, с которого все и начнется, Асами ощущала, как ломится внутри ее недавняя уверенность и смелость. Пожалуй, она волновалась даже больше, чем думала изначально. Стук шагов по полуэхом зазвучал в голове, сливаясь в один гулкий звон. Что-то внутри затрепетало, неприятно скребя по легким. Почему она так боялась? Всего одна дверь небольшой рубеж и начнется то, к чему может девушка и была готова физически, но моральной уверенности в этом не было. В очередной раз в голове повисли сомнения. Асамиаш нахмурилась, стараясь отогнать навязчивые мысли, и взглянула на спины товарищей, идущих слегка впереди. Словно издалека смотря на них, она вдруг почувствовала, как буря в голове затихает, а покалывание внутри сходит на нет. Вот оно пока не рядом, ей ничего не страшно. Пока у нее есть поддержка, которой ей недоставало всю жизнь, она не сдастся. Вдох. Выдох. Асами, не заметив как остановилась посреди лестницы, поспешила нагнать друзей. Стоило подойти к той самой двери, как перед глазами предстал сам хатаки кукаши собственной персоной. Асами бы соврала, сказав, что глубоко внутри не обрадовалась его встреча в столь ответственный момент. Ведь, каким-то образом, он всегда умел сказать нужные слова, и лишь одной улыбкой, скрытой под тканью маски, мог селить уверенность и спокойствие. «Я рад, что вы все пришли», глядев учеников, что явились в полном составе, произнес Джанин, и даже приятно удивлен. «Мы ведь не могли иначе», ответила Сакура, зная, что другие считают так же. «Я должен предупредить, что вы единственная команда с большей численностью, чем у остальных. Это дает вам преимущество, но в той же мере, и усложнит вам прохождение этапов. Будьте готовы». Ребята кивнули, почти в унисон вздохнув. На какое-то мгновение они вовсе позабыли об этой мелочи, что являло собой разницу в численности в одного человека. Это ощущалось уже настолько естественно, словно все четверо не могли бы обойтись друг без друга, и мысль оставить Кагото сейчас казалась полным абсурдом. Ну, выдохнул Сенси, Наруто, Саски, Сакура, Асами, вставляя паузу после каждого имени, произнес учитель, «Я рад, что именно вы представляете мою команду. Вы молодцы!» Этими словами, он словно передал ребятам ту непревзойденную расслабленность и уверенность, которую всегда излучил сам. Асами могла честно признаться, что он один из немногих людей, кем она могла восхищаться. Столько было пережито за все это время, которое он был их учителем, что вспомнить сложно. Но сколько бы трудных ситуаций ни происходило с ними, она всегда знала, что рядом есть тот, кто защитит, всегда будет на твоей стороне и поддержит. Она даже когда-то раздумывала, что Сенси Асами видела все то, что когда-то хотела увидеть в отце, воспоминания о котором до сих пор отзываются для нее болезненными импульсами внутри. Теперь можете приступать, экзамен скоро начнется, как Аши отошел от входа, позволив ученикам смело распахнуть двенери аудитории. Войдя внутрь, новички тут же приковали к себе сотни пар любопытных глаз. С первых же минут пребывания внутри, Асами кожа почувствовала напряженную атмосферу и соперничество, повисшее в воздухе. Сотни пар глаз, в каждых из которых пылает опасная жажда победы и готовность рвать ее любой ценой. Асами не могла не заметить, что много людей там были намного старше их самих и наверняка намного опытнее. Из глубины аудитории послышали стихи насмешки и недовольные цоканьи. Пару минут нахождения в такой атмосфере и естественным образом дух соперничества проникает в тебя, словно цепная реакция. Оглядывая глазами присутствующих вместо былого страха, Асами вдруг испытала самый настоящий азарт и трепетную интригу перед состязаниями. Она никогда не была той, кто так просто позволит страху рулить созданием, а слабости взять над собой верх. Она могла сомневаться, но в конечном итоге всегда добивалась своего. Девушка множество раз доказывала себе и остальным, что проигрывать не в ее крови, а сдаваться тем более. От осознания приближающихся испытаний, Асами вдруг задумчиво хмыльнулась. Кровь в венах закипела, а ладони запылали жаром. Казалось, что еще немного, и девушка просто загорится ярким пламенем, которое уже разгорелось внутри. Гордо выпрямив спину и с вызовом взглянув на толпу, она словно мысленно встала со всеми присутствующими на одну ступень. «Как рада тебя видеть!» Напряженную тишину нарушил звонки голоса на, что, появившись изнеоткуда, тут же повисла на шее брюнета. Фиолетовая форма и длинные светлые волосы действовали на сокуру словно красная тряпка на быка. Та, тут же позабыв о недавнем волнении, устремила свой разгневанный взгляд на нагло прижимающуюся к саске девушку. «Ина свинина! Ты что творишь?» «А и ты здесь, лобастая!» едко отозвалась блондинка. «Удивительно, как я сразу не заметила твой широкий лоб». «Ина, скрестив руки на груди, пригрозила Асами, не начинай, пожалуйста». Как Асами и рассчитывала, Ямана-ка тут же, недовольно фыркнув, замолчала, но испытывать взглядом мочиху все равно продолжала. Да, когда-то они могли общаться, но было это очень давно, а назвать это дружбой язык не поворачивался. Уже в то время девочки думали лишь о Саске, поэтому желая быть каким-то образом ближе к нему, многие начинали общение с еще одной Учхой. Этот факт Асами не задевал, ей по правде во многом было все равно. Но если с Сакурой их общение зашло дальше и превратилось в дружбу, которая уже была проверена не раз, то ветреную блондинку терпеть она уже не могла. А их припирание с Хару наивовсе часто действовали на нервы. Надо же, вы тоже пришли сдавать этот дурацкий экзамен? Лениво произнес Шакамару, подходя к компании ребят. Руки как всегда покоились в карманах, взгляд не выражал ничего, кроме желания это спаться, а непослушные волосы так и были собраны в хвост. Асами мысленно переносилось воспоминание об Академии лишь при одном виде бывших одноклассников. Даже Чоджи не изменял своим давнишним привычкам, плетясь за брюнетом с пачкой чипсов в руках. Не ожидал и тебя здесь увидеть, Шакамару, улыбнулась Асами, зная насколько ленив Нарой и как остерегался подобных вещей, отмахиваясь от любой ненужной ему активности. Ух, вас тоже утвердили. До компании добрался Киба, которого Асами мысленно запомнила собачникам, что вечно носил повсюду своего мелкого песика, мирно отдыхающего на его капюшоне. Раз он был здесь, то увидеть за ним Хина Тушина было вполне ожидаемо. Невольно за собой Асами заметила, что помимо логичного соперничества, она не испытывала бывшим одноклассникам какого-то раздражения, какое преследовало ее периодически раньше. Со времен Академии прошло достаточно времени, чтобы многое изменилось, и сейчас ей было даже любопытно, как за этот период поменялись и остальные. Как я вижу, все новички сегодня в сборе. Продолжил Киба, оглядев каждого из давних знакомых и застри в свое внимание на Саски, как думаешь, как далеко мы можем пройти, Саски Кон? Его тон и хитрая ухмылка скрывали за собой давнее соперничество с Учхой, которое так или иначе вел почти каждый в Академии. Будучи лучшим в своем выпуске, Саски вызывал восхищение у девочек и зависть у мальчиков. В этом особенно преуспел Наруто, как выяснилось, и Киба не желавший уделить все почести с Учхой. А ты выглядишь довольно уверенным, Киба, ответив его же неоднозначным тоном, проговорил Саски. Мы основательно готовились и не уступим вам. А мы что, по-твоему, все это время делали? Вспыхнул Наруто, не оценив угроза со стороны инузуки. Киба, уверена, мы еще посоревнуемся, раз ты этого так желаешь, отметила Асами, скинув бровь, но долго сохранять серьезность на своем лице у нее не получилось, и девушка расплылась в ухмылке, не замечая злобную мину юноши. Она и не думала, что вновь увидеть одноклассников будет столь точка приятно. Нет. Скорее, забавно. Кажется, многие даже спустя время не прошли дальше, чем уровень Академии. Всю эту развернувшуюся идею нарушил незнакомец, внезапно подошедший к компании гененовновичков. Серебряные волосы были собраны в аккуратный хвост, а половину лица скрывали за собой линзы очков. Представился он, как будто я даже заявил, что на экзамене уже не впервые. Это показалось Асами довольно странным, но знакомство они все же продолжили. Судя по всему, как будто зря времени не терял и смог собрать внушительное количество информации о различных участниках. Это мои карты чакры. Молодой человек показал толстую стопку, пустых карточек, веером их раскрыл, показывая любопытным глазам ребят. Карты, чего? Не расслышал или просто не понял Наруто. В них собрана информация, что я собрал за последние четыре года. Они кажутся пустыми, но если я волю в них свою чакру, то они выдадут содержимое, как будто влиял поток своей чакры в пергамент, и на некогда пустом листе образовались различные иероглифы и изображения. Карта показала количество деревень, общее число команд и участников, присланных из них. Асами внимательно изучила все содержимое, удивившись размаху этого экзамена. Кажется, лишь сейчас она начала осознавать, на что подписалась. Кабутасан, скажи, а ты можешь показать карту со способностями конкретного участника? Поинтересовалась Асами. Да, довольно кивнул тот, назови мне имя участника и деревню, из которой он пришел. Гара из деревни Скрытого Песка и Рокли из деревни Скрытого Листа, ответил за нее Саски, будучи уверенным, что спросить она хотела именно про них. Асами подняла на него глаза, но совсем не удивилась этому, слегка улыбнувшись. Молодой человек показал изображение участника из песка, а также его известные характеристики. В нижнем правом углу было написано сколько и какого ранга миссии он выполнял. Кабута рассказал, что Гара был на 8 миссиях рангаса на 1 миссии рангов. А также, существует слух о том, что после каждого задания на нем не оставалось ни царапины. Он был довольно сильным, даже несмотря на возраст. Асами, узнав все это, лишь насторожилась, ведь этот парень с самого начала показался странным, но узнав про него чуть больше, это чувство лишь усилилось. Осознание того, что он всего лишь один из сотни таких же, и вовсе выбивало из легких кислород. Со сколькими же такими шиноби им придется столкнуться на экзамене? Да, точка, в этом году будет сложный экзамен, протянул Кабута, поправив рукой очки. Его слова лишали остатков уже былого энтузиазма. Почему ты так уверен в этом? Поинтересовался Шакамару. Я приходил сюда четыре года подряд, но ни разу не видел так хорошо натренированных ниндзя с необычными данными. Наруто, слушая все, что сейчас рассказывали, лишь сильнее сжимал кулаки. Напряжение внутри нарастало, а уверенность в своих силах стремительно таяла. Сейчас, никто уже не знал наверняка, готовы ли они к подобным испытаниям. Блондин поник головой, а Асами заметив это, сама того не замечая, захотела его поддержать, ведь любой на этом месте испугался бы подобного соперничества и она не была исключением. Наруто не успела Асами договорить, как блондин резко выпрямился и со всей силы ударив ладони по столу, громким, призывным голосом произнес, обращаясь к каждому в комнате. Меня зовут Наруто Узумаки и я не собираюсь уступать никому из вас, понятно? Его заявление эхом отразилось от стен аудитории, когда все вокруг мгновенно притихли, устремив все внимание на блондина. Тот не выдавал и капли своей былой неуверенности с вызовом косясь на присутствующих. Асами еще какое-то время пребывала в ступоре, не зная, как именно реагировать на столь смелый, но довольно провокационный поступок со стороны товарища. Однако ничего кроме довольной, едва заметной ухмылки не отразилось на ее лице, ведь она была с ним солидарна. Наруто никогда не сдавался и наблюдать как крепнет с каждым днем его духа все решительнее становится. Его слова было для Асами тем, что помогало ей не унывать в моменты, когда казалось, что все складывалось не в их пользу. Этот взбалмошный мальчишка еще со времен Академии приковал к себе ее внимание своим настойчивым характером и желанием доказать остальным свою ценность. Если тогда он был худшим учеником, которого продолжали презирать, то оказавшись с ним в одной команде, Учхо с удивлением заметила, что Наруто представляет собой нечто большее, чем обычный капризный хулиган, коим он многим был известен. Оглянувшись на прожигающих их взглядом участников в аудитории, Асами лишь нашла подтверждение своим былым догадкам. Такой поступок лишь раззадорил и без того опасный огонек в их глазах, но это было только на руку. Они могут их недооценивать, однако теперь Асами знает, что она и ее команда настроена всех удивить. Идиот, ты думаешь, что ты тут самый лучший и имеешь право унижать всех? Вздохнувши Камару, устало приложив ладонь к голове. Асами не сдержала легкой улыбки, но тут же покосила взгляд за свое плечо, услышав чужие перешептывания. Поуды от них стояли трое, судя по повязке, из деревни звука. Они самодовольно ухмылялись, явно обсуждая их команду. Заострив слух на чужом разговоре, Асами лишь сильнее хмурилась с каждой новой последующей фразой. Эти гениналисты не знают, с кем связываются. Я им разъясню, хитро оскалился один из них. Нет, не сейчас, их голоса звучали, а как зловещие шипения, а один их вид не внушал ничего хорошего, мы позже покажем им, на что способны. Они убегут, поджав хвост, увидев нашу силу. От подслушивания чужого разговора Асами прервал громкий хлопок, раздавшийся по аудитории. Слегка передернувшись от неожиданностей, она перевела немного растерянный взгляд на другой конец зала, где образовалось облако остаточного дымка. Стоило ему развиться, как перед глазами генинов предстали экзаменаторы во главе с грозным мужчиной с заметным шрамом на лице. Слушайте меня, малолетние дегенераты, громко отозвался он низким, гортранным голосом, я экзаменатор первого этапа отборочного экзамена как отяжелевший воздух начал давить на легкие. В аудитории полной народу стало невыносимо душно, и даже рассадка по партам не позволила воздушным потокам, слабо врывающимся с приоткрытых окон, уменьшить это напряжение. Атмосфера лишь накалялась, а с каждым новым правилом, что произносило Бюкин растало и недовольство среди участников. Тест, что являл собой первый этап, сначала не представлял собой опасности для нее ровно до того момента, как экзаменатор не объяснил очередное условие. И да, кстати, если один из членов команды получит 0 баллов выбывает вся команда. Казалось, в этот момент сердце Асами было готово остановиться, а глаза выпасть из орбит от сильного удивления. Только ей стало казаться, что Наруто не станет сильной помехой, провалив тест, как все ее призрачные надежды с крахом провалились в мусорную урну, представляющей собой пустую голову Узумуки. Она перевела взгляд на удачно сидящего рядом Саски, и уловила в его глазах то же самое недовольство, что накатило и на нее удушающей волной. Глаза метнулись к оранжевой куртке сидящего на первых партах Наруто. И если бы взглядом можно было сжечь заживо, то блондин был бы уже трижды мертв. Я чувствую, как они хотят меня убить. Заметил при себя Узумуки, сильно побледнев и сжав в руке карандаш. Не нужно было иметь глаза на затылке или дар телепатии, чтобы понять, о чем сейчас думали его товарищи по команде, испепеляя его спину глазами, по которой уже прошла волна мурашек. Асми лишь сейчас поняла, что значили слово кукаши, когда тот говорил о том, что их количество станет не только преимуществом, но и слабостью на экзамене. В то время как у остальных команды состояли из троих, а седьмая команда из четырех, то подобный риск на вылет был выше, чем у остальных на целую четверть. Если за умы Саски и Сакура она могла не переживать, то Наруто, который сейчас и стал этой самой четвертью, сильно ее забеспокоил. Кажется, ей оставалось надеяться лишь на чудо, да на такое, что на узу Макис не зайдет озарение и он без труда напишет этот тест. У вас есть час, объявил Ибеки, последний вопрос прозвучит за 15 минут до конца экзамена. Если вас заметят за списыванием пять раз подряд, то тут же дисквалифицирует, мужчина поднял сжимаемый в руке таймер 3.2.1. Начали. Задачи на тесте были действительно сложными. Для их решения были необходимы не только теоретические знания, но и аналитическое мышление и даже находчивость. Асми не была глупа, почти не уступая в этих качествах тому же Саске, но даже для нее вопросы из теста показались слишком сложными. Прошло уже больше пятнадцати минут от отведенного времени, а ее лист все так же пустовал. Нервно прокручивая меж пальцев карандаш, она оглянула затихшую аудиторию. Вновь и вновь озвучивая в мыслях, ранее сказанное инструктором слово, она зорко наблюдала за происходящим вокруг. По периметру сидели наблюдающие, постоянно что-то отмечая в своих листах. А большинство участников так и сидели, грустно склонившись над тестами, в то время как единицы лишь активно заполняли ответы. Заметив, как один и шиноби используют кунный, чтобы в отражении увидеть чужой ответ, она тут же усмехнулась его рискованной глупости, а потом резко замерла. Осознание, словно стрела, пронзило ее голову. Те, кто будет пойман за жульничество вылететь мысленно повторила про себя Асми, расплывшись в довольной ухмылке, перевела взгляд на сидящего рядом с Аски. Заметив, что его лист так же позорно пустовал, она лишь подтвердила свою догадку. Поймав на себе его беглый взгляд, Шатенко кивнула в сторону, как бы прося его внимательно смотреться. Тут забегал глазами по аудитории, заметив, что внушительное количество сидящих прибегали к жульничеству, используя свои навыки. Используя Шаринган, одними губами произнесла Асами, зная, что он и без нее догадался. Уже через секунду, темные глаза брюнеты окрасились алым, и забегали по аудитории, пока не наткнулись на смело строчащего ответа Шинобе. Рука Саски мгновенно забегала кончиком карандаша по бумаге, выводя спешные иероглифы. Тот в наглую копировал чужие движения рук, даже дублируя чужой почерк. Осознав, что ему она помогла, девушке ничего не оставалось, как заняться своим спасением. Саски хоть и сидел рядом, он был на достаточном расстоянии, не позволяющим без труда разглядеть написанное. Вздохнув от собственной беспомощности, Асами все же прибегла к отчаянным мерам. Внимательно следя за каждым малейшим движением чужого карандаша, она, словно шаринганом, сканировала его движение, губами воспроизводя то, что выстраивалось в ее голове. На удивление, ей удавалось понять, какие именно цифры и знаки пишет Брюнет, и девушка даже удивилась собственному зрению, что сейчас она напрягла до предела, не позволяя себе даже моргнуть, лишь бы не упустить очередной буквы. С точностью повторяя его движение, она заполнила ровно половину листа, но быстро выдохлась. Делать подобное без шарингана не так-то просто, но девушка была рада уже этому, осознав, как улучшились за последнее время ее навыки зрительного анализа и скорости. Ты. Я заметил твое списывание. Один из смотрящих указал прямо на Наруто, как многим сначала показалось. Асами сама не сразу заметила, как напрягла каждую клетку своего тела, мысленно уже придумывая самые жестокие способы расправы над блондином. Но все волнение мгновенно улетучилось, когда оказалось, что поймали за списыванием кого-то другого, сидящего прямо за узумуки. Облегченно выдохнув, она тут же напрягалась, четко ощутив воздействие чужой чакры. Асами обернулась на Саске и почувствовала, как разум затуманился и словно отключился. Реальность перед глазами поплыла, вычерчивая в воздухе слова и схемы. Мысленно поблагодарив Саске за находчивость, девушка принялась запоминать увиденное, позже перенося на листок. Кивнув в знак благодарности брюнету, Асами подняла взгляд на настенные часы, невольно задумавшись о том, что попадаться в генджуцу не самое приятное ощущение, даже если сейчас оно было использовано во благо. Но долго размышлять над этим не пришлось, ведь близился момент последнего, десятого вопроса. Аудитория тем временем заметно опустела, избавившись от тех, кого поймали за жульничеством. Итак, похоже мы избавились от недостойных. 45 минут прошло и теперь можем приступать к 10 вопросов. Ибеки нарушил тишину, как только секундная стрелка на таймере дошла до верхней отметки, да, кстати, разрешите мне добавить пару условий при ответе на вопрос, все мгновенно насторожились, не при чувстве ничего хорошего. Эти постоянные условия так и намеревались подорвать и без того расшатанные нервы, вы можете отказаться от ответа. Вы должны выбрать отвечать или нет, но если вы откажетесь, то вас дисквалифицируют. А если вы согласитесь, но неправильно ответите, вы потеряете навсегда право сдавать экзамен на Чунина. Новая волна шока накрылась головой. Осознание того, что все сторони могут быть наглую смыты в унитаз, вызвало лишь невероятные объемы всеобщего недовольства. Что за бред? Резко воскликнул Киба, не сдержав своего раздражения, тут есть те, кто уже несколько раз сдавал экзамен. Ха-ха-ха. Значит вам просто не повезло. В этом году решаю я, нагло ухмыльнулся мужчина, кто не уверен, может отказаться от ответа на вопрос и прийти на следующий год, он сделал небольшую паузу, и так, начнем. Поднимите руки те, кто не собирался отвечать. Асми огляделась по сторонам, не зная, но в то надеясь. Недолгие секунды ступора развеялись с первой неуверенно поднятой рукой, за которой последовало еще несколько. Аудитория быстро опустила еще наполовину, и девушка даже удивилась, не ожидая, что столько людей не решатся рискнуть. Уверенность в своем решении таяла на глазах. Но к своему приятному удивлению, никто из ее команды не поднял руки, а Наруто и вовсе вновь открыто заявил, что ни за что не сдастся. В очередной раз, заразившись силой его непоколебимого духа, Асми принялась дожидаться этого решающего момента, чувствуя, как сердце ускоряет свой темп, а слегка запотевшие от волнения руки сильнее сжимают карандаш, что в отвод готов разломаться от такого напора. Ожидание последнего вопроса застыло незримым грозом на головами каждого оставшегося. Чувствую, как стремительно пустит чаша терпения, а глаза застилают пеленой волнения, Асми вцепилась пальцами в парту, царапая деревянную поверхность ноготками. Кажется, всеобщий страх, которым пропитался воздух, уже начал давить на и без того напряженные плечи. Стоило последнему сдавшемуся покинуть аудиторию, как Ибеке оглядев выживших довольно оскалился, переглянувшись с остальными экзаменаторами. Вы сделали верное решение. Отозвался мужчина, всем тем, кто сейчас остался, я хочу сказать, что .вс дали экзамен. Где это мы? Звонкий голос Наруто заставил на секунду перевести на него взгляд, что до этого блуждал по представшей перед генинами площадке леса, обрамленного высоким забором. Массивные деревья окружили собой беспроглядную тьму, скрывая за широкими стволами пугающую неизвестность хищных джунглей и множество склизких зверей, то и дело ползущих по высоким ветвям. Территория за забором была столь огромной, что Асами даже удивилась тому, как живя столько лет в Канохе, ни разу не замечала нечто подобное. «Вы стоите перед 44 площадкой практики», отозвалась Экзаменатор, что ранее представилась Анка, по-другому, этот лес называют лес смерти. Даже ее нагнетающий тон и хитрый прищур уже не могли напугать учиху. Пережив слишком бурный на эмоции тест Уибики, попытки женщины напугать уже казались детским лепетом. Успешно пройденный первый этап вознес шкалу самоуверенности почти до небес, поэтому на и женщина осмелись усмехнулась. «Вы стараетесь нас напугать, но кажется, выходит слабо». Девушка уже перестала обращать внимание на взгляды, что мгновенно обращаются в ее сторону каждый раз, когда она что-то говорит. Такое обильное внимание учиху находило даже приятным, ведь показывать себя такой намного лучше, чем стоять в сторонке пугаясь каждого шороха, тем самым придавая другим чувство превосходства. Неужели Анка картинно вскинула брови, самоуверенную девчонку? Раньше, чем Асами успела сообразить, в нее полетел кунный, запущенный экзаменатором. Совершенно не ожидая этого, она с трудом сумела увернуться в последний момент, однако лезвие поразило прядь ее волос прямо у лица, разбросав по воздуху тонкие шоколадные нити. Какого? Хотела было возразить Асами, приземлившись пятками на землю и после своего короткого прыжка, но не успев толком даже вдохнуть в легкие воздуха, она сначала ощутила настойчивое присутствие за спиной, а затем решительное касание к своим, тут же напрягшимся плечам. Такие самоуверенные всегда погибают первыми, слегка наклонившись протянула Анка, убрав за ухо шатинки ту самую уже короткую прядь волос. Асами сглотнула, ощущая угрожающее близкое дыхание у своей шеи, но чувствуя, что проигрывать ей она не желает, как и отступать от ранее заявленного, она показательно ухмыльнулась, тут же расслабив вытянувшееся от волнения тело. Тут дело не в моей самоуверенности, решительно ответила она, с вызовом взглянув на женщину через свое плечо, а в том, что у меня сильная команда эссенсии, которого мы не подведем. А как ниндзя к анохе мы не можем так просто проиграть. Будучи уверена в своих словах, она даже не обратила внимания на то, какие эмоции они вызвали у остальных, хоть и чувствовала на себе пристальный взгляд множества глаз. В этот момент в голове невольно возник образ третьего, что когда-то ей сказал эту фразу, которая сейчас и слетела с ее губ. Какаши, смирно следящий за учениками с поста смотрителя, едва заметно улыбнулся, осознав, что маска спасла его от позорного румянца, что покрыл щеки после слов ученицы. В который раз испытав приятное чувство гордости за своих подопечных, Хатаки оглянул взглядом других участников, придя к выводу, что слова Асами подстегнули рычаг уверенности не только у членов ее команды, как она и рассчитывала, но и остальных генинов, представляющих скрытый лист. Он всегда знал, что Асами крепканы слова, поэтому и неудивительно, что сейчас это проявилось именно подобным образом. В этом она мало отличалась от того же Узунки, хоть и была более сдержана, чем Блондин. Асами Сантакая потрясающая. Едва ли не промурл и колыли, влюбленными глазами глядя на Учиху, на что Ниджи, стоящий рядом, лишь коротко хмыкнул, также смотря в ее сторону задумчивым хмурым. И все же, слишком самоуверенно и подумал Хьюго, при этом, отметив про себя хорошую реакцию, с которой девушка увернулась от брошенного в нее Куная. Даже сейчас он не переставал внимательно наблюдать и анализировать потенциальных противников. «Посмотрим», бросила Анка на утверждение девчонки, узнав в ней свой же характер в детстве. И вытащив Куну из земли и вернув его себе в сумку, она вновь обратилась к участникам, отступив от Асами, которой дышать даже легче стало, когда та ушла, и так, продолжим. Пришло время заполнения Бланков на согласие о снятии ответственности с организаторов экзамена за возможный случай смерти участника. Асами будто была готова прожечь в нем дыру, глубоко задумавшись. Глядя по сторонам, она видела, как некоторые сомневались лишь потому, что боялись не вернуться из леса к родным. А ведь это даже не реальная миссия, а всего лишь этап экзамена, подразумевающий выживание. И именно факт того, что терять у Чихи нечего, что ждать ее никто не будет, расстроил Асами. Позная, что сейчас ни время ни место, чтобы думать об этом, она, уверенно поставив на обланке подпись, двинулась к остальным членам своей команды. Когда все команды получили свитки, каждая из них подошла к одному из ворот площадки. С той у ржавой решетки, за которой одна лишняя известность, Асами чувствовала, как внутри вновь разрастается волнение. Сдавать заднюю поздно, да и не хочется. Все решения, что привели ее сюда были сделаны осознанно, и жалеть о чем-то она не смела. Все, о чем могла сейчас думать Асами так это о том, что ей чертовски повезло находиться там с людьми, которым она всецело доверяет. А она, в свою очередь, сделает все, чтобы их не подвести. Я справляюсь внутренне выдохнула Шатенко, прикрыв глаза. Когда секундная стрелка достигла двенадцати, ворота с гулким звоном распахнулись, оповещая о начале второго этапа экзамена. Кивнув друг друга, команда стремительно двинулась вглубь леса смерти. Измученные после сложного теста, не имевшие возможности подготовиться к пятидневному пребыванию в дикой природе, двадцать шесть команд генинов начали прохождение второго этапа. Уже через десять минут пребывания в лесу, отовсюду послышались человеческие крики и другие пугающие звуки, наводящие ужас. Едва ли проходимые толщи дремучего леса заслоняли собой даже ясное небо над головами, погружая участников в тьму, сквозь которую они обязаны были пройти, чтобы добиться своего. Насколько бы поэтично это все не звучало, легче от этого не становилось. Асми знала, что войдя сюда, все будут бороться друг с другом за свитки, используя самые различные методы для их добычи. Перевоплощение в Наруто, что едва ли не сошло с рук Шиноби дождя лишь тому подтверждение. Однако, на этом неприятные сюрпризы лишь только начались. Что это за? Саски едва ли сдержал конец своего высказывания, что вырвалось у него при виде не самой приятной картины. Неизвестный Шиноби из травы, притворившийся Наруто уже не первый за сегодняшний день стоял и ухмылялся, пока не достал свиток, что через некоторое время медленно протолкнул себе в глотку, предварительно обвив его своим неестественно длинным языком. Проделал он это как только понял, что свисток неба, теперь покоящийся у него в желудке, как раз тот, что нужен был седьмой команде. Ну, давайте начнем нашу борьбу за свитки. Заговорщически шипел он не на жизнь, а на смерть. Стоило тому поднять глаза, как Асами почувствовал анистовый страх, сковавший тело. Реальность померкла в крыла во черных красках, представ перед ними страшным эпизодом собственной смерти. Звуки леса заглохли на фоне звона в ушах, что вызвал мнимую тяжесть в голове. Дыхание замедлилось и почти остановилось легкие словно налились свинцом. Широко распахнутые в ужасе глаза уставились на пустоту перед собой. Сознание еще не покинуло образ собственного окровавленного тела, из-за чего сбившее свой естественный темп сердца чуть не выбилось из груди. Мышцы лихорадочно задрожали, а ноги пригвоздило к земле и тело полностью парализовало, а охвативший шок никак не отступал. Не выдержав на ватных ногах, Сакура рухнула на колени, не в силах даже моргнуть. Стараясь отогнать из памяти увиденные эпизоды, Асми медленно перевела взгляд на находящихся рядом Саски и Сакуру, что, так же как и она, пребывали в состоянии сильного шока. Увидев, как дрожит тело подруги, голова склонилась над землей, Учиха попыталась привести в движение хотя бы часть своего тела. Тщетно. Страх все еще стягивал нервные пути. Даже сделать новый вдох казалось непосильной задачей. Черт! Выпылил Саски, так же не сумев вернуть себе контроль над телом. Вы больше не можете двигаться. Картинно удивился противник, довольно скались. Асами краем глаза видела, как Саски удалось достать из футляра кунной, сжимаемой его дрожащими пальцами. Девушка попыталась сделать то же самое. Но мышцы, натянутые словно струна, никак не поддавались командам травмированного иллюзией мозга. Не беспокойтесь, вновь подал тягучий голос Шиноби, я быстро закончу ваши страдания. Я рассчитывал, что это будет поинтереснее, но я разочарован. Асами заметила блеск лезвий, которыми он замахнулся, готовилась бросить прямо в нее и друзей. Она сглотнула, осознав, что не в состоянии сейчас увернуться. Сознание тут же начало перебирать множество путей к побегу, но ни один из них не сработал бы, пока тело сковано страхом. Сильно зажмурившись от безвыходности ситуации и полной пустоти в мыслях, где не было ничего, что помогло бы спастись, учхо уже было приняло свою неизбежную участь, как вдруг ощутила острую боль в руке и холод лезвия, заставивший каждую клетку тело вновь пробудиться. Уже через мгновение в них, рассекая воздух, полетели острые клинки, но успев взбудрожить свои мышцы пронзительной болью, Асме и Саске удалось скрыться, не забыв и спасти с собой подругу. Уже укрывшись под корнями громадного дерева, Асме посмотрела сначала на обильно кровоточащую царапину на своей ладони, оставленную Саске, а затем на его собственноручно нанесенную рану в ноге, что он зажимал рукой. Саске кон. Очнулась Сакура, медленно осознавая произошедшее, Асме. Ч-ч-то. Как только глаза разволосые метнулись к запыхавшимся друзьям раненой ноги брюнета, девушка уже была раскрыла в панике рот, как ладонь Саске тут же настойчиво пресекла ее попытку. Фух, тихо выдохнула Асме, позволив себе слегка напуганным. Шатенко никогда не видела его настолько потерянный взгляд и подрагивающий от напряжения плечи. А ведь он, чтобы спастись, не только ранил себя, но и Асме, выручив всех их. Но не успела она подумать о чем-либо еще, как ощутила чье-то палящее дыхание на себе одновременно услышав отчаянное мычание Сакуры, что попыталась что-то сказать сквозь сковывающую ее рот руку Чихи. Неуверенно повернув голову, Асме в мгновение пронзительно закричала, окликнув брюнета, что пристально смотря в другую сторону, не заметила огромного подобравшегося змея. Быстро отпрыгнув в разные стороны, генины разбежались. Скользкое животное направилось прямо к Саске, который, заметив это, что-то лихорадочно выкрикнул, нервным импульсом бросив в того охапку Сурикинов. Асме, как прицелившись, сделала то же самое, после чего животное, получив многочисленные ранения, мертвой тушей повалилась вниз, упав на корни сросшихся деревьев. Учха, окинув беглым взглядом друзей, облегченно выдохнула, осознав, что змея побеждена. Но тут же насторожилась снова, когда и до слуха дошел тихий треск, доносившийся от мертвого тела. Чешуя змеям начала раскалываться, буквально рассыпаясь, человеческий силуэт. Вы, ребята, не расслабляйтесь, снова этот голос, и перед глазами предстал все тот же шиноби травы, полностью покрытый слизью и кровью змея, жертва не должна терять бдительность, когда рядом появляется хищник. Все происходило, как в тумане Асами слабо помнит момент, когда противник молниеносно направился к Саске, но был остановлен вовремя подоспевшим Наруто. Не помнят и последующей схватки, отбиваясь это так уже на автомате. Из полусознательного состояния ее вывели лишь слишком неожиданно слетевшее из губ Саске слово. Эй, окликнул Брюнет, Асами, отдаю ему свиток. Голубые глаза тут же расширились в удивление, а тело охватил ступор. Асами понадобилось несколько секунд, чтобы вновь воспроизвести в памяти его слова, чтобы убедиться, что ей не послышалось. Что? Я сказал отдай свиток, и мы спасемся. Эй, Саске, вступился Наруто, возмущаясь его приказу, что ты будешь делать потом, отдав врагу наш свиток. Заткнись ты. Яростно выпалил Ачхо, сотрясаясь всем телом, у нас нет выбора. Саске-кун. Встревожилась Сакура, видя его состояние, находящееся на грани. Асами покосилась на змейного Шинобе, что выжидающе глядел то на нее, то на Саске. Она не верила, что решение, сделанное Но рука сама потянулась к поясной сумке, достав оттуда свернутый кусок пергамента с надписью «Земля». А вы сообразительные, усмехнулся надоедливый противник, внимательно следя за аккуратными движениями шатенки, что медленно вытягивало свиток вперед. Единственная надежда жертвы это отдать что-то взамен, чтобы спасти себя. Жертве Ахом разнеслось Уасами в голове, из-за чего тело словно пронзило электрическим зарядом. Резко поднявшийся ветер неприятным морозным потоком коснулся плеч, проникая под кожу. Рука становилась, не в силах рожать столь ценный предмет. «Отдай свиток Ахоми!» Заметив, как медлит девушка, вновь крикнул Саске. Та перевела на него запоздалый взгляд, и Ачигато сильно нахмурилась. Вновь протянув свиток ближе к врагу, Ахоми резко покосило глаза на Наруто, а затем, слишком неожиданно, подбросило свиток вверх, позволив блондину его забрать. «Вы что творите?» Зло потребовал Саске, но не успел он сообразить, как приземлившийся рядом Мизумаки ударил его кулаком по лицу. Сакура заметно вздрогнула, а Асми напряженно сжала губы. «Я забыл пароль, поэтому не могу убедиться, дыхание сбилось, поэтому Наруто буквально выплевывал слово, но я не знаю, настоящий ты Саске или нет? Наруто, ты что такое говоришь?» не выдержала Сакура. «Ты идиот! Я настоящий!» «Лжец!» перебил Наруто, «Идиот и трус, которого я перед собой вижу, не тот Саске, которого я знаю». Слово разрезали напряженный воздух, эхом отзываясь от стенок утомленного мозга. Асми была согласна с Наруто, и надеялась, что эти слова приведут брюнета в чувство, ведь сейчас он явно перестал думать своей головой, всеми фибрами ощущая его страх, Учиха старалась не замечать свой, цепляясь за образ уверенного Узумаки, что сейчас единственно не показывал своего волнения, неосознанно помогая справляться с ним и Асами. «Если мы отладим ему свиток, не факт, что он оставит нас в покое». Вмешалась Шатенко, возвращая внимание наблюдавшего за ними Шиноби, что кажется, наслаждался Шоу. Сжав в руке Куной, она приняла боевую стойку. Заметив это, мужчина лишь жутко рассмеялся. Асами, чем права, кивнул тот, потянув вверх руку вверх, открывая вид на печати, я просто, прикусив до крови палец, он поднес его к знакам на коже, «Убью вас». Лишь через время осознав, что происходит, Асами поспешила бросить в него Куной, но не успела, и тот закончил технику призыва. Печати уже были сложны и под ногами затрясла земля. В следующее мгновение едкий дым запланили собой пространство возле мужчины, а после послышались звуки громкого шипения. Асами невольно отшагнула назад, с изумленными глазами глядя на невероятных размеров змею, что по габаритам превосходило всех предыдущих. Дыхание сперло, а в груди зажгло. Чувствуя, что силы уже на пределе, а тело пробило лихорадочный и дрожь, она была готова повалиться на колени. Но рана на ладони вдруг неприятно запульсировала, и Асами взглянув на шрам успекшуюся кровь, удивилась тому, что происходило. Рана стремительно заживала, и линия глубокой царапины поспешно сходила с руки. Застрив внимание на этом, она не сразу заметила приближающуюся к ней морду змея, и тут же поспешила отпрыгнуть, почувствовав, как открылось второе дыхание. И судя по всему, не у нее одной. Наруто нападал снова и снова, с ней имоверной силой разбивая кулаки о морду змея. Удивляясь тому, сколько у него оказалось энергии, Асами не сразу почувствовала ту же самую чакру, что впервые ощутила еще на мосту в стране волн. Не понимая, кому она принадлежит и откуда берется, она продолжала бой вместе с остальными, обрадовавшись тому, что Саски наконец-то пришел в себя, хоть и не сразу. Благо, Исакура осознала, что с брюнетом что-то не так, поэтому тоже одарила его не самыми лестными словами, стараясь достучаться до настоящего Саски, что не был трусом, коим являлся сейчас. Если бы Асами не была занята боем, то с удовольствием бы еще раз выслушала, как подруга обзывает предмет своего обожания, набравшись для этого смелости. Но в такой ситуации и не такое может произойти. Получив очередной ушиб, девушка подняла глаза на Саски, что, вновь активировав Шаринган, без промедления ввязался в общий бой. С облегчением вздохнув, она не сразу услышала пронзительный крик Сакуры. Наруто. Подняв голову, Асами увидела стремительно падающего с большой высоты блондина, что, кажется, был без сознания. Мгновенно поднявшись, Кунаичи оттолкнулась чайкрой от ветки, сумев молниеносно оказаться рядом с ним. Схватив обмякшее тело другой рукой, а второй зацепившись брошенным Сакурой клинком о кору дерева Асами удалось его спасти. Твою ж! Выругалась Асами, еле удерживая тяжелое тело изумки и чувствуя, как горят от напряжения легкие. Она даже не поняла, что тот Шиноби сделал с ним, отчего Блондин тут же потерял сознание, кажется, не собирался в скором времени просыпаться. Ка-как опустив его тело на землю, Асами вновь прыгнула вверх, намереваясь помочь друзьям, в особенности Саски, что, кажется, и без помощи отлично справлялся. Тонкие нити прочные лески обвили тело, с силой прижав к дереву. Саски использовал хитрый прием, что обвенчался для него успехом. Воздух наполнился жаром, и, в следующую уже секунду, обильные языки пламени прямо по нитям направились к врагу, испепелив того заживо. Морщись от яркого света пламени и душераздирающего крика Шиноби, Асами все же не могла не впечатлиться маневром, что использовал Саски. Был бы у нее шаринган, она бы обязательно украла этот трюк, добавив его и в свой арсенал. Тем временем, пока противник буквально испепелялся от напора Учихи, Асами старалась отдышаться после недолгой, но выматывающей стычки, которую Брюнет сейчас успешно и завершил. Стараясь игнорировать ломку в мышцах и те многочисленные повреждения, что успел ей нанести враг, она все же спрыгнула с ветки, приближаясь к друзьям. Молодец, Саски. Асами и Сакура одновременно оказались рядом с Учхой, что согнулся в пояснице, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Саски-кон, ты сделал это. Сакура подошла чуть ближе, внимательно на него посмотрев, ты в порядке? Асами вдруг услышала, как рвутся струны, а затем раздались и неспешные шаги. Прежде, чем она успела обдумать свое действие, Шатенко вновь метнулась в сторону освободившегося врага, что, предугадав ее нападение, без труда отразил атаку, схватив девушку за горло и с силой приставив к коре все еще горячего после дыхания огня дерева. Асами. В панике воскликнула Сакура, но тут же ощутила, как тело вновь сковало неизвестной силой, парализующей джутсу. Еле произнес брюнет, почувствовав, как мышцы стали каменными и резко отяжелели. Асами тем временем все еще находилась в руках шина бетравы, посдвигаться с места никто не мог, чтобы ей помочь. Шатенко раскрыла зажмурившиеся до этого глаза, стараясь заглянуть в лицо того, кто силой давил на горло, перекрывая доступ к кислороду. То, что она сумела разглядеть, ужаснуло лицо, принадлежавшее ему, наполовину расплавилось, открывая вид на пылающие желтым змеиные глаза, что заставили пробежать по телу волны лихорадочной дрожи. Лопатки больно царапались о шершавую поверхность, а слух заглушал звон и едва уловимые болезненные стоны друзей. «Ты впечатлила меня меньше, чем Саски Кон, а я и на тебя возлагал надежды», начал тот, сильнее сжимая холодными пальцами тонкое горло, из-за чего у Асми сорвался сдавленный хрип, то жучха, но без шарингана точка как печально. Он говорил медленно, нарочито растягивая удовольствие от того, как спешно угасает хрупкая жизнь в его руках, но, к сожалению, ты пока абсолютно бесполезна. Голос его неестественно двоился, становясь все ниже и ниже. Асми отдаленно слышала его слова, но затуманивающийся от нехватки и кислорода разум долго не мог понять смысл сказанного. Перед глазами все расплывалось, а реальность утопала в пляшущих черных пятнах. Она ногтями вцепилась в чужие руки, тщетно пытаясь выбраться из цепкой хватки, оставляя на бледных ладонях кровавые следы. На секунду на чужом лице мелькнула пугающая, задумчивая улыбка, а после руки лишь сильнее сдавили горло. В следующее мгновение девушка почувствовала, как спина на секунду отдалилась от дерева, но затем с новой силой ударилась об него. Сильное столкновение головой тут же отдалось болезненной судорогой по всему телу, а спешно покидающее сознание потонуло в беспроглядной тьме. Веки отяжелели последнее, что смогла уловить асами перед погружением во мглу лишь крики своих друзей, отчаянно звавших ее по имени. Тужучха, но без шарингона. Тягучая боль, волнами разливающаяся по телу, становилась все отчетливее с каждой новой секундой. Лежа на чем-то твердому сыром, девушка чувствовала пульсацию в задней части головы. Слуху коснулись глухие порывы ветра и шелест листьев, а затем и тихий плач. Асами разлепила глаза, увидев перед собой обросшую мхом поверхность, и, превозмогая ломку в теле, поднялась на локтях, позволив грудной клетке оторваться от земли. Согнув колени и уперевшись ладонями в землю, девушка прижала руку к голове, где все еще чувствовалась тяжесть и ноющая боль. Асами ты очнулась. Голос подруги заставил поднять голову. Из-за резкого движения, болезненная вспышка вновь заставила ненадолго зажмуриться, вызвав легкое головокружение. Сакура медленно приходя в себя, неуверенно отозвалась очхо сильно осипшим голосом, не сразу разглядев ее силуэт в нескольких метрах от себя, что случилось? С медленно возвращающимся сознанием, к ней также вернулись и воспоминания. Заметив покоящегося в руках разволосой саски, девушка, вздрогнув, тут же сорвалась с места, приблизившись к товарищам. Приземлившись рядом и игнорируя тупую боль от жесткого соприкосновения коленей с шершавой поверхностью коры, асми обеспокоенно оглядела брюнета. Что с ним? Она четко увидела застывшие в зеленых глазах слезы и влажные дорожки на щеках. Сакура взволнованно прижимала к себе обмякшие тело саски, что пребывал без сознания. Я не знаю, а рычемар укусил его. И ушел точка только что ушел, перед тем как, как ты очнулась. Асми нахмурилась, услышав незнакомое имя произнесенное дрожащим голосом подруги, но тут же осеклась, вспомнив жуткие змеиные глаза, выделяющиеся на фоне бледного, расплавившегося лица. Вновь оглядев саски, девушка зацепилась за странный синяк на его плече, которого раньше точно не видела. Учха огляделась по сторонам глухая чаща леса медленно утопала в сумерках, где-то за деревьями догорали последние слабые лучи заката. На улице стремительно темнело, а температура спешно опускалась. Заметив, как напугана Сакура и как подрагивают от беспокойства ее плечи, Асами, набрав в легкие побольше воздуха, максимально умеренным тоном вновь обратилась к ней. Наруто еще не очнулся. Та отрицательно покачала головой, ладно, но нам нельзя здесь оставаться. Сакура кивнула, глубоко вздохнув. Отогнав от себя панику, она позволила себе немного расслабиться, зная, что теперь она не одна. Девочки поднялись с земли, взвалив на спины тяжелое тело мальчишек, двинулись в никому неизвестном направлении, стараясь найти хоть какое-то безопасное пристанище. Гулка и пение сверчков помогала ненадолго заглушить мысли. Асами старалась унять лихорадочную дрожь в теле, борясь с неприятной тяжестью в мышцах. В горле было неимоверно сухо, а на шее до сих пор пылали чужие прикосновения, нагоняя по спине нервный холодок. Приложив дрожащую ладонь к горлу, Учхо сглотнула, ненадолго прикрыв глаза. Ты абсолютно бесполезна. Его голос и его слова до сих пор эхомать завались в сознании. Асами уже в тысячный раз перебрала в голове все произошедшее, стараясь найти хоть что-то, что ответило бы и, как спина упирался в холодную поверхность пещеры, она постаралась вернуть мыслям порядок, а уму ясность. Его дыхание нормализовалось, но его все еще лихорадит, голос Сакуры вновь заставил открыть глаза, возвращая из мысли в реальность. Учхо подползла ближе к подруге лежащему на земле Саски, что мелко подрагивал всем телом, в то время как Наруто лежал рядом, не подавая никаких признаков жизни, кроме едва уловимого тихого дыхания. Что же с ними происходит? Недоумевала Асами, стараясь не смотреть в глаза Сакуры, зная, что найдет в них отражение тех же эмоций, что и так сдавили ей горло. Нельзя поддаваться панике, но обе чувствуют, что в отвод готовы сломаться от тяжести произошедших событий и болезненных воспоминаний. Сакура рассказала все то, что произошло после отключки Асами. Благо, она недолго пробыла без сознания, хоть и пропустила непозволительно много. Мы должны защитить их, решительно произнесла Харуна, нахмурив тонкие брови. Учхо кивнула, все же подняв на нее беспокойный взгляд. Сакура, тебе все же нужно поспать. Я пока за ними пригляжу, заметив, как побледнело лицо и потемнели от усталости зеленые глаза, произнесла Асами. Нет. Ты ведь тоже устала. Я недавно очнулась, а ты ни разу не замкнула глаз за это время. Поспи хотя бы полчаса, потом я тебя разбужу если хочешь. Сакура еще какое-то время молчала, пристально всматриваясь в глаза подруги, но не найдя больше сил, чтобы даже продолжить спор, неуверенно кивнула. Я полежу, но не стану спать. Хорошо. Асами кивнула, не скупившись на слабую улыбку, зная, что измотанное состояние организма возьмет верх над гордостью Харуна, и та все равно уснет, как только коснется головы земли. Проследив за тем, как опускается розовая макушка, Асами заглянула в свой футляр, оценив те запасы, что у нее сохранились. Достав один из оставшихся кунаев, она с силой сжала его в руке, питывая ладонью холод металла, что помог слегка взбодриться. Успокоив расшатавшиеся за последние сутки нервы, девушка в очередной раз приступила к обдумыванию всего происходящего, дни, когда Сенсей предложил пойти на экзамен, когда они познакомились с другими генинами, когда описали тест, казались какими-то далекими, едва ли реальными воспоминаниями. А то смелости запал, который Учиха испытывала в начале испытания, растворились на фоне того всепоглощающего ужаса, что вселился в тело после схватки с Арачимару. Она вновь окинула взглядом лежащих рядом друзей, мысленно надеясь, что они спокойно переживут эту ночь. Асми устала потерла покрасневшие глаза, когда яркие лучи солнца начали пробиваться сквозь толщу деревьев. Ночь на удивление выдалась без приключений, хоть и удалось ей вздремнуть всего пару часов. Всю ночь напролет они с Сокурой внимательно охраняли мальчиков, периодически меняя влажные тряпки на лбу у Саски, которого то и дело бросало в жар. Как только начало светать, Учиха заметила, что почти все мелкие ранки и царапины на теле зажили, хоть и неимоверная слабость никуда не пропала. В голову начали лезть непонятные догадки, и девушка вновь взглянула на недавно порезанную ладонь, но и там не оказалось той глубокой царапины, как не оказалось и шрама. Ничего. Но подумать над этим ей не предоставилось возможности. Девушка отвлеклась от размышлений, как только внутренний радар засек поблизости чужую чакру. Сакура, предупреждающий окликнул Асами, одним взглядом сказав приготовиться. Разоволосная достала куны и тут же напряглась, притихнув, в то время как Учиха медленно пробралась ближе к краю пещеры, слегка оглядевшись. Только успев подумать, что чутье ее подвело, возможно из-за переутомления, как лязг металла разрезал собой тишину. Асами в последний момент отбила летящий в ее сторону куны, тут же выпрыгнув из укрытия. Этого еще не хватало, устала выдохнула она, увидев перед собой трех генинов звука, разговор которых ей удалось подслушать вчера. Она приняла боевую стойку, краем глаза заметив, как к ней подошла Исакура, сделав то же самое. Мысленно поблагодарив Вселенную за то, что осталась в этом не одна, Асами принялась прожигать с недоброжелательным взглядом незваных гостей. Смотри-ка, как серьезно настроенный, усмехнулся так не вовремя дала о себе знать, резко подкосив ватные ноги. Асами рухнула на колени, но все равно не отрывала глаз от Шиноби напротив. Асами забеспокоилась Сакура, поспешив в помощь подруге. Думаете, что в таком состоянии справитесь с нами? Что вам нужно? Вновь поднимаясь на дрожащих ногах, спросила очиха свиток. Тщетно надеясь, что боя получится избежать, она старалась не выдавать свои волнения и то, как ломит внутри от усталости. Кажется, ущерб, что принес с собой Бусар Чимару, был куда серьезней, чем она думала изначально. Свиток усмехнулся, как выяснилось, да Суи приблизился к Кунаичи на несколько шагов, дайте нам убить Саски, и мы не станем вас трогать. Значит, вас послал Арачимару. Потребовала Сакура, сильно нахмурившись. А ты догадливая, высокомерно ухмыльнулась единственная девушка из троицы. Может, слажив свои мозги вместе, вы поймете, что нам лучше не мешать. Боюсь вас расстроить, ясно произнесла Асами, ухмыляясь, ведь знала, что показывать им свой страх непозволительная ошибка. Эти ребята без того поняли, что у них мало сил, и они непременно воспользуются этим, мы не позволим вам причинить им вред. Предсказуемо, прошипел, представившийся Заку, звуковик и прижал ладони к траве. Две широкие полосы вспаханной земли бесшумно и быстро направились в сторону девушек. Обе отпрыгнули прочь, и тут же раздался взрыв камня и корни деревьев превратились в пыль в том месте, где они только что стояли. Дусу не стал терять времени и закатал рукав, обнажая аппарат на своем предплечье, повеселимся с вами. Установленная ранее ловушка не сработала против этих троих, и очередная взрывная волна откинула сокуру к дереву, из-за чего та, ударившись головой, потеряла сознание. Сакура. Асми попыталась подняться на ноги, но вновь бессильно рухнула, ощутив, как узнавает тело от боли. Не успела она вновь предпринять новую попытку подняться, чтобы защититься от надвигающейся к ней троицы звука, как перед глазами возник силуэт парня в зеленом костюме, что мигом раскидал противника в разные стороны. «Ли, кто ты?» спросил Десо, удивленный появлением брюнета. «Прекрасный зеленый зверь Канохирок Ли», торжественно заявил брюнет, вытягивая одну руку вперед, а другую пряча за спину. Асами вглядывалась в вытянутый силуэт юноши так, будто видела впервые, уже подумывая о том, что утомленный разум выдает галлюцинации. «Почему ты здесь?» «Я всегда буду появляться, когда ты в опасности», Асамисон, без единого колебания ответил брюнет, даже не повернувшись к девушке. Кажется, происходящему удивлялась не только Асами, но и тройка звука, что не торопилась нападать, недоуменно глядя на неожиданно появившегося соперника. «Но сейчас, я твой враг», не унималась учха, искренне не понимая, почему Рокли стоит здесь, прикрывая собой ее от опасности. «Асамисон, я же говорил, что всегда буду защищать тебя ценой своей жизни». Асами вздрогнула, воспроизведя в памяти эти же слова, что Ли произнес еще при знакомстве. Тогда она не восприняла их всерьез. Поэтому сейчас, видя его здесь, не могла подавить волну охватившего ее шока. Сглотнув собственную гордость наряду с неоднозначными эмоциями, она тихо выдохнула короткое, но искреннее спасибо. Парень мигом засиял, едва ли сдержав порыв своей радости по этому поводу. «Что ж, тогда у нас нет выбора», произнес Заку, «придется убить вас всех». «Я». Асами вновь попыталась встать, но жалкая попытка не обвенчалась успехом. Асами сон, вдруг перебил ее Ли, «Я сам. Тебе нужно отдохнуть». Он улыбнулся просто и легко и сразу же направился к врагам, оставив девушку переваривать все это одну. Проводя его спину взглядом, Асами не сдержала неожиданной «Будь осторожен». Отсознав, что искренне беспокоится за парня, который сейчас собирался рисковать своей жизнью ради нее. Этот факт до сих пор не укладывался в ее голове, где намешалось слишком много всего. Немного отойдя от заторможенностей, что настигло ее вместе с удивлением, Асами подползла к Сакури, которая, кажется, начала приходить в себя. Теперь уже и Харуна, и Учиха наблюдали за тем, как разворачивался бой между Ли и Шин и Беззвука. Асами в очередной раз убедилась, что Брюнет действительно обладают невероятной силой и скоростью, но, кажется, даже этого не хватило, чтобы победить скорость звука. Внимательно наблюдая за техниками врагов, Асами пришла к неутешительному выводу, что звуковые волны, которые они используют, опаснейшее оружие, от которого не увернуться. Но даже несмотря на то, что инициатива в бою спешно перешла к тройке звука, Рокли вновь и вновь поднимался на ноги, продолжая им противостоять из последних сил, пока они его окончательно не покинули. — Лисан, теперь пришло время прикончить тебя. Возвышаясь над обессиленным юношей, проговорил Заку, готовясь к решающему удару. Уже замахнувшись рукой, он тут же ощутил слабый порыв ветра, а затем и сильный удар по лицу твердой пяткой. — Я, кажется, говорила, что не позволю вам убить моих друзей. Приземляясь после удара на землю, твердо заявила Асами, скрывая за уверенным тоном недостаток сил. — Надо же, — усмехнулась брюнетка из звука, увидев твердо стоящих на ногах девочек. — Асами. Сакура тоже готовилась к продолжению схватки. — Ага, — кивнула Асами на неозвученный, но очевидный вопрос, вперед. Асами попыталась увернуться от звуковой волны Заку, но ощутила над коленом острую боль и упала на землю, из последних сил стараясь сохранить равновесие на локтях и одной ноге. Парализующая боль вынудила девушку доскрежета стиснуть зубы, лишь бы не закричать. Теплая струйка крови стекала по лицу от самого виска, куда пришелся очередной болезненный удар с твердой поверхностью. Бой изрядно затянулся, и силку на и челюста почти не осталось. «Получайте!» Взревел Заку, и рассекающий поток звука направился в сторону девушек. Сакура оттолкнула подруга, приняв основной удар звуковой волны на себя. Асами закрыла лицо руками в полете, не сумея проконтролировать собственные падения, вновь рухнула на траву и камни, расцарапывая об них руки и лицо. Боль от старых ран не успевала отступить, как возникала новая. Девушка без сил лежала на земле, понимая, что дошла до своего предела. Приподняв голову, она посмотрела на Сакуру, состояние которой было ничуть не лучше. Один из звуковиков бесцеремонно наступил на спину разоволосой, грубо впечатав в землю. Та попыталась высвободиться, но ей заломили руки, окончательно обездвижив. Сакура вскрикнула Асами, но почувствовала, как ее грубо взяли за волосы, заставив поднять измученный взгляд. Острая боль вновь пронеслась по всему телу, не давая возможности сдвинуться. Сбывалось именно то, чего больше всего боялась Учха. Она не беспокоилась за свою жизнь, но ей было важно защитить своих друзей. И именно с этим она сейчас не могла справиться. Ты будешь смотреть, как умирают твои товарищи? Ты ведь тоже Учха, не так ли? Значит, тебе это не впервые, Кин, разразившись презрительным хохотом, еще сильнее сжимала в руке копну каштановых волос, заставляя заложницу громко шипеть от боли, и начнем мы с твоей подружки. Асами зажмурил глаза, чувствуя, как обида сдавила горло. Отдаленно она слышала крик собственного сознания, молящего все это остановить, но тело предательски онемело. В глазах вдруг почувствовалось жжение, а в груди болезненное покалывание. Кожу обожгли слезы, что хлынули из глаз заметными ручьями, падая на траву прозрачной росой. Что-то внутри с хрустом надломилось. Зако, покажем этой выскочке, как умрут ее друзья. Обращаясь к напарнику, ухмыльнулась Кин. Юноша кивнул, и губы его растянулись в садистской усмешке. Он нарочито медленно вытащил из ножей куны и хитро взглянул на лежащую у ног Сакуру, что тут же начал нервно дергаться. Звуковик занес оружие на тело образоволоса и был готов в любую секунду обрушить его на девушку. Но внезапно вскрикнул от боли, выронив из рук клинок, когда Сюрикена с силой вонзились в его запястье. Какого? Возмутилась Кин, когда поняла, что Сюрикены были брошены с ее стороны. Она оглянула глазами свою заложницу, рука которой все еще была вытянута после совершенного ей броска. «Что ты творишь, дура?» Сильнее сжала волосы девушка, заставляя Учиху поднять на нее взгляд. Кин в ужасе отшатнулась, увидев пылающие ярко-красным зрачки. Не успела ты опомниться, как в руках Асми мелькнул куной, которым, в следующую же секунду, та обрезала себе волосы, освобождаясь от хватки Кин. Резко потеряв равновесие и бдительность, брюнетка не смогла увернуться от последовавшего за этим удары ноги по подбородку. Поднявшись высоко над поверхностью земли, девушка рухнула вниз, сопровождая столкновение с грунтом громким хрустом костей. Асми ощутила прилив сил на короткое мгновение. Взглянув на мир новыми глазами теми, пробуждение которых она так ждала, девушка чувствовала, как разливается по телу горячая кровь, разгоняя пожилом неизвестную энергию. Поднявшись с колен, Асми озарила пылающими глазами двух генинов звука. Ее взгляд был переполнен злобой, а короткие теперь волосы буквально плясали в воздухе от вдруг неподнявшегося ветра. Из раненной ладони все сильнее сжимались кулаки, а разбушевавшаяся стихия лишь набирала обороты. Шаринган удивился Десо, оцепенев из-за неожиданной перемены. Асми мгновенно оказалась рядом с ним и больно зарядила кулаком по челюсти, после чего его странным импульсом впечатала в землю. Сакура подняла за туманенный взгляд на происходящее и вздрогнула, заметив вместо привычно голубых глаз шатенки ярко-красная даджуцу. Сказать, что Асми выглядела разъяренной это не сказать ничего. Тонкие пальцы неистово сжимались кулаки настолько, что Сакура даже с расстояния видела, как белеет от напряжения чужие костяшки. Сейчас, в ней пробуждалась кровь и чихота жестокая, сильная ее составляющая. Несколько быстро сложенных руками печати Асми высвобождает толще палящего пламени, направив его на генинов звука. Стихия огня Огненный шар Языки ярко-голубого огня объемным потоком направились на противников, образуя в воздухе внушительных размеров сферу. Воздух пропитался жаром, а блестящие деревья прогнулись от сильных ветреных порывов стихии. Убийственная чакра у чихи ощущалась беспощадно разрывающими волнами по коже. Сакура не могла припомнить, чтобы чувствовала подобное при использовании шарингон на саске, да и техника эта, насколько она помнит, раньше не получилась так хорошо Асами. Синее пламя Изумился Шакамару и осел, спрятавшись за кустом, из-за которого Анисона только что выглядывали, что это с ее глазами. Это и есть шарингон. Продолжала недоумевать Брюнет. Асами Взволнованно прошептала блондинка, не в силах оторвать взгляда от происходящего. Приземлившись рядом с Сакурой, Асами почувствовала, как та частичка нахлынувшей энергии спешно покидала ее тело. Резкая оглушающая боль, возникшая в висках, заставила повалиться с ног. Положение оказалось безвыходным. Она понимала, что ниндзя звука еще способна сражаться, в отличие от них. Те, оправившись от ударов и заметив, что противница вновь обессилела, сменили свои напуганные лица на зловеще решительные. Она не на шутку их перепугала, но вместе с тем и разозлила. Чтобы не было источником ее внезапно появившейся энергии, оно пропало, и теперь они вновь продолжат нападать. Асами, Сакура слегка поднялась, тут же прильнув руками к разгоряченным плечам подруги. Что, уже выдохлась? Зло усмехнулась Кин, что покачиваясь, поднималась на ноги. Асами продолжала прожигать тех взглядом, рвано хватая легкими воздух. Голова налилась свинцом, а веки предательски отяжелели, но она знала, стоит ей потерять сознание и ее бьют и ее друзей тоже. Те трое начали приближаться к ней и Сакуре, хищно скались, и девушка, попытавшись подняться, лишь вскрикнув упала, хватаясь за грудь, откуда взяла свою начало волна оглушающей боли, что разнеслась по телу. Что это такое? Недоумевала она, стараясь вернуть четкость по плывшему зрению. Асами. Сакура придержала подруга, что сейчас уже пребывала в полусознании. Ты нас не на шутку разозлила, теперь мы точно тебя убьем и всех остальных тоже. Истерично закричал Заку. Новая звуковая волна поразила девушек, и те отправились в полет, пока Асами больно ударившись об камень, рассекший ей спину, не рухнула на землю. Достаточно, раздался знакомый голос над духом, заставив Шикуна и челеста поднять глаза. Шикомару. Удивилась Асами, размытым зрением различив его силуэт, что успел взять в теневой плен Заку. Стоило ей произнести его имя, как к горлу подступила теплая жидкость. Выплюнув кровь, Асами лишь сильнее сжалась всем телом от изнывающей боли и слабости. «Теперь отдохните, девчонки», произнесла Инна, загородив собой Сакуру. Инна. «Но почему?» Искренне недоумевала разволосая, совсем не ожидая подобного поступка от Яманука. «Я не позволю тебе одной выглядеть хорошо перед Саски-Коном». То ли отшутилась, то ли всерьез произнесла блондинка, но почему-то ее ответ мало удивил, хотя обнадежил. «Вы уже на пределе», протянул Нара, и кинул беглый взгляд на жалку скрутившуюся Учиху. «Страшно смотреть на тебя, Асами». Лишь Чаджи дрожал, будучи притянутым сюда за шкирку. «Вы с ума сошли?» «Они же очень опасны», возмущался Акимича, продолжая попытки вырваться отсюда. «Это та еще морока, но у нас нет выбора. Мы не можем просто так их бросить, эй!» пояснил Брюнит, продолжая удерживать друга за шкирку. «Время вступления в игру комбинации и нож и кача», бодро произнесла Инна. Асами подняла удивленные глаза на десятую команду, испытывая те же странные эмоции, что настигли ее в момент появления Ли. Что-то в ней не могло так просто осознать то, как ребята оказывают помощь, оставляя позади всю гордость и то, что происходило между ними до этого. Многолетние льды в израненной душе словно начали таять, не выдерживая напора неожиданных чувств, казавшихся ей слишком непривычными в данный момент. Слишком много осознаний приходили к ней за последнее время, и каждая из них словно открывала новый замочек, который девушка когда-то поставила на собственную душу и сердце, не впуская туда никого и ничего. До недавнего времени. А потом Асами задумалась, что пробудила Шаринган просто потому, что хотела защитить друзей. Потому, что сердце настолько заполнилось теплом. И это тепло начало выжигать органы, когда был риск его лишиться. Если это и есть те узы, о которых люди любили говорить как о чем-то ценном, что хочется оберегать, то Асами надеется, что они никогда не разорвутся, потому что уверенно снова она этого просто не переживет. Инна, срочно возвращается в свое тело. Асами хоть и была удивлена необычным навыком ребят, что впервые увидела в действии, все равно преимущество в битве слишком быстро вернулось к генинам звука. Те, даже не колеблись, грозились убить собственную напарницу, зная, что то же самое случится и с Яманока, что осуществило технику переноса разума. Черт! Обреченно протянул Шакамару, осознав безвыходность сложившейся ситуации. А ведь Нара знал, что противостоять этим Шинобе бессмысленно слишком велика разница в силе. Но все же полез, а выпутываться теперь неизвестно как. Вы были близки, но... усмехнулся Заку, но предложение за него окончил досу. Вы слишком слабные. Осознав, что ситуация вновь разворачивалась не в пользу генинов листа, а сами попыталась подняться, придерживая рукой новую, кровоточащую рану на боку. Но не успела она добиться равновесия на своих ватных ногах, как чужой грубоватый голос поразил слух. Похоже, вам больше ни с кем здесь тягаться, усмехнулся Брюнит, гордо возвышающийся на высокой ветке одного из деревьев в компании девушки с двумя пучками. А сами узнала в них товарищи Рокли, что сейчас без сознания и сил валялся неподалеку от нее. Стараясь вспомнить их имя, прочтенная на карточках как будто А сами даже нахмурилась. Юноша, тем временем, окинул всех беглым взглядом, слегка задержав его на шатенке, отчего-то даже испытал и дискомфорт. Он быстро вернул его на шины без звука, сильнее нахмурив и без того сведенные к переносице от недовольства брови. Как-то несерьезно для шины без звука запугивать этих второсортных нельзя и радоваться победе. А сами промолчала, хоть и почувствовала укон раздражения, вызванный сильным возмущением. Если бы у нее были силы, то в наглеца сразу же бы полетела охапка клинков. «Что?» Возмутился Десо, изрядно подустав от постоянно вмешивающихся генинов листа, неожиданно повылезавших со всех углов. Этот избитый пустоголовый, казавшийся сейчас слишком серыми глаза длинноволосого брюнета метнулись к парню в зеленом из нашей команды. Этого мы вам не простим. Парень широко распахнул напряженные глаза, вокруг которых взбухли вены, обрамляя собой вездесущий взгляд. А сами вздрогнула впервые увидев подобное даджуцу. Не успев поразиться силе юноши, она тут же почувствовала чью-то сильную, пугающую мрачную чакру. Решительно настроенный Нэджи вдруг опешил. Почувствовав сильные энергетические потоки, он вновь обернулся на Асами, которые, как он заметил, тоже выглядел растерянный, забегав глазами по округе. Судя по всему, будучи единственными здесь, кто обладал способностями Сенсора, они оба устремили взгляд на неожиданный источник этой странной чакры. Отсаски, лежащего недалеко от Асами, в воздух взмылись темно-фиолетовые потоки чакры, видимые глазу матери и обрамив его тело. Спустя несколько мгновений, Учхо медленно, словно с удовольствием разминая затекшие мышцы, поднялся на ноги. Сгустки чакры, струями сочившиеся с брюнета, приобрели более чуткие, спирлевидные очертания, словно заплясав вокруг него, став защитным щитом. По бледной коже жутким узором распространились черные короткие витеватые полосы, охватив собой почти все его тело. Саски. Он тут же бросил взгляд на окликнувшую его Асами, и та могла поклясться, что кожа ощутила тот импульс, заставивший его брови сойтись к переносице, к глаза расшириться, а кулаки с силой сжаться. Он увидел ее состояние, увидел состояние Сакура и почувствовал, как ярость сдавила горло. «Это они?» — спросил он непривычно низким голосом, переведя взгляд на ухмыляющихся генинов звука. Сакура сглотнула, будто услышав, как сотрясается чаша его терпения. «Саски-кун! Кто сделал это?» Вновь потребовал Учиха, обращаясь уже не столько к раненым куна-ичи, сколько к остальным присутствующим здесь. «Это был я», ухмыльнулся Заку, «И моя команда». Сорвавшись на грудное, тяжелое дыхание, Саски поразил острым, словно клинок, взглядом шина без звука, заставив тех позорно вздрогнуть от напряжения. Асми и всем своим изнеможенным телом чувствовала нехорошие вибрации. Раньше, чем она успела осознать, Заку вновь использовал технику звуковой волны, подняв воздух толще оглушающего грохота. Учиха зажмурилась, готовясь лавиной, но вместо этого почувствовала чью-то уверенную хватку, а затем странное ощущение невесомости. Открыв глаза, она увидела лишь медленно оседавшее облако пыли неподалеку от себя и стойко возвышающийся перед ней силуэт Саски. Рядом были и Сакура с Наруто. Асми понадобилось несколько секунд, прежде чем заторможенный мозг осознал произошедшее. А Саски, тем временем, уже подобно молния, переместился за спину Заку, одним ударом сбив его с ног. Быстрый. Заметила Асми и перевела взгляд на взволнованную Сакуру. Зеленые глаза пристально следили за Саски, с каждой секундой все больше наполняясь влагой. Обветренные розовые губы шептали имя Чихи, в то время как он сам довольствовался болью, что причинял звуковику, заломив его руки и угрожающе ткнув ногой в его позвоночник. Ты так гордишься своими руками. А что будет, если ты их лишишься? Слыша отчаянные крики о пощаде от своего заложника Саски получал прям таки нездоровое удовольствие. Кровь кипела в жилах, а тело ощутило такой прилив сил, что разум затуманился всепоглощающей жаждой чужой крови. Он никогда не чувствовал себя так хорошо, слыша треск ломающихся от его рук костей. Асми ужаснулась, когда Саски все же сломал руки юноши, при этом жутко ухмыляясь. Не ушло это и от внимания Сакуры, что, наблюдая за так сильно не походившим на себя очхой, невольно вздрагивала, пуская тихие слезы по щекам. Теперь остался только ты, Саски повернулся к десу, жутко улыбаясь глазами, в которых пылал опасный огонь. Саски-кун, остановись, прошу. Тело Сакуры предательски задрожало, а к горлу подступил давящий кум. Не в силах больше наблюдать за жестокостью со стороны Саски, и то, каким он сейчас является явно не собой. Она с криками рянулась с места, превозмогая боль, подбежав к нему. Примкнув к низтово напряженной спине у Чихи, девушка подняла на него заплаканные глаза, встречаясь с обжигающей холодной сталью Шарингана. «Саски-кун, прошу!» лихорадочно шептала Харуна, надеясь достучаться до его сознания. Разглядев в заплаканных глазах Сакуру, Саски словно очнулся от сна. Девушка стояла, прижавшись к нему со страхом в глазах, и Брюнет понял, что именно он вызвал у нее это чувство. Внезапно его взгляд изменился, и прежняя ярость отступила, оставляя после себя лишь звенящую пустоту. Печать начала отступать назад, точно так же, как и темная аура вокруг него. Сакура почувствовала, как напряженные до предела мышцы Брюнета расслабились. Шаринган погас, возвращая привычные черные зрачки. Саски, будто оставшись без сил, рухнул на землю, обрывисто дыша, а встревоженная Харуна продолжала придерживать его, опустившись рядом. Ты силен, Саски. Начал уцелевший ниндзя звука, слишком силен. Он вытащил свиток и поставил его на землю перед собой, у нас нет против тебя шанса, пока на тебе эта проклятая метка. Мы отступаем, точка на этот раз. Дусу взял своих напарников под локоть и собирался уйти, как его остановил раздавшийся за спиной голос. Стой! Требовательно крикнула Асами, кто такой этот Арачимару и что он сделал с Саски. И почему именно с ним? Этого я не знаю. Нам было приказано напасть на вас и убить Саски. Больше мне ничего неизвестно. Асами была недовольна ответом, но все равно позволила ему уйти, зная, что вряд ли сможет что-либо разузнать у него сейчас. Желая подойти к Саске и Сакуре, девушка рухнула на полпути, сильно зажмурившись от резка охвативших ее болевых ощущений в теле. Асами. К ней подошел Шакамару и с удивлением обнаружил, как раны на теле девушки начали стремительно затягиваться. Та тяжело задышала, испытывая неприятный жар по коже, но как только это прошло, с удивлением посмотрела на свои руки, что теперь не являли собой истерзанные до крови конечности. Расширив в удивлении глаза, она продолжала осматривать дрожащие ладони, не замечая, как все взгляды оставшихся генинов устремились на нее, заметив необычайно быструю регенерацию, только что осуществленную ее телом. Мать твою, как ты это сделала? Не скрывая своего замешательства, воскликнувши Камару, а потом укоризненно вскинул бровь, и почему раньше не сделала? Я. Асами сглотнула, не найдя что ответить. Асами чин. Воскликнул неожиданно очнувшийся Наруто, тут же опустившись рядом с шатенкой, твои волосы. Взгляд его был по-настоящему встревожен, и Асами ощутила, как хочет врезать ему, ведь из всего происходящего, о неизнеможённое состоянии друзей. Но вместо удара она максимально мило улыбнувшись, ответила, решила сменить прическу, Наруто. Не беспокойся. Асами тут же посмотрела на Сокору и Саски, слабым кивнув. Рассказывать о произошедшем блондину никто не собирался, по крайней мере пока. Слишком много произошло, и прежде чем нагружать этим пустую голову товарища, им следовало разобраться самим. Наруто, ты удивительно бесишь меня всякий раз, когда я тебя вижу, огрызнулся Нару, сложив руки в карманы. А вы вообще что здесь делаете? Возмутился Узумуки. Объяснять тебе всё равно, что стенки. Асами не заметила, как усмехнулась на реплику Шикомару, поспешив пояснить самой. Они пришли помочь. Пожалуй, в эти слова она вкладывала больше, чем могло показаться на первый взгляд. Задумчиво улыбнувшись ещё больше запутавшемуся блондину, Асами вновь поднялась с колен, направляясь в сторону Роккали, который тоже очнулся, судя по всему, не без помощи напарницы. О, это же толстобровый чудак! Усмехнулся Наруто, заставив Асами резко остановиться, и всё же осуществить ранее задуманное. Следя за языком, идиот, смачно влепив тому по лицу, отправив его в долгий полёт и не пожалёв на эту силу, вступилась Сакура. Асами вздохнула, кивком поблагодарив подруга, и таки дошла до брюнета, улыбнувшись. Лисан, спасибо за то, что помог. Это было очень кстати. Асами сан, парень заметно растрогался, вытеряв рукавом кровь с губ, но лицо его выражало разочарование, похоже, мне нужно больше работать. Он слегка опустил голову, словно извиняясь за свой проигрыш и хмыкнув, вновь заговорил, обращаясь уже к обоим Учхо, что сейчас стояли напротив. Клан Учхо действительно великий, он посмотрел на Саски, стоявшего чуть позади Асами. Саски Кон, ты так справился с тем нельзя звука. Т, должно быть, обладаешь невероятной силой, а я получил свою. Асами покосилась на Саски, что заметно удивился услышанному. Нетрудно было догадаться, что именно сейчас произошло в его голове, после подобного заявления. Девушка нахмурилась, когда тот задумчиво посмотрел на свою ладонь, который еще недавно сжимал руки Заку, что жестоко сломал. Асами Сан вновь окликнул Ли, вернув к себе ее взгляд, что тут же смягчился, когда мы встретимся в следующий раз, я стану сильнее. Обещаю. Асами удивленно похлопал глазами, вновь мысленно воспроизведя услышанное. Вместо привычного отторжения, что было вчера при его словах, она лишь мягко улыбнулась, искренне поверив его заявлению. Я ей не сомневаюсь. Стоило ей ответить, как настойчивое ощущение чужого испепеляющего взгляда разнеслось неприятными мурашками по телу. Асами оглянулась, найдя виновника ее дискомфорта в лице напарника Рокколи, все так же возвышающегося на ветке, словно не желающего опускаться на один уровень с остальными. Не сразу осознав, что взгляд его был направлен не на нее, а на Саске, она не успела отвернуться, теперь уже встретившись с ним глазами. Девушка с трудом подавила в себе волну неприятной дрожи от неожиданности, но отвести взгляд не спешила, словно это означало бы проигрыш в их негласной битве. Испепеляя его глазами, она не заметила, как лишь сильнее хмурила брови, подобно ему. Из затянувшегося зрительного контакта ее вырвал голос и на «Асами, иди сюда!» Активно замахала рукой Яманока, зазывая к себе «Давай поправлю тебе прическу!» Опомнилась та, повернувшись к блондинке сидящей рядом Сакуре «Не откажусь!» Вновь кинув беглый взгляд на брюнета, Асами Ачигата усмехнулась и поспешила к подругам, оставив парня в легком замешательстве. Ина проходилась лезвие мкуная по шоколадным локонам, слегка ровнее концы, которые теперь едва ли касались плеч. Зарываясь пальцами в мягкие, но сильно спутанные локоны шатенки, она немного наклонившись, недовольно покосилась на сидящую напротив Сакуру. «Лобастая, блин! Ты так крепко обнялась Аски!» В войне все средства хороши, невозмутимо ухмыльнулась Харуна, победно вскинув голову, на что получила пронзительный взгляд лазурных глаз блондинки. Асами почувствовала себя лишней, удивившись тому, как из всего произошедшего Ямонока решила обсудить именно этот факт. «Мы, кстати, и твою силу видели, вдруг отозвалась она, обращаясь уже к Асами. «Мою силу?» Она не сразу поняла, о чем говорила Инна, но вновь прокрутив в голове пленку недавних событий, слегка напрягалась, ты про Шаринган. И не только. В любом случае, девушка закончила, последний раз проведя пальцами по волосам, это было круто. «Ага», согласилась Харуна, «Я знала, что у тебя получится пробудить Шаринган. Поздравляю!» «Спасибо», хмыкнула Учиха, пока не особо разобравшись с тем, сколько именно радости она по этому поводу Казалось бы, сбылось то, чего девушка всегда хотела, но неприятно скребущее внутри чувство почему-то не позволяло по достоинству насладиться подобным приобретением. Два дня, что ребята отвели на восстановление, прошли слишком быстро. Осознав, что у них остались сутки на то, чтобы добыть недостающий свиток попасть в башню, в голову им начали лезть не самые честные способы осуществления целя. Благо, от фатальной ошибки, что едва не совершила команда, желая открыть свиток, чтобы поделать другой, их спас вовремя появившийся кабута, предложивший объединиться. Лишь благодаря ему, после стычки с шиноби дождя, седьмой команде удалось достать нужный свиток земли, и вовремя, буквально в последние минуты, доставить его в башню. За эти пять дней, проведенных в лесу случилось, пожалуй, слишком много. Последним из впечатляющих и несколько даже неожиданных для многих вещей, была возросшая сила Наруто, благодаря которому, по большей части, и удалось найти нужный пергамент. Асми не могла не удивляться тому, как быстро становится сильнее блондин, и даже искренне гордилась этим фактом, совсем не замечая, как хмурятся брови Саски, всякий раз, когда узумаки прогрессируют в силе. Просторное помещение, освещаемое несколькими высокими лампами, сейчас служило местом сбора не только прошедших испытаний участников экзамена, но и комиссия, во главе которой стоял сам Хакаги. Асами, стоя в заднем ряду, позволила себе осмотреть всех выживших соперников, среди которых действительно остались, на ее взгляд, сильнейшие. Лишь наличие среди них ниндзя-звук вызывало у нее не самые приятные эмоции, которые она старалась перебить обещанием, что отплатит этим говнюкам за все, что произошло в лесу. Глаза невольно метнулись к Саске, что стоял слегка сгорбившись, придерживая руку и метку на плече. Асами нахмурилась, помня, как тот убеждал ее и Сакуру, что она его больше не беспокоит, однако сейчас было ясно, что это не так. Несколько задумавшись, Учиха пропустила почти все слова третьего о сути экзамена и важности его проведений. Обратила внимание на происходящие речи она только тогда, когда говор мужчины резко прекратился. «Позвольте прервать вас, Хакаги Сума». Перед главой деревни возник Шина Белеста, поклонившись в уважительном жесте. Получив одобрительный кивок, он развернулся к участникам экзамена. «Меня зовут Хайту Гетто. Я уполномочен сообщить о некоторых изменениях». Молодой человек откашлялся, позволяя взволнованному шепоту пронестись между рядами. Подобное начало не предвещало ничего хорошего, и горький опыт прошлых этапов это лишь доказывал. «Так как вас осталось слишком много, я должен провести дополнительные испытания». «Незамедлительно». «Дополнительное». Возмутилась Асами, явно недовольная подобным заявлением, для уменьшения числа участников. «Разве это честно?» Подхватив всеобщее недовольство, возразил Кеба. Хайта поторопился пояснить, «Высокопоставленные представители всех стран прибудут на третье состязание, с целью отбора лучших нельзя для работы, и они не должны тратить временно тех, кто недостаточно талантлив». Он вновь откашлялся, и Асами даже нахмурилась, заметив его не самый здоровый внешний вид, «Я понимаю, что вы устали, поэтому сейчас у вас есть шанс отказаться от участия в предварительном тестировании». Однако, это будет равносильно добровольному отказу от участия в экзамене на звоняние Чунина». Асами вновь ладонью метку на плече. Что-то неприятное засаднило в груди, но она не спешила поддаться порыву остановить его, однако это попыталась сделать Сакура. «Саски». Шепотом обратилась она, не зная точно, что именно следует сказать, «Метка Арачимару не даст тебе сражаться в полную силу, не даст использовать шаринган». И Сакура вдохнула, «Тебе нужно отказаться от участия». «Что?» Саски обернулся к девушке. «В его глазах застыли злоба и разочарования, ты хочешь, чтобы я сдался, когда остался среди лучших?» «Но я должен проверить свои силы, а шанс сразиться с самыми достойными есть только сейчас», процедил он, превозмогая настойчивую боль в плече. Метка действительно доставляла неудобства. Сакура была права, и это бесило. Девушка тяжело сглотнула, зная, что другого ответа и не стоило ожидать. Она права, Саски. Сакура хочет как лучше, вступилась Асами, не желая более наблюдать, как брюнит грубит подруги. Не вам решать, что лучше для меня, поморщился от отвращения юноша. Недовольство охватывало его все сильнее. «Ты издеваешься», начинал излиться Асами. «Мне не нужна твоя защита или вообще что-нибудь от вас. Если ты не сделаешь этого, то это сделаю я». Рука Асами дрогнула вверх, но в то же мгновение, Саски с силой перехватил ее запястье, издав негромких хлопок, что привлек внимание столь восприимчивого к ученикам какаши. Асами же застыла в неприятном изумлении, а Сакура, ставшая свидетелем этого, и вовсе сглотнула ком. «Саски-кун, ты этого не сделаешь», строго проговорил Саски, забываясь от переполняющих его чувств. Рука чуть сильнее жала кисть девушки, отчего та слегка поморщившись, зашипела. В этот же момент вмешался мало что понимающий в их споре Наруто, что все это время старался не влезать, но отношение Саски к товарищам сейчас дико выбесило даже его. «Какого черта, Саски? Они всего лишь хотят помощь. Мне не нужна ни ее, ни Сакуры, ни тем более твоя помощь. Я должен остаться и сразиться с лучшими». «Но... я и с тобой хочу сразиться, Наруто, в то время как лицо Наруто озарила едва ли заметную хмылка, что сменила собой первичное удивление, лицо Асми лишь сильнее нахмурилось, а злость пробралась под кожу. Она резким движением выдернула свою руку, заставив Саски вновь к ней обернуться. «Ведешь себя как упрямый осел», процедила та, заглядывая в его непроницаемые глаза, «раз тебе так нравится мучить себя и не принимать заботу от других, то так тому и быть». Девушка шагнула от Учихи и повернулась к взволнованной происходящим Харуна, едва слышно фыркнув. Асми злилась. Злилась и так сильно, что в голубых глазах вспыхнуло обжигающее пламя. Выходка Саски вывела ее из себя, но еще сильнее ее задевал его холодный и пренебрежительный взгляд. В тот момент он посмотрел на нее так же, как когда-то смотрел в детстве, не признавая в ней Учиху. В его глазах она увидела то же презрение, что наблюдала всю жизнь у своего отца и это задело те глубины ее души, о имени которых девушка старалась позабыть. Она всего лишь поступила так, как велела сознание, что с трудом, но признавала связь с теми, кого она теперь может назвать друзьями. Но в итоге столкнулась с непониманием и грубостью. Это обескуражило. Она не была из тех, кто станет терпеть подобные отношения. Круто развернувшись, Асми зашагала в противоположную от Саски сторону, не обращая внимания на неуверенный зов Сокуры. Сейчас она не могла находиться рядом с этой высокомерной физиономией, не понимающей доброго намерения. Учиха старалась слушать объявления, что происходили далее, но нещадный поток мыслей заглушал даже слова экзаменатора. Вместо того, чтобы как все, удивляться желанию как будто вновь отказаться от экзамена, она устремила все свои внимания и силы на то, чтобы суметь контролировать злость, продолжающую раскаленной лавой кипеть внутри. Пальцы то и дело сжимались кулаки, однако стоило девушке ощутить, как ногти до кровавых отметин впиваются в кожу ладони, как эта секундная боль возвращала на землю, помогая ненадолго совладать с распирающими ее эмоциями. Чувствую, что готов выложиться на боях в полную силу, которая у нее заметно прибавилась из внутренней бури, а Сами послушно поднялась на импровизированной трибуны, когда объявили начало отборочных поединков, первый из которых как раз был у Саски и Шиноби из команды Кабута. От зоркого глаза Асами не ушло то, что Синси что-то шепнул Саски, прежде чем тот начал бой. Она подумала, точнее надеялась, что Кукаши догадался или каким-то образом узнал, что творится с брюнетом, ведь понять, что это заметка и как она влияет на Саски, до сих пор было трудно. Но одно было очевидным стоит ему использовать Шаринган, и она снова даст о себе знать. «Эй, Саски!» выкрикнул блондин, заметив, как Учихо позорно проигрывает бой, а Сакура сжимает руками перила, сотрясаясь от беспокойства, и после этого ты называешь себя Учихою Саски. Перестань валять дурака. Соберись. Асами могла бы предположить, что слова о Зумаке действительно оказали на брюнета влияние, но не заметить, как тот использовал для побед прием принадлежащий Лисану, было невозможно. Со своим отношением к этому она еще не разобралась, но облегченно выдохнула, когда Саски объявили победителем в поединке. Прежние злость и обиды начали постепенно отступать, и она позволила себе улыбнуться победе товарища, но только уголками губ. Вот же кретин, все же выкрутился мысленно усмехнулась Асами, переведя взгляд с удаляющегося вместе с какашей Саски на Сакуру, что заметно расслабилась в плечах после положительного исхода поединка. Асами Чин, голос Наруто заставил девушку обернуться, ты заметила, что произошло с Саски во время боя? Асами заново прокрутила в мыслях весь поединок, и слегка вздохнула, когда поняла, что именно имел ввиду узумуки. Конечно, не все прошло гладко, и в какой-то момент Мека вновь начала распространяться по его телу, но была вовремя подавлена. Девушка искренне надеялась, что этого никто не заметит, а Наруто тем более. Я ничего не видела, стараясь звучать убедительно, ответила Асами. Кончик языка обожгло собственными словами, ведь врать девушка просто ненавидела, но ранее данное Саски обещание и общая договоренность вынудили ее сказать именно это. Понятно, тут же расслабившись, отозвался узумуки, вновь повернувшись к Арене. Теперь ты вдвойне кретин, Саски нахмурилась Асами, оставшись недовольна тем, что обязана врать в лицо людям из-за того, кто еще недавно вывел ее из себя. Чей-то болезненный ревгулом застрял в ушах. Голова побаливала от недосыпа, усталости и голода, скручивающего живот. Но все эти сигналы утомленного пятидневным нахождением в лесу тела приходилось игнорировать, так как испытания на этом не закончились. Немного позабыть о тягостных ощущениях позволяли поединки, которые овладевали всем вниманием, пробуждая жадный интерес к тому, что происходило на импровизированном поле боя, между двумя случайными соперниками. Асами с особой внимательностью наблюдала за каждым, чьи способности выявлялись по ходу поединков. Некоторые, от кого совсем не ожидаешь, удивляли порой своей запрятанной силой или умом. Хоть и наблюдать все это действенно было увлекательно, Учхо и сама была бы не против вступить в схватку. Проверить себя и свои силы, и возможно, если сложится судьба, то вновь сразиться с единственным оставшимся здесь ниндзя звука в лице Досу. Ту стычку в лесу смерти она никак не могла забыть. Костяшки на пальцах саднила от желания встретиться с его наполовину спрятанным под формой лицом, добраться до челюсти, услышав ее мелодичный хруст. Асмия не замечала, как от мысли об этом на лице ее вырисовывалась садистская ухмылка, пару раз привлекшая внимание обеспокоенного кукаши. Но очередь Асмии никак не наступала. Это раздражало настолько, что та очень скоро стала походить на вулкан, который в отводы взорвется от нетерпения и предвкушения. Шатенко то и дело прожигала взглядом табло, что и сейчас должно было выдать им следующих соперников. Надеясь наконец-то увидеть свое, она почти разочаровалась, но тут же оживилась, прочитав на нем имя Сакуры. Эти двое? Скептически нахмурив брови, проговорил Шакамару, глядя на готовящихся к бойку наичи, это может окончиться плохо. Ты прав. Согласилась Асами, не зная как реагировать на то, что противницей Харуны оказалась именно Яманука. Конечно, девушка не сомневалась в способностях подруги. Скорее, ее волновало то, чем может обернуться поединок между теми, кого объединяло общее прошлое и когда-то крепкая дружба. Сакурачин выкрикнул Наруто, не сдавайся. У тебя получится. Асами, сильно зажмурившись от бьющего по ушам голоса блондина, протяжно вздохнула. Она, безусловно, ценила старание Наруто поддерживать товарища, но когда это происходило в непосредственной близости к ее чувствительным барабанным перепонкам, которые едва ли остались целы за все это время бесконечных криков неугомонного и узумаки, это начинало совсем немножко раздражать. Не успела Асами высказать свое, пока только предупреждающее замечание, как уже объявили начала поединка. С первых же секунд послышали звуки ударов и режущий лязг металла. Сакурачин побеждает. Довольно улыбнулся Наруто. Идиот, фыркнул Шикамару, ты либо слепой, либо тупой. Что? Возмутился Узумуки. Асами обернулась над товарищей, ненадолго оторвавшись от боя. Только она открыла рот, чтобы что-то сказать, как ее опередил чужой голос, последовавший из-за спины. У этих кунаичи одинаковый уровень ведения боя. Все мгновенно обернулись, посмотрев на Ниджи, имя которого Учиха узнала совсем недавно. Тот вместе с напарницей не унимал взгляда от поединка, также внимательно следя за происходящим. Асами, сама не ведая почему, нахмурилась, встретившись с его равнодушным профилем. Но это не потому, что они кунаичи, тут же возразила его напарница, уточнив его не совсем верной формулировкой утверждения, они жалеют друг друга, вот в чем проблема. Это не из-за того, что они девушки. Асами протяжно вздохнула, вновь вернув внимание на бой. Почему-то, желание с кем-либо контактировать на данный момент спало к нулю. Девушка сконцентрировала все свое внимание только на развернувшемся поединке, пытаясь понять свои мысли по всему этому поводу. Всю жизнь наблюдая за соперничеством, что развивалось между Сакурой и Инна, а затем став свидетелем того же вечного противостояния между Саски и Наруто, Асами то и дело задумывалась, что никогда не имела подобного чувства с кем-либо. Если она и соперничала всю жизнь с кем-то, то только с собой. И это, пожалуй, во многом, более жестокое противостояние, ведь сражение в одиночестве участь несчастных людей. Асами это давно поняла и смирилась, хоть это было непросто. И даже после того, как она не без труда признала в седьмой команде людей, которых может считать близкими, Учхо не доверяла им всего, что происходило у нее внутри всякий раз, как захлопывалась за спиной дверь одинокой и пустой квартиры. Иногда Асами казалось, что она тонет в душащем одиночестве просто потому, что сама тянется к дну собственными же руками. Боль от потери клана с годами едва ли притупилась, а навязчивое, вязкое чувство засевшее внутри, никак не давало покоя, заставляя всю жизнь задаваться одним единственным вопросом, клеймом выжженным на коре головного мозга. Почему я? Этот вопрос, ответ на который девушка никогда не получала, всякий раз всплывал в сознание в моменты слабости, отчаяния и боли, что преследовали ее с самого детства. Одно лишь отношение отца, которое всегда казалось Асами несправедливым и ничем неоправданным, заставляло не то, что думать над этим, а порой, чуть ли не биться в конвульсиях, истериках от простого непонимания смысла своего существования. От разъедающей глотку обиды, согнила в душе, тянула, неприятно изновала, словно глубокая открытая рана. Асами просто искренне не понимала, чем именно заслужило такое отношение от отца, что едва ли видел в ней свою дочь, а не какое-то домашнее животное, на которое у него аллергия, но которое он обязан терпеть по неизвестным причинам или просто из принципа. Не понимала, почему именно ее тело предательски изнывало до боли в костях, всякий раз, когда девушка приступала к тренировкам, чтобы в очередной раз постараться доказать, что чагото таит. Асами также не понимала, почему в ту ночь Итачи не убил ее. Пожалуй, последний вопрос давил на сознание сильнее, чем все остальные, которые перестали иметь значение в тот же момент, как случилась судьба на сна и ночь. Некогда боль в сердце, причиняемая родным человеком, обернулась в пустоту, что с каждым новым днем лишь сильнее затягивало в свой беспросветный омут. А редкое чувство вины и одиночества ни разу не отпускало с тех пор. Асами не чувствовала ненависти или обиды, которые переполняли Саски. На тот момент она потеряла возможность испытывать даже эти эмоции. Была пустота вязкая, словно болото, в котором девушка продолжала тонуть. И долгое время не было ничего, что могло бы остановить этот процесс. Кажется, на этом бой окончен, раздался голос экзаменатора после того, как он усмотрел бессильно лежащих на земле кунаичи. Асами напряженно сжала губы. Наблюдая за тем, как Какаши Синси аккуратно возвращает заметно ослабевшую Сакуру на трибуны, на коже которой выступили свежие синяки и порезы. Инна выглядела ничуть не лучше поединок закончился обоюдным поражением. Учиха с широко раскрытыми глазами уставилась на подругу. Сакура, даже несмотря на столько времени, проведенного вместе, раскрылась для своих товарищей совершенно с другой стороны, истинное проявление, которое они увидели лишь сейчас. Она действительно была сильна, своим зрелищным боем лишь пробудив в Асами еще больше предвкушения перед своим. Наконец-то! Наконец-то моя очередь! Завопил блондин, привлекая к себе внимание Асами. Наруто, покажи нам, насколько ты вырос, гладко отозвался Синсей. Учиха уловила, как по залу распространились насмешливые перешептывания про Узумаки, от которого все ожидали лишь проигрыша. Может, он не производил впечатления сильного противника или умилого Шиноби, но Асами не понаслышке знала, что это обманчивое амплуа дурачка скрывает за собой куда больше, чем кажется на первый взгляд. Наруто хоть и был глуповат, Асами никогда не считала его слабым. Еще со времен Академии он овладел ее вниманием, но что именно тогда так в нем зацепило, она не могла понять до сих пор. А все было до запредельного, просто Наруто был другой. Постоянно выделялся из толпы, делал все и всегда по-своему, и девушка уверена, что, во многом, именно поэтому его большинство детей и презирал они просто не терпели тех, кто не вписывался в их понимание нормальных ребят. Таких же обычных, как они. Наруто был особенным, но чем именно сказать было сложно. Он просто всегда был собой и оставался верен своим убеждениям. Асами с искренним интересом наблюдала за тем, как закалялся его характер и росла сила все эти месяцы, и даже не заметила, что терпеть его выходки и глупости стала неотъемлемой частью ее рутины, дни без которой уже не будут столь привычными. Он был солнцем, которое всегда хотелось видеть над головой, даже несмотря на то, что его настойчивые лучи заставляли неприятно хмуриться. Наруто, не смей сдаваться, иначе будешь слабаком. Асами подбадривала товарища так, как умела. Тот должен был подняться, чтобы победить. Допустить мысль о том, что Наруто проиграет кибе, девушка не могла. Следя за выкриками учихи, Кокоши невольно усмехнулся тому, как иногда похожи эти двое. Просто, Асами во многом была похожа на более сдержанные и рассудительные отражения взбалмошного блондина. Хоть и это не так явно бросалось в глаза, общего у них было куда больше, чем у нее с тем же Саски. Это и настораживало, и забавляло одновременно. Победитель Узумаки Наруто. Наконец-то объявил экзаменатор. Отлично, Наруто. Молодец. В унисон завопили Сакура с Асами, оглушився Нси и стоявшим рядом Ли. После сеанса нескончаемой радости и самодовольства победой, сильно потрепанный и раненый Наруто поднялся на трибуны, с настолько горделивым видом, будто он сразил Никибо, совершив это не самым изящным способом, а целую армию вражеских шиноби. Новый прием, говоришь? Усмехнулась Шатенко, припомнив оригинальность нового приема в арсенале Узумаки. Он, конечно, просто нагло украл его у Саски, который сделал то же самое, скопировав прием Ули. Надо же, как они схожи. И все же, то, что он смог это повторить поразительно. Наруто, как и обычно, удивлял. Да. Это мой новый прием. Как ни в чем не бывало, отозвался блондин, вызвав у Асами лишь смех. Асами окликнул как Аши, привлекая ее внимание, кажется, теперь твоя очередь. Шатенко взглянула на экран, прочитав свое имя, а затем едва ли не вздрогнула, узнав соперника. Да сукинуто гласила табло, и девушка тут же вспомнила последнего оставшегося здесь ниндзя звука. Ей достался серьезный противник с легким беспокойством, подумал Хатаки, но вновь переведя взгляд на ученицу, удивился, заметив в голубых глазах неволнение, разыгрывавшийся азарт, что отразился в задумчивой ухмылке. Отлично, я с ним поквитаюсь. Асами ловко перепрыгнула через перила, даже не дождавшись пожеланий удачи от товарищей, ведь была почти уверена, что ей она не понадобится. В глазах вспыхнул опасный огонек, а тело распирало от возбуждения перед боем. Это именно то, чего она жаждала. Вперед, Асамисон! Лисал голбы, сказав, что не забеспокоился за девушку, зная, что последняя стычка между ними прошла не в ее пользу. Снова этот ниндзя звука, взволнованно прошептала Сакура, беспокоясь за подругу. Ниджи, проследив за взглядами, обращенными кучихи и сам припомнил то, в каком состоянии она находилась, когда он нашел их в лесу. Генины звука были достаточно сильны, а вот она, кроме фамилии и пустых слов, пока еще ничего из себя не представляла в мысленном образе, составленном Хьюгой. Ну, покажи, на что ты способна, Асамиучиха, мысленно отозвался Ниджи, заинтересовавшись тем, как окончится этот бой. Асамичин, надери ему зад. Вскрикнул Наруто, но девушка будто не слышала, устремив все свое внимание на противника перед собой. Тот стоял сгорбившись, длинными рукавами почти касаясь пола, но один глаз, виднеющийся из-под повязки на лице, был направлен прямо на нее. «Думаю, ты хотел бы увидеть на моем месте Саски, не так ли?» Припомнив его последние слова, едко проговорила Асами. «Я легко тебя одолею и встречу с ним на третьем этапе». На его слова девушка склонила голову, протяжно вздохнув и опустив плечи. В зале повисла тишина, и не ожидавшие такой реакции зрители тут же напряглись. Испугалась, предположил Ниджи, скрестив руки на груди. Но стоило слуху уловить тихий смех, как брови в удивлении поползли вверх. «Попробуй, сквозь ухмылку», проговорила Асами, но в следующее же мгновение взгляд ее стал пронзающий острым, сменив насмешку на решительную непоколебимость. «Я не повторяю своих ошибок дважды. Никогда». Дусу нахмурился, однако поверить словам девчонки не пишил. Ее напускная уверенность и пустые угрозы его скорее забавляли, ведь победив ее однажды, он без труда сделает это снова. Но не успел он что-либо ответить на ее дерзкие слова, как вновь голос девчонки раздался по залу. «Если ты не забыл, с того раза кое-что изменилось», Асами моргнула, и некогда голубые глаза приобрели багрово-красный оттенок, на котором выделялся черный зрачок и расположившимся на радужке Томая. Асами Чин пробудила Шарингон. Заметно удивился Наруто, наверное, даже больше, чем стоило. Сакура кивнула на его вопрос, заметив удивление на лицах Роккали и его напарника, который внимательно и по большей части равнодушно наблюдал за предыдущими боями. Затем перевела взгляд на Кокоши, что почему-то выглядел несколько растерянным, хоть и маска скрывала большую часть его лица, которая через несколько секунд тут же задумчиво нахмурилась. Начали. Первым с места сорвался Десуя Галев руку, уверенно направился к Асами. Та, совершенно этому не удивившись, достала из футляра на ноги заготовленные сюрикены, бросив их в противника. Тот, без труда увернувшись, самодовольно произнес, «Меня этим не возьмешь». Неужели? Асами хитро ухмыльнулась, прежде чем руки дернулись и резко согнулись в локтях. Тонкие струны сверкнули под светом ламп, с характерным звуком натянувшись. Проследив за траекторией нитей, Досу слишком поздно заметил, что тянулись они за его спину, и уже через мгновение он ощутил, как тело сковало тисками, обвязавшимися вокруг него с помощью сюрикенов. Успешно справившись с маневром, который девушка подсмотрела ранее у Саски, и который не позволил противнику использовать свою технику, Асами, не теряя времени, со всей силы потянула струны на себя, и широко замахнувшись, ударила того по лицу, как только связанное тело оказалось достаточно близко. Все ее движения были быстрые и точные, и Досу оказался впечатанным в противоположную стену, по которой после жесткого соприкосновения расползлись трещины, а сам он рухнул на пол. По трибунам пронеслась волна легкого шока, когда хрупкая, на первый взгляд, девчонка в три секунды разделась с противником. Нарут опустил взгляд на недвижимо лежащего под трибуной Досу тут же вскрикнул «Ура, Асамичин! Ты сделай его!» «Молодец!» Взбудоражившись воскликнула Сакура, не скрывая своих ярких эмоций. Асамисон великолепно отозвал Сели, вызывав тихий смешок у напарника. «Это еще не конец», произнес Наджи, заставив всех троих тут же замолкнуть и вернуть запоздалые недоуменные взгляды на арену. Асами нахмурилась, услышав как разрываются струны, а тело досумедленно поднимается с земли. Неудивительно, что это не сработало. Неплохо, прохрипел тот, но этого недостаточно. Он вновь ринулся к девушке. Учиха попыталась задержать его техникой огненного шара, что мигом заполонил собой пространство перед ней, голубыми толщами пламени, поражая воздух. По трибунам прошла волна легкого смятения и перешептываний, вызванного необычным цветом высвобождаемого Асами огня. Какаши слегка дернул бровями, а затем перевел многозначительный взгляд в угол арены, откуда наблюдал за поединками Хакаги. Тот, поймав его взор, слабо кивнул, словно прочитав его мысли. И выпустив дым из закуренной им трубки, вновь вернулся к наблюдению боя. Асами пустилась в бега, Чикрой оттолкнувшись от земли, чтобы ускорить движение. Она не позволяла противнику приблизиться какое-то время, просто продолжая перемещаться с одного угла на другой. Сейчас, ее преимущество и спасение было в скорости. Почему она от него убегает и не нападает? Возмутился Наруто, не найдя это особо зрелищным. Асами держит расстояние, потому что знает, что техника ДСУ имеет ограничение по радиусу воздействия, пояснила Сакура, вспоминая обои в лесу, каждую деталь, которого Учиха записывала в памяти, пристально анализируя каждый свой шаг и противников, если она близко подпустит его к себе, то сразу же попадет под воздействие звуковых волн. Но чем дальше расстояние, тем слабее это воздействие. Кажется, она смогла определить радиус влияния его атак, также вмешался Хатаки, задумчиво следя за каждым новым перемещением мученицей. Асами удерживает расстояние строго в пять метров, не подпуская его ближе, но сама нападает и тут же отходит. Кажется, Шаринган ей здорово в этом помогает. Асами Чон крутая. Протянул блондин, оставшись под впечатлением от слов товарищей. Учиха же к этому моменту довела свою скорость до максимума, нападая в те короткие промежутки времени, когда ДСУ не успевает среагировать, чтобы использовать технику, а затем сразу же отходит на расстояние. Движения ее отдаленно напоминали маневр Ли, когда тот дрался с Саски. Однако, подобный стиль боя сильно выматывает и по истечении некоторого времени скорость падает, а удары становятся не столь чуткими. Это было заметно. Сразу использовать все карты, которыми девушка запаслась, оказалось недостаточно и рановато, чтобы сходу постараться ко всему приноровиться. Асами поняла, что переоценила свои силы, но отступать было некуда. Кажется, ты уже выдохлась, поднявшись после очередного пережитого удара, усмехнулся Десу, но долго бегать ты от меня не сможешь. Надо всего лишь избавиться от устройства на руке, думала Асами, стараясь справиться с одышкой. План, что пришел к ней в голову был не самым удачным, и успех его не был обещан, однако ничего лучше и она пока придумать не смогла. Всю жизнь специализируясь на ближних боях, сложно держать постоянную дистанцию, с которой сделать особо ничего не можешь. Переведя дух, Асами вновь подняла взгляд на Десу, но его впереди не оказалось. Он молниеносно оказался за спиной девушки и замахнулся рукой для удара. Успев его заметить, она еле увернулась, позволив кулаку пронестись в нескольких сантиметрах от лица. О! Нет! Вскрикнула Сакура, и подавшись вперед. Сакура, чем, она же увернулась, поспешила успокоиться Наруто, но получил лишь укоризненный взгляд разоволосый. Наруто! Идиот! Я же только что сказала, что ему не нужен прямой контакт, чтобы нанести вред. Асами тут же отпрыгнула, подумав, что на этот раз ее пронесло и технику свою использовать он также не успел. Но тело вдруг сковало, а гулкий звон поразил слух, отозвавшись болезненной пульсацией в висках. Девушка вскрикнула от боли, приложив ладонь к уху, откуда потекла теплая струйка алой жидкости, задрожала изнеможенным телом. Черт! Наконец-то я тебя достал, победно скались, произнес Дусу и неспешно подходя, вновь коснулся пальцем устройства на руке, разнесся по воздуху новую звуковую волну, из-за чего чихо тут же рухнуло на колени, уперевшись ладонью в пол, и до скрежет и стиснула зубы от нового приступа боли в голове. Асми зажмурилась, чувствуя как легкие сдавила невидимыми тисками, а болезненная вибрация разносилась по телу, заставляла все органы скрутиться в один большой ком. Она не сдержала рваного кашля и лишь сильнее склонилась к полу. Перебирая в голове момент, когда все пошло не по плану, она с ужасом отметила, что частота колебаний, которые Дусу использовал сейчас, была выше, из-за чего и вред организму был куда сильнее, чем в первую схватку в лесу. Что если он просто тянул время, чтобы Асми выдохлась и сейчас не имела возможности ему противостоять? Ты хоть и пробудила Шаринган, все еще остаешься слабой. Теперь, как я и говорил, я с тобой покончу. Дусу замахнулся, сильно сжав кулак, однако стоило руке приблизиться к Асами, как-то резко поднив голову, перехватила его за запястье, мертвой хваткой в него вцепившись. От неожиданности он не успел среагировать, как тело тут же притянули вниз, а колено Асами зарядило по челюсти. Запрокинув голову от полученного удара, Дусу не успел привыкнуть к боли, как тут же ощутил новую, когда Кунаичи нанесла еще один удар ногой в живот, схватив его уже за обе руки. «Я не проиграю», прошипело Асами, с потемневшими от ярости глазами и сильно сжав ладонями чужие руки, спустя несколько коротких мгновений и перекладывания силы, вывихнуло его конечности. Прибор на правой руке тут же треснул, рассыпавшись, а сам Дусу взревел от боли в сломавшихся костях. Он пытался также сделать удар ватными ногами, но мышцы отяжелели, и попытка не обвенчалась успехом. Учху вернулась, отпустив одну его руку, и приготовилась к последнему удару. Что это? Удивилась Сакура, заметив, как вжатый в кулак ладони подруги разгорался с синей пламя, а на коже и пальцах выступают странные голубоватые полосы. Асами сильнее заломила удерживаемую ею руку Дусу, резко притянув его к себе, ударила кулаком в грудь. Его тело слишком легко откинуло в противоположную стену, а по воздуху разнеслись языки огня, сопровождаемые воздушными потоками, что разнеслись по залу в ту же секунду, как ее костяшки коснулились груди противника. Одежда на месте у Дарта испепелилась, образовав крупную дырку, открывая вид на бледную кожу, где теперь краснел свежий ожог. Дусу выплюнул сгусток крови, вырвавшийся из горла в момент соприкосновения со стеной, и безвольной куклы упал на землю, больше не поднимаясь. Судья оглядел сначала ДСО, не подающего признаки жизни, а затем, повернувшись к Асами, объявил, нарушив тем самым образовавшуюся тишину. Победила Учхасами. Девушка вздрогнула, почувствовав, как сходит непонятное помутнение разума. Осознав, что только что произошло, она слабо улыбнулась, позволяя себе отдышаться после долгожданных слов судьи. Не обращая внимания на сжение в руке, узоры на которые начали сходить раньше, чем она их успела заметить, Асами наконец расслабилась, деактивировав Шаринган, в котором теперь красовалось два тома, выделяясь на ярко-красном фоне. Довольная собой, она повернулась к друзьям, что тут же начали осыпать ее комплиментами и возгласами поздравлений, но ощутила тяжесть в голове и резко накатившую слабость. Невольно отшатнувшись назад, Учхо чуть было не упало, но вовремя появившийся Кукаши аккуратно придержал ее за плечи. Ты молодец, короткая, но с присущим лишь ему теплом в голосе произнес Джанин, уводя ослабленную ученицу с поля боя, под пристальные взгляды остальных. Вау, Асами Чин, я и не знал, что такое умеешь. Эмоционально произнес впечатленный блондин, когда девушка вместе с Кукаши сенсем оказались рядом. Я и сама не знала, пронеслось это в голове, однако озвучивать она это не стала, опустив озадаченный взгляд на свою руку, которой был нанесен последний удар. Асами Сан. Это было точка это было. Ли едва ли мог подобрать слово, чтобы описать свое восхищение. Ребята, дайте ей отдохнуть, предупредила Сакура, слегка отталкивая настырных парней от подруги, которая устала уперлась спиной в стену, вздыхая, и вновь прокручивая в голове бой. Но приятное чувство удовлетворения заставило откинуть ненужный утомленному мозгу анализ, позволив просто порадоваться за себя и насладиться сладким послевкусием победы. Главное, что я сделала это пронеслось в голове, и губ коснулась довольная улыбка. А ведь Асами до сих пор помнят момент, как сжалось сердце, а к горлу подступил ком, когда противник назвал ее слабой. В ту секунду, скручиваясь от узнавающей боли, она почти поверила в это. Почти. А потом вспомнила, какой путь прошла, чтобы оказаться здесь, вспомнила, сколько всего пережила. Вспомнила и то обещание, что когда-то себе дала, поклявшись стать сильной. После этого, тело само словно наполнилось энергией, а разум затерялся среди нарастающей злобы. Асами соврала бы, сказав, что полностью осознавала свои действия в тот момент. Вот только это казалось неважным, ведь она победила. Но и возгласы товарищей, что на протяжении всего поединка подбадривали ее, тоже сыграли свою особую роль, за что глубоко в душе Учиха была им очень благодарна. Немного отдохнув и собравшись с мыслями, Асами вернулась к остальным, когда судья уже приготовился объявить следующую пару противников. Следующий, восьмой поединок Хьюга-Наджи и Хьюга-Хината. Не думал, что когда-либо буду сражаться с тобой, Хината-Сама. Холодный голос Наджи лишь слабым эхом доносился до слуха. Асами чувствовала едва преодолимую тяжесть во всем теле, которая никак не отпускала ее после поединка. Пару минут передышки после боя оказалась недостаточно окутывающей и тело усталость никуда не пропала, а лишь сильнее наседала на плечи, утяжеляла мышцы, заставляя мертвой хваткой удерживаться за перила, лишь бы не упасть. Учиха не могла понять, почему ее зрение все еще не восстановилось. Сфокусировать взгляд на двух расплывающихся фигурах в центре зала сейчас казалось невыполнимой задачей. Неприятное жжение заставляло глаза слезиться, все сильнее размывая и без того нечеткие границы. В голове назревал вопрос разве использование Шарингана должно быть настолько болезненным? Я тоже Ниссан. Ниссан? Буквально подпрыгнув в изумление, повторила Сакура, уставившись на кроткую химоту. Асами тоже ощутимо вздрогнуло, поддавшись удивлению от услышанного. Сначала похожие, да безобразие бесцветные туманные глаза, потом одна фамилия, связывающая кланом. Но то, что сорвалось с бледных губ химоту было несколько неожиданно, хоть и, в конце концов, оказалось именно той недостающей до сего момента частицы пазла. И только после долгих объяснений Ли, стало ясно, какие узы связывают двух представителей одного клана, но разных его ветвей. И хоть разобраться в этом получилось не сразу, факт борьбы против родственников вызывал у Асами смешанные чувства. Брови брюнеты свелись к переносице, а серые пустые глаза пронзали полежавшуюся под его взглядом девушку, несмотря на то, что голос его звучал пугающе спокойно обуднична. Напряжение в воздухе между соперниками не просто повисло, а начало тяжело давить на плечи ни в чем не повинных зрителей. Казалось, что сами стены впитали в себя те опасные вибрации, что исходили от юношек стоящие напротив химоти. «Прежде чем начать бой, я хочу попросить у тебя кое-что, химота сама», продолжил Наджи, обращаясь к кузине, «Сдавайся. Тебе не суждено стать ниндзя». Асми думала, что ей показалось, но сказанные хьюгой слова в ее голове прозвучали голосом отца. «Тебе не суждено стать ниндзя». Как часто девушка слышала это от собственного родителя, каждый раз чувствуя, что разбивается сердце. Он всегда говорил это с неподдельной уверенностью и презрительным холодом в глазах таким же, с каким Наджи смотрит нахинуто сейчас. Прилив забурлившей под кожей агрессии помог немного отрезвить взгляд, позволив изнеможенному бою метилу слегка восполнить угасающие частички энергии. Асми на конец то ощутила некоторое облегчение, чувствуя как болезненные спазмы в глазах и мышцах постепенно сходят на нет. Ахьюга все продолжал свою словесную атаку. Он говорил так, словно заранее заучил текст или был настолько уверен в достоверности своих слов, что многочисленные оскорбления заурядности и слабости Химата слишком естественно срывались с его губ. Ты ведь на этот экзамен пришла лишь потому, что тебя попросили товарищи по команде. Я прав? Нет. Тихо прошептала брюнетка, не найдя куда пристроить взгляд, потому что голос ее слабо дрожал, а слова с трудом выбирались наружу, я здесь по собственному желанию. Я хочу точка хочу измениться. Химата попыталась посмотреть юноше в глаза, но так и не решилась, боясь столкнуться с обжигающей ненавистью. Наджи тем временем лишь усмехнулся. Люди не меняются, Химата сама, и он презрительно оглядел противницу, неудачник остается неудачником. Его личность и силы не могут измениться. Химата вздрогнула, почувствовав щемящую боль в сердце, что охватило всю грудь. Его слова ранили сильнее, чем клинки, а взгляд обжигал больше, чем все поглощающее пламя. Плечи тут же напряглись, заметно приподнявшись. Девушка затаила дыхание, не в силах сделать новый, так необходимый ей вдох. Асми с каждой новой минутой еще даже не начавшегося боя хмурилась все сильнее. Слово Наджи и то, как он ими буквально закапывал свою сестру каким-то образом злили именно ее. То, что его мысли были схожи с речами отца, которые все свое детство выслушивала Асами, заставляли кровь в жилах закипать. Чтобы хоть как-то себя отвлечь от мыслей об этом нарастающей внутри буре из эмоций Асами перевела взгляд на стоящего рядом Наруто. Но и он, погруженный в происходящее, задумчиво вслушивался в словах Юги не замечая, как стискивает собственные зубы. Его руки настолько сильно сжали перила, что на загорелой коже выступили вены. Асами внимательно смотрела на него, чувствуя толико облегчения просто от того, что хоть кто-то разделял ее отношение к радикальным словам Меджи. Чуть позже Рокли объяснил, что старший Хьюга часто использовал подобный прием психологического давления, обезоруживая противника еще до начала физической схватки. В голове возникал вопрос о том, насколько же сильно внутриклановые распри между главной и побочной веткой Хьюга влияли на отношения этих двоих, казалось бы, близких по крови друг другу людей. Тебя сковывает страх, голос Меджи с каждой минутой становился все строже и холоднее, заставляя все внутри покрываться ледяной крочкой, ты пытаешься казаться сильной, но это не так. Все в тебе говорят не об этом не уверенный взгляд, спрятанные под скрывающими волосами не идеальное лицо, заусенцы на пальцах, твоя медленная походка и даже то, как ты одеваешься, прячь и малейший изгиб своего тела. Ты всегда была слабой, Химата. Не готовую к суровой жизни не нельзя. Тебя и обыкновенная взрослая жизнь пугает. И это никогда не изменится. Слово брата тяжелым грузом осели на мягкие плечи, заставив лишь сильнее сжаться под таким напором. Глаза наполнились влагой, а тело словно обмякло, тут же лишившись энергией. Химата чувствовала, как ломится та слабая надежда внутри, разбиваясь в бесконечные льды старшего Хьюги. Она была готова сдаться, поверить в его слова, но громкий голос, раздавшийся над ухом, заставил вовремя одуматься. Не слушай его, Химата. С пылом закричал Наруто, завладев вниманием двух представителей клана Хьюга. Хватит вешать ирлыки на людей. Идиот. Химата, ты можешь его победить. Уголки губасами невольно поползли вверх после слов товарища по команде. То, что он мог сказать ровно то, что было у Чихи на уме, заставило приятно удивиться. Переведя взгляд с Наруто вновь на Химату, девушка заметила, как сильно та удивилась неожиданному выкрику Узумаки, но кажется, все же услышала его, преисполнившись решимости. Видя, как слова Наруто подействовали на Химату, Учиха не смогла сдержать усмешки, ведь уже давно подозревала о том, как именно преемница Хьюга относится к Наруто. Еще со времен Академии взгляды хинуты в сторону блондина, на которого обычно никто не обращал внимания, не оставались ее незамеченными. Порой, долгими переменами в одиночестве, когда Сакура сбегала за Саски, все, что оставалось Асами, это просто наблюдать за другими со стороны, бесконечно их анализируя и подмечая любые детали, доступные ее внимательным глазам. Активировав свой собственный генкой вслед за Ниджи, Химата высказала свою решительную позицию и она настроена на бой. Но то, как изменились ее глаза, буквально поразило Асами. Даже с виду было ясно, что за ними Учиха была так поражена новыми знаниями о генной особенности клана Хьюга, что не сразу осознала, как после активации глаз Хинуты, что-то в ее груди болезнь не накольнула. Сделать новый вдох почему-то было трудно. Поморщившись от странных ощущений, Асами даже отшатнулась назад, вынужденно отвлекшись от поединка. М, Асами. Какаши подступился ближе к ученице, резко изменившейся в лице, ты в порядке? Да, неуверенно ответила девушка, повернувшись к обеспокоенному Синсею, кажется, я еще не полностью оправилась после своего поединка. Асами, не заметив настороженного взгляда Синсея, через силу сделав глубокий вдох и выдох, вновь вернула внимание к происходящему. Странные ощущения словно не тисковали грудную клетку, напряженно натянувшись не проходило, но было довольно терпимым. Внимательно наблюдая за необычными движениями соперников, Учиха наконец увидела применение Бьякугана в действии. Услышав от учителя объяснение силы этого даджуцу, она едва ли не подавилась воздухом, узнав, что оно даже в чем-то сильнее, чем Шаринган Учих. Это заставило задуматься, был бы у Асами шанс против Ниджи, в случае чего. Ведь чем дальше заходил этот поединок, тем острее становилось желание выбить из него это мнимое превосходство над другими. Спустя несколько тщетных попыток и успешно заблокированных атак, младшей Хьюге все же удалось задеть соперника. Молодец, Хината! Обрадовалась Учиха. Хотелось добавить вытрясы из него в все дерьмо. Но эту многообещающую реплику она решила все же сдержать в себе, как и болезненную пульсацию в легких, которая никак напрекращалась, то усиливаясь, то снижаясь в своей силе. Ниджи, в свою очередь, злился все сильнее, явно не получая удовольствия от того, что Хината вдруг нашла в себе силы на бесполезные сражения с ним, которые, очевидно для него, закончатся не в ее пользу. Решив, что терять времени он больше не желает, он и сам перешел к более настойчивым атакам. Хината! Раздался обеспокоенный крик. Серия точных ударов со стороны старшего Хьюги закончилась последним, гулко разошедшимся по телу ударом в грудь. Хината отшатнулась назад, почувствовав как сердце сдавило болью. Кровь поступила к горлу и тонкой стройкой просочилась через уголок рта, стекая по подбородку и ударяясь обе тонны пол. Она упала лицом вниз, не в силах совладать с разрывающей грудной клетку глухой болью и неимоверной слабостью в мышцах. Хината сан. Вновь повторила Сакура, с жаром подавшись вперед. Асми наблюдала за ярко выраженными эмоциями друзей и едва ли удерживала свое внешнее спокойствие. Но стена самообладания рухнула ровно в тот же момент, когда Хината вновь поднялась на ноги, проявляя свое настойчивое желание продолжать сражение. Асми не находила объяснений той бури эмоций, что неожиданно разбушевалась внутри. Наблюдая за Хьюгой в подобные моменты, Учха словно смотрела на свое отражение. Видела в ней тот образ, что остался в далеком прошлом, но до сих пор являлся частью ее самой Хината. Прошептали губы, в то время как глаза заострились на ее шатающемся на ватных ногах хрупком силуэте. Слишком резко поднявшийся порыв ветра и холодок по спине. Асми не успела заметить, когда все Джанины, включая Какаши Сенсия, переместились к Хьюге. В зале замерла тишина, когда вытянутые ладонь Маджи вынужденно остановилась в нескольких сантиметрах от ослабевшей противницы, а шею его сдавила тяжелая рука Гая Сенсия. От последнего удара, что мог стать решающим для Хинуты, ее уберегли вовремя подоспевшие учители. Не успела Асми полностью осознать произошедшее, как Хинута вновь безвольной куклы упала на пол, сжимая ладошками ткань в области груди. Наруто, одновременно с Сакурой и Лисаном, тут же бросились к подруге, за состояние которой так переживали. А Асми, все еще находясь в легком ступоре, осталась на своем месте, зрительских трибун наблюдая за происходящим. Наследницу клана Хьюга срочно унесли на носилках, так как девушка получила серьезные раны, которые могли бы привести к необратимым последствиям бессрочного вмешательства медиков. Вот же кретин! Нахмурившись, процедила Учха, придя к выводу, что Ниджи действительно мог так просто ее убить. А глупая провокация народа с его стороны, и вовсе была даже низким поступком для Каготов вроде него. Благо, перейти словесной перепалки в настоящий поединок не позволил Лисан, вовремя остудивший пыл так юра настроенных против друг друга генинов. По окончанию поединка и всех последовавших пререканий с наглым Хьюгой, все постепенно начали возвращаться на свои места на трибунах. Асми покосила глаза на лестницу, прекрасно зная, чья темноволосая макушка успела подняться первой. Ниджи, заметив ее красноречивый взгляд на себе, лишь усмехнулся, уверенно продолжая свой путь на свое законное место. Асми же не отнимала от него своих глаз, будто желая и испепелить на месте. Каждую клеточку ее тела облепила ярой, мгновенно сформировавшейся неприязнью к этому человеку. Лишь когда он остановился чуть поуды от Учихи, расслабленно подперев спиной стенку, скрестил руки на груди и девушка отвернулась, внутренне возмущаясь его непринужденному виду. Словно несколько минут назад он вовсе не пытался убить ни в чем неповинную химоту. «У тебя какие-то проблемы?» Послышался его ровный голос, едва ли не заставивший шатенку передергаться. «Если у Коготоя есть проблемы, то точно не у меня», произнесла Асами, даже не оборачиваясь на неожиданного и совсем неприятного собеседника. На ее слово Ниджи лишь непринужденных мыкнул, но все же воздержался от новой реплики. Его присутствие и взгляд, который девушка чувствовала на своей спине, она решила далее игнорировать. Этот человек больше не стоил и капли ее внимания. То, что с ним лучше никогда не связываться Асами уже хорошо усвоило. «Удачи тебе, Лисан!» с улыбкой подбодрила Учиха, сразу заметив влияние своих слов на юноши, мгновенно засверкавшим от радости. Противником его оказался тот самый Гара, и хоть Асами не раз становилась свидетельницей силы невероятных умнейрок или парень из песка все еще оставался загадкой. И именно эта неизвестность и тяжелый, немигающий взгляд наводили не самые трепетные ощущения. Но Учиха искренне желала победу именно Лисану, хоть и на свои искренние пожелания товарищу, услышала усмешку за своей спиной. Даже поворачиваться не нужно было, чтобы понять, кто все еще стоял там, раздражая лишь своим присутствием. Даже Наруто предпочел теперь держаться на противоположном конце трибуны только из-за того, что здесь находился невыносимый Маджих Юга. Внимательно провожая глазами появившегося на позиции генина песка, Учиха вновь увидела это пугающее выражение лица. Собаку наугар напоминал собой притаившегося зверя все его тело и походка излучали ауру холодного спокойствия, но его зеленые глаза были полны пугающей тьмы. Разница между ним и роком ли была колоссальная, и Асми надеялась, что если таковая присутствует и в их силе, то она будет только в пользу брюнета, в удивительных способностях которого она уже убедилась и не раз. Звук разрывающейся плоти и хруста костей заполонил собой уши, заставив с силой зажмурить глаза, лишь бы не смотреть на то, что Гару сделал сли. Асми отчетливо услышала то, как собственное сердце пропустило удар, а по телу прошлась волна мелкой дрожи. Полуразрушенная площадка стала полем и сменилась на страх и беспокойство за его жизнь. Но даже несмотря на серьезные повреждения, нанесенные Гарой и его техниками песка, Брюник не сдавался даже тогда, когда ноги предательски косились, а многочисленные раны сжгли без того отяжелевшие мышцы. Лишь вмешательство Гая Сенсия, его уверенное объятие и слово заставили Роколи с мужеством и непреодолимым отчаянием принять очевидный исход этого поединка, в котором у него больше не оставалось шанса на победу. Лиссан Асми запрыгнула на перила ногами, готовясь ринуться вниз к товарищу, которого еще не успели унести медики. Состояние его было тяжелым, а некогда белые носилки тут же покрылись алыми пятнами обильно изливающейся из тела юноши крови. Эта картина ужасала, вызывая сильное, неконтролируемое беспокойство за его состояние. Даже если ты спустишься вниз, чем ты сможешь ему помочь? Вновь за спиной раздался металлический голос, вынудивший девушку замереть. Асми посмотрела через плечо на Маджи, что все так же расслабленно стоял у стены. И хоть вся спесь в его тоне куда-то пропала, ровно как и была ухмылка сошла с его лица, сменившись непроницаемым холодом, Асми все равно ощутила укон раздражения. Готовясь к грубому ответу, она все же опишела, задумавшись над его неожиданно сложным вопросом. Но, я думаю, Маджи Кун прав, вмешался к укаши, Ликуну будет только тяжелее, если ты попытаешься его утешить. Не думаю, что он этого хотел бы сейчас. Асми сокрушенно вздохнула и вернулась на свое место, нехотя смирившись со своим бессилием. Замыленными глазами наблюдала за тем, как медики уносят тело Роккали, что сейчас непривычно ослабло, словно не было той невероятной силы, которую он показал во время поединка. Приобняв себя за локти, Учиха старалась перевести дух вернуть себе потерянное еще в лесу смерть и спокойствие, прикрыв усталые глаза. Но в голове лишь снова возникали увиденные образы, отрывки жестоких боев и последних нескольких суток, болезненно отпечатавшихся в памяти. Радуясь исполнению своей давней мечты, что когда-то казалось недостижимой, и переступив порог Академии с символом того, что теперь она настоящая куна и челеста, Асми не была готова встретиться с тем, что происходило сейчас. Кровь, крики и жестокость, что пропитывали собой весь воздух вокруг, так сильно обременяли рассудок, что физическая усталость не беспокоила так, как тяжелый осадок на сердце. Асми столкнулась с жестокостью Мирошиноби еще будучи ребенком, наивно думала, что теперь сможет вынести все, но лишь наблюдала за тем, как собственный мир рушится это и значит жить как Шиноби. Лишь официальное объявление окончания предварительных поединков позволило немного выдохнуть напряжение, что не покидало на протяжении всего этого времени. Игнорируя, как побаливает голова и ломит мышцы от перенагрузки, Асми все же старалась вникать в каждое последующее слово экзаменаторов и третьего Хакаги, что все это время не переставал быть молчаливым зрителем развернувшихся боев. Все присутствующие здесь, кто прошел на главные поединки, примитимые поздравления. Смотря на добродушное лицо третьего Хакаги, Асми уже чувствовала себя немного легче. Каждый из тех немногочисленных разов, что он посещал ее дом с искренним желанием разузнать о ее состоянии и настроении, Учхо чувствовал разливающееся по телу тепло. Было приятно знать, что в этой деревне был хотя бы один человек, которому все эти годы одиночества было не все равно на ее существование. До знакомства с седьмой командой, лишь во взгляде девушка улавливала то, необходимое ей, простое соучастие в ее жизни, в то время как все остальные в деревне смотрели на нее с отстраненной жалостью и настороженностью. Выйдя из душного здания после объявления подробностей следующего этапа, первое, что позволило себе Асми это вздохнуть полной грудью, желая отогнать ту неимоверную усталость, что окутала каждую частичку ее тела. Пять дней, проведенных вдали от рутинной жизни в деревне, ощущались как целая вечность. Слишком много всего произошло за это время и многое поменялось. Но деревни все так же продолжали цвести, люди неспешно передвигались по улочкам, о чем-то громко болтая или глубоко раздумывая, солнце не переставало светить, заставляя жмуриться под его прямыми лучами, а небо все так же растилалось синим полотном над головой, прячась за редкими облаками. Казалось, внешний мир не потерял своей легкости и беззаботности, даже если внутри уасами стало неимоверно тяжело и пустынно. Позволив себе ненадолго отключить перенапряженный мозг, Учиха даже не стала в очередной раз раздумывать над тем, как ей победить своего следующего противника, имя которого она, как и остальные, узнала заранее. Девушка не нашла в себе сил даже расстраиваться из-за того, что Какаши Сенси бросил ее и Наруто на произвол судьбы, заручившись тренировать лишь Саски, у которого все еще была актуальна его проблема с меткой. Ей казалось, что если она сейчас же не прекратит думать, то мозг расплавится, и подобно жерлу вулкана, закипит и уничтожит сам себя. Все, на что у нее хватило сил, как когда идти до дома, заперев за собой дверь, рухнуть на кровать прямо в перепачканной грязи и кровью одежде, уснуть столь желанным и долгожданным крепким сном, мысленно заручившись начать серьезные тренировки с завтрашнего дня. Но, это завтра. Мелкие капли с громким стуком ударялись о холодный кафель душевой. Теплые струи приятно прогревали забившиеся после изнурительных тренировок мышцы, что с утра гудели, напоминая о вчерашних нагрузках. Мысли заглушались на фоне струящейся воды, а сознание постепенно отходило от сонливости. Асами прикрыло глаза и провела пальцами по влажным волосам, стараясь пробудить организм для начала нового дня, что она посвятит тренировкам к третьему этапу экзамена Чунина, который состоится уже через пару дней. Отведенные четыре недели на подготовку так стремительно проносились перед глазами, что Асам боялась лишний раз сомкнуть их, опасаясь, что стоит ей это сделать, как драгоценное время предательски ускользнет из-под носа. Нормальный сон, кажется, никогда не был частью жизни девушки, но и это стремительно изменилось, когда тренируясь с первых лучей солнца до глубокой ночи, она едва ли находила сил, чтобы дойти до жесткой кровати, что сейчас казалось мягким облаком для изнеможенного тела и забившихся мышц. Асами каждый день спала, как убитая, но просыпалась с утра уставшая, ведь кошмары хоть и оставили на время, периодически все же нарушали ее покой, напоминая о себе. Сегодняшний день не стал исключением, из-за чего сознание и мозг с самого утра пребывали в напряжении. Прокрутив кран и выключив воду, Шатенко, обернувшись в полотенце, направилась к зеркалу. Беспорядок в мыслях и тяжелые нагрузки, которыми были заполнены дни в последние недели, сполна отразились на внешнем виде щеки и слегка впали, взгляд потяжелел, а под глазами вырисовывались темные круги. Недолго задерживаясь на лице, взгляд слегка опустился ниже, очерчивая сначала тонкую шею, затем острые ключицы с плечами. Асами внимательно смотрела свои руки, слегка вытянув их вперед. На коже не было ни царапинки, ни одного заусенца или мозоли, что еще вчера не давали покоя, напоминая о себе в легком жжении. Сопоставляя в голове все недавно произошедшие события и странное поведение собственного тела, удивляться быстрому заживлению Асами уже не стало, просто радуясь самому факту стремительного залечивания последствий своих тренировок. После недолгих сборов, выйдя наконец на улицу, Учхо встретилась с настойчивыми лучами только поднявшегося над горизонтом солнца и приятным свежим ветерком, что еще не впитал в себя загруженность грядущего дня, оставаясь по ночному прохладным и легким. Направляясь к ужеизлюбленному месту на одинокой поляне, что была окружена лесом, девушка в очередной раз прокручивала в голове вчерашний разговор с Сакурой, которая была единственной, с кем Асами виделась в этот промежуток времени. Саски после двухдневного нахождения в больнице бесследно исчез вместе с Какаши Сэнсием, который в мыслях Асами все еще знаменовался предателем. А Наруто почти так же бесследно исчез с радаров, кажется, найдя себе того, кто заручился его тренировать. По крайней мере, это то, что было известно, и Асами хотела верить, что у обоих действительно все нормально, и они также упорно готовятся к грядущим состязаниям без каких-либо проблем. Зная, что соперники у каждого из них достаточно серьезные и сильные, девушка серьезно беспокоилась не столько за возможный проигрыш, сколько за факт того, что многие были очень сильны, и это невольно позволяло многочисленным сомнениям и удручающим мыслям без конца отравлять ее разум. Благо, во время погружения с головой в работу Асами позволяло бурному потоку в мыслях заглушиться на фоне ударов, лязгу металла и шороха листьев, которыми сопровождался каждый день ее подготовки. Будучи хорошо ознакомленной с техниками, которыми когда-то активно пользовался отец, Учиха старалась ими овладеть, параллельно развивая возможности своего недавно пробудившегося Шарингана. Сакура принимала активное участие в ее подготовке, периодически давая советы, делясь знаниями и просто служа поддержкой, которую Асами искренне ценила. Девушка действительно пребывала в постоянном напряжении, и лишь компания Харуна помогала ненадолго его ослабить. И вновь, очередная попытка воспроизведения техники не обвенчалась успехом. Асами устало перлась ладонями в колени, согнувшись в корпусе, повисла над зеленющей травой. Стараясь выровнять сбившееся дыхание, Учиха провела локтем по влажному от потолбу и громко вздохнула, придя к неутешительному выводу «Снова не то». Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, опыляя своим жаром темную макушку. Асами спряталась под кроном дерева, чувствуя, как с каждым новым часом воздух становится все жарче, по мере повышения температуры и стремительно меняющегося положения солнца. Опустив взгляд на собственную тень, Учиха закрыла глаза, прислушиваясь к собственному разогнавшемуся сердцебиению. Тело уже неприятно заныло, а слабость никак не отпускала еще со вчерашнего дня. Она может и знала о важности отдыха, однако факт того, что до поединков осталось всего два дня заставляли снова и снова игнорировать неприятные ощущения, собирая в кулаки остатки своей выносливости. Еще раз. Асами резко выпрямилась, едва ли не хрустнув позвоночником и вновь принялась складывать печати. Пара мгновений и быстрых движений рук и ладони наполнились жаром, что через секунду окутал пространство всепоглощающим пламенем небесно-голубого цвета. Стихия огня огненный ураган. Вращающаяся по воздуху огненная сфера устремилась вверх, образовав вихревой столб пламени, который едва ли коснувшись неба, разошелся пляшущими завитками, а после вызвал глухой взрыв и тряску земли под ногами. Укрывшись руками от поднявшейся пыли, девушка раскрыла в удивлении рот. Получилось! Легкая улыбка коснулась обветренных губ, а с пересохшего горла вновь сорвались жадные вздохи. Обрадовавшись своей маленькой, но труднодостигнутой победе, Асами не сразу заметила приближающуюся розовую макушку. Асами! Приветики! Громко окликнула Сакура, стремительно подходя и махая. Во второй пакетик, увидев который она лишь шире улыбнулась. Слегка размяв плечи, которые до этого пребывали в напряжении, Шатенко опустилась на землю, взглядом проследив за тем, как фигурка Харона ловко приземлилась рядом. Я снова принесла тебе обед, бодро отозвалась розоволосая, открывая пакетик, в котором несла нарезанные фрукты. Спасибо, ответила Асами, не в силах стереть с лица эту глупую улыбку. За последнее время они еще сильнее сблизились с розоволосой, и этот факт устраивал, кажется, обеих. Сакура очень сильно помогала Асами все это время и просто служила приятной компанией, что своей заботой и беззаботным характером разбавляла напряженную атмосферу тяжелых тренировок. Кстати, Хинотосан выписалась сегодня из больницы, вдруг вспомнила Сакура, отправив очередную дольку зеленого яблока в рот. Правда? Это хорошо, Асами завела руки за спину, уткнувшись ладонями в мягкую траву, что кажется впитало в себя приятное тепло недавно колыхнувшего на дне огня, она ведь серьезно пострадала. Да уж, протянула Сакура и слегка нахмурила брови, мне до сих пор не верится, что ее так покалечил человек, которого она назвала братом. Они совершенно не похожи друг на друга. Ну, Асами слегка усмехнулась, остается надеяться, что Наруто сможет отомстить ему за хинуту, когда будет против него драться. Он, вроде как, был настроен решительно. Думаешь, у него есть шанс? Сакура звучала будниченно, ее голос не выдавал сомнений в товарища или усмешке, скорее, в глубине души она верила в его силу. Конечно. Если Наруто чегато захочет, то он это удивительным образом получит. Легкая улыбка коснулась губасами, как только в мыслях возник образ решительно настроенного у зумаки с его гневным взглядом, обращенным к Хьюге. Этот блондин хоть и не отличался особым умом и способностями, что были присущи тому же Неджи, в нем была другая, удивительная способность, которую способны разглядеть были далеко не все. Обе, найдя отражение схожих сейчас мыслей на лицах друг друга, залилась звонким смехом. Ты, кстати, вчера тоже собиралась в больницу к Лесану? Как он там? Улыбка, озарявшая лицо Асами, тут же сошла. Глаза на мгновение потускнели, а взгляд принял грустно-задумчивое выражение. Рок Ли, который до сих пор находится в больнице с тяжелыми повреждениями после боя с Гарой, стал еще одним отяжелявшим душу грузом, что постоянно беспокоил. Он все еще слаб, а его рука и нога еще долго будут восстанавливаться, тихо произнесла Асами, вспоминая вчерашний визит в брюнету. Найдя в себе силы, девушка зашла в цветочную лавку Яманука, выбрав одну красивую, ароматную розу, после чего уже направилась в больницу к Рокуле. Несмотря на усталость, настроение у Асами было приподнято, но и оно успешно скатилось в трубу, когда вместо привычной лучезарной улыбки на загорелом лице застыло все поглощающие грусть и отчаяние. Учиха почти ничего не говорила, да и не знала, что сказать. Ли сам едва ли поднимал взгляда, хоть и был приятно удивлен ее появлением, найдя наконец объяснение тому, почему цветы то и дело появлялись в одинокой вазе, покоящейся у его окна. Кайкак поддержав брюнета, при этом не выдавая толику жалости, что явно было бы неприятно для юноши, Асами с мягкой улыбкой заверила в его том, что он совсем скоро пойдет на выздоровление, на что получила слабую. Едва ли явную улыбку в ответ. Понятно, слегка опустив глаза, кивнула Сакура, на слова подруги, этот гарр из песка действительно устрашает. Сможет ли Саски Кун? Конечно сможет, поспешила заверить Асами, это же Саски.Он ни за что не проиграет. Это то, во что обе им хотелось верить. Саски до сих пор тревожил сознание Харуна, из-за чего Асами уже беспокоилась сразу за двоих. Видя, как переживает за Саски подруга, она и сама не могла отличиться полным спокойствием в душе. Говорить об этом они не стремились, не желая лишний раз ранить свои чувства и расшатавшиеся нервы. Так было проще, но одновременно и тяжелее. Желая как-то отогнать на вишу в воздухе тишину, которая позволила мыслям каждой устремиться совершенно в не том направлении, Асами поднялась с колен, отряхивая одежду, чтобы продолжить тренировку. Сакура, что-то пожелав напоследок, тоже через некоторое время удалилась, оставив Асами в гордом одиночестве отрабатывать свои навыки, которые действительно за последнее время совершили заметный скачок. Удар. Еще удар. Гулкие звуки трескающейся деревянной коры заполонили слух. Учхо до боли сжимало кулаки, нанося бедному растению непоправимые повреждения. Осознав, что попытки бесполезны, Асами отшатнулась назад, прикрыв глаза. Сконцентрируйся. После глубокого вдоха, а затем и выдоха, девушка резко распахнула огромные глаза, которые словно по инерции, загорелись алым свечением. Ладонь вновь сжалась в кулак, и кожу окутал неприятное покалывание, когда разгоревшихся языки пламени обуздали руку. В следующее мгновение твердый кулак вновь врезался в деревянный ствол, и тот, не выдержав, сломался почти с корнем, и, покрывшись паутины трещин, разлетелся на тысячу мелких осколков, что мгновенно распространились по воздуху вместе с потоками голубого пламени, которые превратили частички в пепел. Асами замерла, на пару секунд поддавшись ступору, а затем взглянула на свою руку и тут же нахмурилась, заметив странные полоски, обуздавшие ладони и пальцы. Но они стремительно исчезли, уступив место острой боли, которая заставила, вскрикнув, рухнуть на колени. Ладони уже успели покрыться множеством мелких порезов и ран, боль от которых разъедала кожу. На отбитых костяшках выступила кровь, стекая тонкой струйкой вниз по руке, доходя чуть ли не до самого локтя. Зажмурившийся шипент болевых ощущений, Асами принялась аккуратно, стараясь не задевать кожу края сумки, искать в ней бинты, но тщетно. Выругавшись собственной несобранности, она тяжело вздохнула, представив в голове укоризненный взгляд Сакуры, которая предупреждала подругу не переусердствовать вновь. Но, судя по состоянию рук и десятку искалеченных деревьев вокруг Асами вновь не прислушалась к наставлениям. Шатенко подняла глаза на небо, что постепенно начало окрашиваться в золотисто-розоватые тона, когда солнце уже стремительно двигалось к горизонту. Падающие от деревьев в тени удлинялись, и лес утопал в приближающихся сумерках. Все это спокойствие нарушило лишь едкое шипение, когда руки вновь пронзило болью. Черт, выпалила Асами, осознав безвыходность своей ситуации. Все запасы бинтов она уже израсходовала вчера. Поднявшись с колен, девушка двинулась в сторону деревни, мысленно надеясь, что такой вид не станет пугать прохожих. Пройдя несколько метров, она вдруг уловила всплески отдаленно знакомые чакры. Осознав, что там могут быть люди, у которых девушка могла бы попросить помощь, она двинулась в сторону исходящего источника энергии. Судя по всему, кто-то тоже тренировался, из-за чего любопытство овладело шатенкой и та ускорила шаг. «Ты?» не скрывая разочарования в голосе, произнесла Асами, когда перед глазами предстала знакомая фигура юноши. Ожидала встретить кого-то другого, учха Асами. Спокойно полюбопытствовал Маджи, мельком взглянув на девушку. Он, конечно же, тоже засек ее приближение. «Уж точно не тебя прозвучило в голове, но в силу воспитания, девушка обошлась более размытым ответом, подкрепленного неловкой полуулыбкой, вроде того». Вопреки своим словам, Асами оглянулась, внимательно смотря в близлежащее пространство. Повсюду на земле были свежие круговые следы, словно поверхность почвы чем-то сверлили, а на траве и деревьях следы оружия. Чакра, которую она почувствовала, видимо, принадлежала Хьюге. Однако сейчас она ощущалась совсем не так, как несколько минут назад. То, что уловила в лесу Асами, больше напоминало сильный и даже несколько нестабильный всплеск энергии, а не просто равномерное циркулирование ее в человеке. Как это было связано с Маджи этими круговыми следами, которые были разбросаны по всей территории небольшого полигона, и по центру одного из которых стоял и сам юноша было непонятно. Неужели это какая-то его техника? Из раздумий девушку вырвала вновь раздавшаяся в ладонях боль, когда кожа коснулся прохладный порыв ветра, обжигая порезы. Тихо зашипев, она спрятала истерзанные ладони за спину, решив как можно скорее продолжить путь к дому. Хоть и по несчастливой случайности поблизости оказался только Маджи, обращаться к нему за помощью ей казалось странной и даже глупой затеей. Этот парень вызывал у нее слишком двоякие чувства с одной стороны, она питала глубокую неприязнь к нему за его прошлые слова и поступки, но с другой чувствовала некое уважение к его силе, которое действительно впечатляло. И все же, решив что делать ей здесь больше нечего, Асами, развернувшись, уже была готова уйти, как раздавшийся за спиной голос заставил вновь остановиться. Я бы не советовал так разгуливать. Асами окинула его недоумевающим взглядом, словно он заговорил на другом языке. Полностью разворачиваться к нему лицом она не решалась. Что? Твои руки, прочитав негодование на лице шатенки, повторил Хьюго, опустив беглый взгляд на ее ладони, которые вновь поспешили спрятаться от его глаз. Мои руки, это не твое дело, бросила та, прежде чем подумать и тут же пожалела о преждевременной грубости. Мысленно дав себе пощечину, она вновь уже менее уверенно подняла глаза на Хьюго и неожиданно притихшим голосом к нему обратилась. Я знаю. На самом деле, мне нужна помощь. Что ж, это не мое дело, пожав плечами, ответил Брюнет, сделав пару шагов навстречу, ты ведь сама так сказал. Неджи высокомерно скрестил руки на груди и, посмотрев на Асами словно на глупого ребенка, на что она лишь показательно закатила глаза, не подав явных признаков того, как сильно закипало внутри. Ясно, забей. Она вновь развернулась к нему спиной, готовая уйти. Может, я бы помог, не быть ты такой грубой. А вот тут чаша терпения девушки лопнула, и она уже не собиралась скупиться на слова, поэтому вновь уверенно встретив его взгляд, поспешила выразить свое возмущение. Это ты мне? Ее чуть не передернуло от его высказывания, кто бы тут еще о грубости говорил. Ты разве луч? Завершить фразу ей не позволило удивления, заставившись замолкнуть. Посмотрев на протянутую руку юноши, в которой он держал лоток бинта, она почувствовала, как пробежал по спине холодок, глаза раскрылись шире прежнего. Сглотнув, Асами несколько раз моргнула, словно перед ней лишь представала иллюзия, которая в отвод должна была исчезнуть. Однако, даже спустя несколько секунд, Ниджи со своим прежним невозмутимым выражением лица все так же протягивал ей бинт, вынуждая девушку подавиться собственной гордостью и предосудительностью. Спасибо. Учиха неуверенно приняла предмет из рук брюнета и тут же отступила на шаг, отворачивая растерянный взгляд. Чувствуя, как щеки предательски горят, она удивилась тому, настолько сильное смущение ее охватило в этот момент. Ниджи, отчегото тихо усмехнувшись, развернулся и направился к одному из деревьев, под которым располагалась его сумка, и начал собираться. Асами, отойдя от легкого шока и выдохнув внезапно захватившая ее напряжение, также двинулась к одному из противоположных от хьюги деревьев и, подперев спиной ствол, уселась под его кроном, приняв разматывать бинт. Руки льхорадочно поддрагивали, а кожа словно горела изнутри, посылая болезненные импульсы при каждом малейшем движении. Асами отметила, что действительно перестаралась в этот раз и такие повреждения могут и не зажить к завтрашнему утру. Да еще и эта кровь, от одного вида и запаха которой уже начинала кружиться голова. Шатенко прикрыла глаза, стараясь не позволить душным воспоминаниям, что появлялись порой при одном мимолетном виде на алую жидкость, вновь всплыть в сознание и, слегка замедлившись, вновь погрузилась в процесс. Тщетные попытки обвязать себе ладони потерпели крах, и, украдкой наблюдавшись за этим действием Наджи вновь усмехнулся, слегка обернувшись к ней. Только не говори, что ты и с этим не можешь справиться. Молчи, не поднимая на него взгляда, процедила Асами, не прекращая своих попыток. Она вдруг почувствовала себя очень глупо, зная, что мало того, что сама довела себя до этого состояния, так еще и теперь была вынуждена позориться своей неуклюжестью перед Хьюгой. Сфокусировавшись на своих руках, она не заметила, как он громко вздохнув, приблизился к ней, сев на колено напротив. Остановись, он, не дождавшись согласия или какой-либо ответной реакции от Асами, выхватил бинт из ее рук. А после аккуратно, стараясь не задеть пораженные участки, притянул ладони девушки чуть ближе к себе, также полив их водой из бутылки, что принес с собой. Промыв раны и очистив ее руки от крови и грязи, он сам принялся наматывать на них бинт. Асами уставилась на него, не в силах оторвать иступленного взгляда от опущенных ресниц, обрамляющих собой, как оказалось, светло-молочные по своему тенку глаза. «Почему ты делаешь это?» Преодолев ступор, выдавила Шатенко, с явным замешательством в голосе. Асами могла бы не так сильно удивиться подобному жесту от кого-то другого, но почему-то никак не могла предположить, что Неджи, показавший себя холодным и даже жестоким, вдруг снизойдет до подобного хоть и незначительного поступка. Его образ, сложившийся в голове за первый этап экзамена, тут же и подвергся сомнению. Словно тот, кто недавно дрался на поединке, был совсем не тем, кто сейчас невозмутимым, но вместе с тем сосредоточенным видом обматывал ее ладони. «Возможно потому, что я не такой кретин, каким меня считают и твои друзья», не поднимая взгляда, уверенно ответил Хьюго. «Хочешь сказать, будь на моем месте даже Наруто, ты бы все равно ему помог? Он ведь твой будущий соперник», Асми не совсем понимала, что говорит. Ее все еще одолевала неловкость. «Мне не нужно прибегать к низким поступкам, чтобы победить Кагото в честном бою. К тому же, я и тебя могу одолеть, если понадобится». Асми уже была готова дать волю своему категоричному возмущению, но отчего-то осеклась, и задумчиво усмехнувшись, кивнула. «Возможно, ты прав». Теперь уже пришла очередь Мэджи удивляться, ведь он ожидал чего угодно, но никак не согласия с ее стороны, да еще и такого простого и смиренного. Асми вновь подняла на него глаза, едва ли сдержав смешок, увидев нечто напоминающее удивление в обычно равнодушном и холодном взгляде. Хотя подобную реакцию она от него и ожидала негодую над своими словами не меньше его самого. «Ты признаешь свою слабость?» Быстро отделавшись от легкого ступора, продолжил Мэджи, вновь опустив глаза бинты. «Я признаю не свою слабость, а твою силу», ответила Асами, проследив глазами за тем, как он осторожно завязывает последний узел, это разные вещи. Мэджи, закончив с бинтами, и поднялся с колен, проследив взглядом за тем, как девушка поднялась с земли следом. В голове произошел диссонанс вызванный всего парой коротких фраз, слетевших с ее губ. «Спасибо точка еще раз». Вновь посмотрев на свои уже обвязанные руки, боль в которых утихла, поблагодарила Асами. «Считай, это в обмен за то, что я покалечу твоего друга». Асами медленно подняла взгляд, позволив услышанному вновь прокрутиться в голове, просто чтобы убедиться, что она услышала правильно. Осознав, что он действительно это сказал, перечеркнув тем самым все, что произошло ранее, она, сильно нахмурив брови, слегка откинула голову в сторону, явно выказывая свое возмущение. «Что это значит?» Думаю, Меджи слишком расслабленно встретил ее мигом изменившийся, острый взгляд, исход этого боя для нас обоих очевиден. Да неужели? Асами картина вздернула брови, и подобно Хьюге, сложила руки на груди, а мне кажется, что у нас разные представления об этом. Разве ты не знаешь, главная ошибка, которую может допустить Шиноби это недооценивать своего противника? Меджи заметно напрягся, но вряд ли из-за того, что ее слова прозвучали как предупреждение с нотками угрозы, а лишь из-за того, что он не терпел того, что прослеживалось в том блондине, и в этой голубоглазой шатенке. Что-то, для чего он пока не мог найти слов, но то, что задевало каждый его нерв, лишь при одном взгляде на них. Хоть сразу и непонятно, видя как трещит по швам чужая выдержка, Асми лишь увереннее продолжила свою тираду, но Наруто сильный противник. И его шансы на победу ничуть не меньше, чем у тебя. В тебе, говорит лишь желание заступиться за товарищей, и не только, тут же отрезала Учхо. Не позволив мыслям Брюнета получить свое развитие, я слышала, как ты говорил, что неудачники остаются неудачниками, но он живое доказательство обратного. Ты думаешь меня это переубедит? Он старался говорить спокойно, но едкие нотки нарастающей злости и раздражений так и прослеживались в его голосе, ни тебе, ни его самоуверенности не изменить то, что определено судьбой. Асми слегка прищурил глаза, мысленно зацепившись за его фразу. В голове тут же развернулись целые цепи, связывающие воедино все то, что ей было известно о Хьюго, о главной побочной ветвях и о некой несправедливости, на которую Маджитоидил ссылался во время поединка с Химатой. Что-то в нем менялось, стоило хотя бы отдаленно коснуться этих тем. Стало очевидно, что его ненависть, которую он так активно транслирует, исходит именно от того, что кажется покрыта тайной одного из сильнейших кланов Канохи. Ты прикрываешься судьбой, чтобы пытаться оправдать свою, сложившуюся неудачно. Озвучила Асами то предположение, что всплыло в ее пытливом сознании. Удивительно, как быстро сменился вектор их разговора, приобретя более агрессивный характер, ведь еще пару минут назад Учиха была готова покинуть Неджи с более неприятным впечатлением о нем, которое сейчас вновь окутывало неприязнью и презрением. Не делая вид, что что-либо обо мне знаешь, не скрывая своего недовольства, чуть ли не потребовал Хьюга, чувствуя, как хваленое самообладание вновь покидает его. Голос его пробрал морозной сталью, а взгляду вернулась надменная презрительность. Асами сама чувствовала, как накаляется и становится тяжелее между ними воздух. А та пропасть, отделявшая их взгляды на мир, что лишь на мгновение показалась незначительной, вновь стала непреодолимой. Удивительно, как быстро он выводил ее из себя. Тогда не делай вид, что знаешь что-то о других. Выпылила Асами, неосознанно сжав кулаки, в которых тут же ощутила боль от былых ранений. Это словно отрезвило затуманившийся гневом разум. Когда вспышка злости немного отступила, она уже более спокойным и ровным тоном добавила к своему предыдущему высказыванию, прежде чем указывать кому-то на его место, знай свое. Хьюго уже знал, что Асами отличалась огненным темпераментом, но и предположить не мог, что она способна разжечь всепоглощающую опасную стихию внутри него, и служить же для этого спичкой. Казалось, что закатное небо слишком резко потемнело, а воздух, и приятно освежающего, стал обжигающим морозным. Таким же, каким стал взгляд Мэджи. Она лишила его внутреннего спокойствия и равновесия, смея смотреть на него так, и говорить вещи, о которых сама ничего не ведала. «Не тебе мне об этом говорить», втар ее размеренному тону, ответил Мэджи, сразу же прочитав негодование в голубых глазах, как та, что лишилась всего клана и стала настоящим изгоем в глазах жителей деревни, может указывать мне на мое место. Глаза Асами расширились, когда она почувствовала, как предательски сжалось сердце. Этими словами, он словно содрал тот тон кислый кожи с едва ли зажившей раны, заставив вновь испытать острую боль под ребрами. Его слова обескуражили, как и то, как он бессовестно затронул слишком больную и даже запретную для нее тему клана. «Чатай точка, что ты». Не успела она выразить свое недовольство, как Мэджи ее перебил. Даже заметив, что все же задел ее за живое, он уже не смел остановиться. Что бы ты ни говорила, судьба уже сыграла с тобой злую шутку и тебе этого не изменить. Никогда. Мэджи не знал, чего хотел добиться этими словами, но совершенно точно мог понять, что говорил вещи, о которых он никогда даже не думал. Его стала душить собственная кровь, что стучала по венам и закладывала уши. Асми смотрела на него вмиг потухшими глазами, искры которых исчезли, оставив после себя лишь затянутый тучами небосвод. В свете закатного солнца он сумел разглядеть результат своих стараний. Живый блеск в глазах исчез после его слов, но на замену ему пришел блеск от собирающейся в них влаги. Учиха удерживала непрошенные слезы обиды как могла, ведь позволить ему узреть ее в таком состоянии было недопустимо. Внутри нее на мгновение возникла мертвая тишина, заполняющаяся лишь треском собственной души, которая вновь разлетелась на мельчайшие кусочки, когда ее снова заставили столкнуться с суровой реальностью собственного бытия. Отлично, надеюсь, теперь ты доволен собой, ее голос едва ли не сотрясался от нетерпения и переполняющих эмоций, если хочешь, чтобы все и дальше считали тебя кретином, то продолжай в том же духе. Я уже подумала. Асми осеклась. Неважно. Пошел ты, Меджих Юга. Каждый новый вдох делался с невыносимой болью и трудом. Казалось, легкие сковали терновые тиски, а органы выжигало беспощадное пламя. Асми не думала, что слова чужого для нее человека могли заставить землю и выбиться из-под ног. Она уходила так быстро, как только могла, игнорируя то, какими ватными стали ноги, а одежда словно потяжелела, дави на плечи. Меджи провожал ее стремительно удаляющийся силуэт хмурым взглядом и с сильно сжатыми кулаками. Его переполняла злость. Новый, последний перед решающими состязаниями день наступил для учихи слишком незаметно. Вчера, прибежав домой в слезах, девушка просто уткнулась в подушку, после чего усталость, скопившаяся за день, накрыла ее с головой, погрузив в долгий и крепкий сон до раннего утра. Проснувшись сейчас с первыми лучами солнца, Асми не чувствовала и капли того же унижения, что испытала вчера при разговоре с заносчивым Хьюго. Сегодня, когда наступил новый день, вчерашние эмоции притупились, не оставив после себя ничего, кроме банального опустошения. Все свои утренние ритуалы Асми выполняла механически, не задумываясь буквально ни о чем. Переживания последних недель вся скопившаяся эмоциональная подоплека получили свою разгрузку. Вчера она и не вспомнит, когда последний раз так сильно и долго ревела, заперевшись в своей комнате и поддавшись нахлынувшим с новой силой болезненным воспоминаниям. В любом случае, такая эмоциональная встряска даже пошла на пользу в некотором смысле. Сегодня юная Кунаичи чувствовала себя несколько бодрее, даже несмотря на припухшие от слез глаза и отекшие от продолжительного сна лицо. Принявшись развязывать наложенные вчера над же повязки, Асми вновь ощутила укол обиды, но быстро отделалась от этого ощущения, решив, что вчерашняя уже не может навредить ей больше, чем это случилось уже. Полностью высвободив себя от заляпанного пятнами крови бинта, Учиха вновь наткнулась на совершенно чистые руки без единого остатка вчерашних порезов, синяков и ран. И все-таки это очень странно. Асми выкинула перепачканные и уже бесполезные бинты и направилась готовить себе завтрак. Однако, холодильник уже некоторое время практически полностью пустовал из-за экзамена, команда перестала отправляться на миссии, поэтому новых поступлений денег почти не было и приходилось экономить еще сильнее, чем обычно. Несмотря на то, что в наследство от отца остались какие-то средства, они тоже стремительно кончались, а ведь их было не особо много. Разочарованно вздохнув отсутствие пропитания в холодильнике, девушка решила сходить за продуктами в ближайший магазин у дома. Идти до него было пять минут по одной из самых оживленных улиц, но даже несмотря на этот факт, в столь ранний час она практически пустовала, чему Асин была несомненно рада. Переступив порог своего дома, Учиха мгновенно обернулась, словно почувствовав неладное. Но ни спереди, ни позади нее никого не было. Решив, что это очередной выброс ее паранойи и последствий голодного с утра желудка, девушка со спокойной душой отправилась на пешую прогулку до продуктового. Здравствуйте, Мадокасан, Асами уже по привычке сразу же поздоровалась с пожилой женщиной, державшей этот небольшой ларек. Здравствуй, Асамичин. Как ты поживаешь? Мадокасан, оторвавшись от подметания пола за прилавком, ласково улыбнулась Шатенке. Нормально, Асами не любила этот вопрос и не понимала, зачем задавать его сейчас, ведь с их последней встречи прошло всего несколько дней, давайте мне, я помогу. Ловко забрав себе веник и сугок из рук женщины, Учиха принялась набирать в совок те немногочисленные комочки пыли и песка на полу, что уже были собраны хозяйкой магазина со всей его скромной территории. Спасибо тебе, Асами Чин, слегка выпрямив больную спину, произнесла в ответ Мадокасан. А то сегодня рано. Я еще даже открыться толком не успела. Да, простите, так получилось. С тех самых пор, как Асами переехала в этот район из квартала Учих, эта женщина каждый день работала в магазине с утра и до самого вечера. Учиха практически ничего не знала о ней и ее семье, да и особо не интересовалась этим раньше. Однако сейчас задумывавшись, пришла к выводу, что вероятно старушка осталась совсем одна, раз за столько лет к ней не приходил ни один из ее возможных родственников. Но даже несмотря на отношения, что у них сложились сейчас, Мадокасан не всегда была так доброжелательна к юной Асами. В первые месяцы ее пребывания здесь, та практически игнорировала ребенка, а при совершении покупки, могла даже засыпать различными упреками, сопровождаемыми несколько пренебрежительным взглядом. Подобное отношение изменилось только после того, как маленькая Асами пришла сюда вместе с Третьим Хакаги. Это был один из тех дней, когда он решил ее навестить, а еды у Чихи совсем не было. Девочка могла голодать сутками, поэтому обеспокоенный глава деревни сам повел ее в магазин в тот день, набрав большую корзину полезных, в первую очередь, продуктов. Не забыв при этом и прочитать лекцию о важности хорошего питания для появления сил у любого Шиноби. С тех пор, как Мадокасан узнала о дружбе Хакаги с Асами, та изменила свое отношение к сироте. Почему она изначально была настроена плохо к Учихе, было неизвестно ей до сих пор, но спрашивать про это ей совсем не хотелось. В конце концов, Мадокасан была не единственная в деревне, кто с презрением относился к ней. Асами не раз приписывали родство с Атачи Учхой, что было, конечно, неправдой, однако мало кто действительно в этом разбирался. Поэтому, в то время ей Саски, который все же являлся родным братом Итачи, было очень нелегко. С тебя шесть ее, Асами Чин, посчитав стоимость немногочисленных продуктов, взятых шатенкой, произнесла Мадокасан. Асами высчитала из взятых с собой десяти монет ровно шесть и положила на прилавок с кассой. Вот. Спасибо, Мадокасан. Хорошего вам дня. Ступив за порог магазина, Асами снова уловила это странное предчувствие, что она испытала еще при выходе из дома. Теперь, это уже не казалось обычным совпадением. Но Асами не видела, а главное, не чувствовала никого поблизости. Ее способности к распознаванию чакры все еще были плохо развиты, и контролировать это у девушки почти не получалось. Она могла лишь гадать, как и когда срабатывает ее чутьею сенсора, которое она даже не знала, как натренировать. Стараясь не подавать виду, Асами продолжила свой путь, решив, на всякий случай, направиться домой по более длинной закрученной дороге. Однако ощущение слежки так никуда не делось даже по прошествии нескольких долгих минут скитаний по многочисленным кварталам деревни. Улицы, постепенно заполняющиеся людьми, лишь обостряли нарастающее беспокойство. Не заметив, как ускоряются шаги и собственное сердцебиение, поддававшееся подступающей к горлу панике, Учхо в какой-то момент и вовсе перешла на бег. Совершенно не заботьтесь о сохранности продукта в пакете, сжимаемом пальцами, Асами не смело останавливаться, чувствуя, как телом овладевает необъяснимый страх. Перестав обращать внимание, куда именно ведут гонимый страхом ноги, девушка в очередной раз свернула куда-то в сторону за угол невысокого кирпичного дома, следуя непонятной хаотичной траектории движения и убегая от Чегото, непонятно чего. Но застеленные паникой глаза слишком поздно заметили представшую перед ними белую фигуру, а потому избежать столкновений оказалось для Асами невозможным. Лишь уверенное касание твердых ладоней к плечам позволило сильно разогнавшейся кулнаич остановиться, отделавшись легким касанием лба к мягкой ткани чужой мантии. Куда это ты так спешила, Асами? Открыв и подняв на источник голоса свои глаза, которые Учиха неосознанно зажмурила от испуга, она столкнулась не только с знакомым, смуглым лицом, но и запоздала пришедшим пониманием того, кто же перед ней оказался. Хакаги Сама Сарутаби, все еще придерживая девочку, чувствовал мелкую дрожь ее плеч под своими ладонями. Кажется, неконтролируемо сотрясался по неизвестным ему причинам. Позволив беспокойство отразиться в его взгляде, мужчина слегка наклонился, уже тщательнее осматривая Учиху, что сейчас беспокойно оглядывалась по сторонам. Что-то случилось? Минт, Асами, осознав, что от прежнего ощущения слежки не осталось и следа словно тот, кто ее преследовал мигом исчез с появлением третьего слегка успокоилась. Подняв взгляд в улицах деревни Хакаги Шатенко почувствовала сильное облегчение, сместившее собой недавний приступ тревоги, ничего не случилось. Почему же ты так бежала? Хирузин и сам слегка расслабился, заметив как выровнялся испуганный взгляд, вновь приобретя привычное свое состояние, разбавляемое лишь слегка вздернутыми уголками губ. Асами, даже если бы пыталась скрыть свою радость от очередной встречи с Хакаги, все равно бы не смогла сделать это на 100%. Хотя видеть его за пределами резиденции, в последнее время было немного непривычно. Несмотря на приближенность Хакаги к жителям Канохи, его обычные прогулки по городу были не таким уж и частым явлением, особенно в такие загруженные периоды, как сейчас, когда в деревне проводился экзамен на Чунина. Я просто спешила, чтобы скорее приступить к последней тренировке перед завтрашним экзаменом, все же поспешила ответить Асами, прекратив поток размышлений. Говорить о своих переживаниях, которые не имели какого-либо логичного обоснования, она не решилась. Отчасти сказанное ей сейчас было правдой, поэтому Асами подумала, что произнесла это достаточно убедительным тоном, однако ночь к неверия все равно прослеживалась в крих глазах главы деревни, которые строго на нее глядели со смесью недоумия и беспокойства. «Тебе стоит быть аккуратней», спустя короткую паузу, заговорил Хирузинка учительным тоном, «Вдруг ты бы сбила кого-нибудь или покалечилась сама». Я, первая ответная реакция, подразумевавшая срочную выдумку оправдания, была пресечена собственным же разумом, поэтому Асами, вдруг почувствовавшая себя маленьким непутевым ребенком, каким был когда-то Наруто, хулиганив всегда и везде, не придумала ничего лучше, кроме как, слегка надув щеки, неловко вымолвить, «Простите, я больше так не буду». Хирузин улыбнулся, а потом и вовсе рассмеялся тем самым заразительным немного хриплым смехом, звучание которого излучало будто бы ощутимое, приятное тепло. «Хорошо, хороша, я тебе верю». Он уже было поднял руку, чтобы привычно потрепать ее волосы в уже запомнившемся жести, однако покоящийся на макушке протектор Канохи внезапно подавил это желание. Хирузин вдруг подумал, что еще не до конца смог привыкнуть к тому, как выросли эти дети. «Так или иначе, я рад, что встретил тебя». «Почему же?» нарочито удивилась Асами, внутри испытывая небывалый восторг от только что услышанных слов. «Давненько ведь не навещал тебя, правда?» «Правда» с горечью отметила про себя Асами. После образования седьмой команды, и без того нечастые встречи с третьим прекратились навещать одинокую сироту, как раньше, более не было необходимости, раз теперь она, наряду с Нарутой и Саски, перешла под попечительство Кукаши. Теперь, когда Асами благополучно вступила в ряды Шиноби, могла самостоятельно зарабатывать деньги и дальше идти по своему пути ниндзя-листа, преданно служа деревне, свое присутствие в ее жизни Хирузин перестал обозначать так же, как пытался делать это после произошедшей трагедии. Теперь, количество людей, на которых Учиху могла положиться, немного увеличилось. Асами все это понимала, но все равно ощущала некоторую тоску из-за потери такой значительной составляющей ее детства, в котором было не так уж и много действительно хороших воспоминаний. А забота третьего даже эта скудная и едва уловимая ее крупица, которую он был способен едать по-прежнему была для девушки одной из лучших вещей в ее переполненной боли жизни. Как будто это так важно, Асами вздернула нос, высокомерно скрестив руки на груди. Сару Таби Сама должен был знать, что она и сама теперь может справляться со своей жизнью, у меня теперь нет на это времени, Хакаги Сама. Мы и так видимся всякий раз, как отчитываемся с командой за задание. Хотя это вовсе не то, ох, ох, мужчина вновь легонько рассмеялся, радуясь проявлению этой очаховской гордости, понятно. Ну, мне тоже пора идти, руки, укрытые длинными рукавами мантии, скрылись за его спиной, вкрить, Асами, будь осторожна. Ты уже слишком взрослая, чтобы мне тебя поучать. Да, Хакаги Сама, я понимаю, вновь надувшись, пролепетала Шатенко. Почему-то, всякий раз, как она оказывалась перед Сару Таби Сама, в ней будто вновь просыпалась та маленькая, неумелая девочка, какой она была несколько лет назад. Это немного раздражало. Ну, тогда до встречи, третий развернулся, готовый продолжить идти туда, куда он держал путь до столкновения с Асами, уверен, тебе необходимо набраться сил перед завтрашними поединками. Ага. Асами вдруг почувствовало странное тиснение в груди. Что-то неуловимое, бесформенное и липкое, на мгновение окутало органы и стремительно разнесло по телу россыпь тревожных мурашек. Ей срочно захотелось сделать что-то, окликнуть, что-то сказать или побежать. Но в голове стало пусто, а это необъяснимый порыв, появившийся всего на короткий миг при взгляде на удаляющуюся спину Хакаги исчез так же быстро, как и появился. Силуэт Хакаги уже успел затеряться среди оживленной толпы и привычных улиц. А это мимолетное стеснение в груди, настигшее словно гром среди ясного неба, уже через несколько минут благополучно забылось, будучи вытесненным из сознания сотней других, более важных и будничных мыслей. Воздух был сражен радостными возгласами и приветственными криками собравшихся зрителей. Арена, имеющая внушительные размеры, была переполнена людьми, каждый из которых пришел посмотреть на одно из главных событий года. Среди гостей было множество многоуважаемых феодалов, важных для страны огня людей, и помимо самого Хакаги, также присутствовал один из важнейших для скрытого листа союзников Казикаги деревни скрытой в песке. Жаль, правда, Асами мало было дела до происходящего вокруг, ведь оглядев присутствующих финалистов, что вместе с ней стояли в самом центре арены, она не нашла тех двух, самых ожидаемых для нее. Ну и где эти дебилы? Мысленно возмущалась Учхо, горько усмехнувшись тому, по крайней мере этими мыслями она старалась утихомирить нарастающие внутри беспокойство, которое по большей мере касалось Учхо, от которого все это время вообще не было вестей. Сакура героически умалчивала о своем волнении, но зеленые глаза постоянно опускающиеся вниз, то и дело выдавали Харуна, а ведь Асами разделяла и понимала ее переживания, ведь о метке оставленной Рычмару знали лишь они вдвоем. Мысленный поток размышлений остановился, когда слуху коснулся сначала громкий крик, а затем и звук падения со стороны главных ворот. Как оказалось, это прибыл Наруто, влетев на арену словно выкинутый кем-то мешок с костями. Ты где был? Поинтересовалась Асами, когда тот оказался рядом. Эмоции хоть и бушевали в ней, словно пробудившийся вулкан, она все же старалась держать их под привычным контролем, даже несмотря на то, что ей, и подобно привычкам Харуна, хотелось врезать кулаком по лицу блондина за его наглое опоздание и вызванное в ней волнение. Выслушав его невнятный рассказ о каких-то сбежавших быках иконах Асами все же не сдержало легкого смеха, в то время как стоящий рядом Шакамару, также ставший невольным слушателем нелепая история, лишь недовольно проворчал. Ты как всегда, Наруто. Эй вы, обратился к ним молодой Джанин, который, судя по всему, был назначен судьей на предстоящих состязаниях, хватит болтать. Станьте прямо и покажите свои лица публики. Вы главные участники сегодняшних поединков. Эти слова, словно ведра холодной воды, обрушились на Асами. Она подняла взгляд и кажется только сейчас осознала то, как много зрителей собралось на трибунах, что были битком забиты людьми. Волнение, которое совсем недавно колыхалось внутри по поводу друзей, теперь с новой силой накрыло ее, на этот раз с непривычки от такого обильного внимания и скопления толпы, собравшиеся здесь, в некотором смысле, из-за нее. По телу прошла волна мелких мурашек ночха, лишь сделав глубокий вдох, а затем и выдох, поспешила остановить подступающую беспричинную тревогу, которая сейчас явно будет для нее лишней. Зная, через что Асами прошла, чтобы оказаться здесь, она не могла позволить лишним эмоциям и страхам повлиять на ее шансы. Если в самом начале ей не сильно была важна победа, как и сам факт возможности получения и звоняния Чунина, то сейчас она испытывала настоящее очень сильное желание выложиться по полной. Прежде всего, чтобы доказать себе, что она достойна своего места здесь среди лучших из лучших. Хотя и на некоторых равняться не особо хотелось. Асами бросила беглый взгляд на Хьюга, что так же стоял подняв глаза вверх. Вспомнив их последнюю перепалку, которая в тот момент едва ли не сломила девушку, заставив провести ночь в слезах лишь от одного осознания правдивости его слов, она тяжело сглотнула и вновь отвернулась, не желая и дальше мучить свои глаза его надоедливой физиономией, вызвавшей в ней гневное закипание крови. Третий этап отборочного экзамена на звонянии Чунина объявляется открытым. Заявил экзаменатор, и трибуны тут же разразились громкими овациями и криками. Асами даже удивилась тому, насколько сильно зрители ожидали подобного мероприятия, ведь она и не думала, что экзамен будет иметь такой размах и столь важное для многих значение. Блин. Саски так и не пришел. Недовольно пробурчал Наруто, не найдя среди участников своего первого и постоянного соперника. Пока судья объяснял правила, которые в принципе не изменились с прошлого дополнительного этапа, Асами то и дело бросал взгляды на двери, надеясь, что в них вот-вот покажется недостающий член клан Учхо. Первый поединок объявил, как он позже представился, Генма, когда все на трибунах притихли в трепетном ожидании, Узумаки, Наруто и Хьюганаджи. Остальных участников прошу пройти в комнату ожидания и там дожидаться своих поединков. Все остальные генины, включая Асами, двинулись в сторону лоджий, отведенных специально для них на нижних ярусах арены. Но перед тем, как покинуть поле, Асами искренне пожелала Наруто удачи, подружески пригрозив ему жестокой расправой в случае проигрыша. «Я не проиграю», с уверенной улыбкой ответил блондин, переведя многозначительный взгляд на молчаливого соперника, только не ему. Довольная ответом товарища, Учхо покидала поле с лучезарной улыбкой на лице. Их с Наруто общая неприязнь к Хьюге сейчас давала чувство некоторого родства, а поэтому сейчас Асами особенно остро ощущала глубину связи, сложившейся у нее с Узумаки. Поэтому, почти без единого сомнения в словах Наруто, Асами настроилась смотреть на то, как по аристократичному личку Наджи проедется кулак ее товарища. Только сдержа свое слово, Наруто тишина пустынных улиц звоном стояла в ушах. Сегодня над головой не светило привычное для Канахи жаркое солнце, уступая место свинцовым, будто бы давящим на воздух громоздким тучам, затянувшими собой небосвод. Некогда жизнерадостные и цветущие деревни сейчас выглядело мрачной и серой, окутанной в невидимое облако траура. Обломки домов, завалы и застывшие лужи потемневшей крови на земле таким сейчас был пейзаж деревни скрытого листа, не успевшей оправиться от только что пережитых, трагичных событий. Асами, обнимая себя запретенутые к груди ноги совсем не чувствовала касания промозглого ветра, проникающего под кожу и путающегося в ее волосах. Как и не чувствовала мелкого, точечно бьющего пропитавшего собой черную, совсем тонкую для такой погоды одежду девушки. Ей было все равно на вымерший вид деревни, оставшийся в нескольких метрах внизу, у подножия высокой крыши, на которой она сейчас сидела в собственной, одинокой и глубоко задумчивой компании. Глядя на скалы с лицами Хакаги, вид на которую отсюда открывался во всей красе и в полном масштабе, Асами в тысячный раз за прошедшую бессонную ночь и такое же раннее утро возвращалась к воспоминаниям о минувшем дне. Как и ожидалось, поединок Наруто не мог пройти гладко. Беспокойство неприятно скребло грудную клетку, а сердце Асами замирало всякий раз, когда Узумаки получал удар от Хьюги. Первое время Наруто достойно держался, демонстрируя свое рвение и силу, поднимался каждый раз, после очередной, удачно выполненной атаки Нэджи. Но тот, с каждым новым разом наносил еще больше внутренних повреждений блондину, блокируя и разрушая его каналы чакры. Изрядно затянувшийся бой заметно поубавил силы у каждого из этих двоих, но также сократил количество здоровых нервных клеток Асами. Она едва ли не начала крыть ногти от волнения, думая, что поединок действительно может быть выигран заносчивым парнем, а не ее товарищем по команде. всматриваясь в отныне навсегда безжизненные глаза третьего Хакаги, увековеченного в камне прямо над скорбящей деревней, Асами вздохнула, чувствуя как в горле вновь застрял тугой ком, прикрыла болезни на покрасневшие глаза, лишившиеся каких-либо остатков слез. На лице вдруг отразилась горькая, надломленная боль и усмешка от мысли о том, что переживания за исход поединков ее товарищей казались такими важными в тот момент. В момент, когда на горизонте быстро развивающихся событий в рамках экзамена никто не мог различить и намека на приближающуюся, куда более масштабную трагедию. Но нельзя было отрицать, что поединок Наруто против Ниджи, закончившейся победой Узумаки, заставил нам многое открыть глаза. И пусть сейчас, после всего пережитого, это многое казалось уже не таким значительным, Асами не могла перестать думать о двух, совершенно полярных друг от друга осознаниях, представших перед ней в момент противостояния двух совершенно противоположных жизненных взглядов пылкого Узумаки и холодного Хьюга. Несправедливая единственная мысль, посетившая Асами после рассказа Ниджи о клане, проклятые метки побочной семьи и его отцы. Сейчас, все ранее услышанные и сказанные слова Ниджи приняли совершенно другую окраску, и многое нашло свое объяснение. Асами сглотнула давящий в горле ком, осознав, как сильно была неправа по отношению к нему. Ему, как и ей когда-то, хватило всего мгновения, чтобы поддаться влиянию боли и ощущению несправедливости этого жесткого мира, в котором они были вынуждены выживать. Асами тоже, как и Ниджи, пришлось рано повзрослеть, ведь отец быстро снял с детских глаз розовые очки, которыми тогда, в ее возрасте, смотрели на мир другие дети. Уже тогда, разбиваясь каждый день о льды родного человека, Асами испытывала тяжесть этих непомерно отравляющих реалий и не принимающего ее мира, что с каждым годом лишь сильнее втаптал в землю любые попытки противостоять неудачным поворотам судьбы. Трудное детство с отцом и потерей клана, навсегда оставивший отпечаток в ее жизни, мучили у чеху по сей день, беспокоя сознание путающееся между собой мыслями и мрачной всепоглощающей и пустотой. Пустотой, с которой она была вынуждена каждый день бороться, лишь бы не поддаться отчаянию и ненависти. Это чувство ужасной несправедливости, постойные, отравляющие мозг раздумья о том, что могло быть по-другому, но никогда не будет. Все это порой заставляет задыхаться, и именно отражение подобных эмоций девушка наконец смогла разглядеть в некогда казавшихся пустыми глазах Ниджи. Асами. Асами, эй! Ты меня слышишь? Вернувшись в реальность из обрывистых эпизодов вчерашнего дня и следующих из них размышлений, девушка, словно сквозь вакуум, услышала зов своей подруги. Опустив взгляд, Асами встретилась с грустными, но полными беспокойства глазами Сакуры. Сейчас, то, как выделялись ее розовые локоны на фоне черной одежды и тусклой, лишенной красок картине вокруг, даже заставилась слегка поморщиться. «Как давно ты там сидишь? Нам уже пора!» Асами, не имея какого-либо желания что-либо говорить в ответ, молча поднялась на ноги и в несколько прыжков спустилась с крыши на землю, прямо рядом с Харуна. Уже после приземления она заметила стоявших чуть поодаль Наруто и Саски. Переглянувшись друг с другом, все вновь окунулись в собственные мысли, не смели и просто не зная, что следует друг другу сказать. Так, объединившись, седьмая команда молча поплелась в резиденцию Хакаги, где и должна была пройти сегодняшние церемонии прощания. Идти туда желания совсем не было, возможно, если бы не ребята Асами бы на похоронах так и не явилась бы. Кроме того, глядя на непривычно тихого Наруто, можно было понять, что и он утрату переживал совсем нелегко. Для него, как и для Асами, Сару Таби самое долгое время был единственным, кто не брезгал общаться с сиротами, игнорируемыми всей деревней. Однако смотреть на товарища как прежде, Учхо уже не было уверенно, что сможет. Пусть, она всегда осознавала некоторую скрытую в изумоке силу, увидеть ее такой, какой она представала вчера, было слишком неожиданно. Атмосфера на арене резко переменилась. Асами вздрогнула, когда тело вдруг накрыло волной знакомых, но слишком неприятных ощущений кожи коснулся палящий жар, а тело пробрало мурашками от той темной ауры, что переполнила воздух. Шатенко потупила взгляд вниз, стараясь обуздать мелкую дрожь по телу. Она могла поклясться, что почувствовала ту же самую чакру, которую впервые ощутила еще на мосту в стороне волн, а затем лишь слабую ее часть в лесу смерти, но только сейчас она осознала, кому она принадлежит. Вернув внимание на поле боя, Учхо увидела, как Наруто, всего мгновение назад изнеможенный и ослабленный чужими атаками, начал высвобождать огромное количество именно этой чакры сильной и зловещей, крываво-огненную по цвету. Наруто, все это время, это был точка ТЭИ. Шикомару, стоявший рядом с Асами и также наблюдавший за неожиданным развитием поединка, никак не доумевал, откуда у него столько чакры. Ответ на это вопрос, который был лишь каплей в море других, терзающих голову Асами, никто не знал, да и вряд ли вообще задумывался. Никому, кажется, кроме Учихи не показалось это странным, а потому и дальше размышлять уже не было смысла. И без того хватало мыслей, выводивших из равновесия. И увиденное вчера во время поединка Наруто, было меньше нас того, что Асами действительно сейчас беспокоило. Она все никак не могла понять, почему так поздно осознала приближающуюся беду, на которую, как стало ясно теперь, с самого начала указывала множество факторов. И как это понимать, черт возьми? Асами, и без того раздосованная на эмоции прошедшим поединком Наруто, и не думала сдерживать свое негодование. Девушка глядела в глаза совершенно безмятежного к ей угрожающему виду конкура, которого та, в порыве ярости, схватила за грудки. И пусть разница в их росте была сейчас такой же явной, как и всегда, да и чтобы действительно заглянуть в глаза нагло отказавшемуся драться противнику из песка, учихе пришлось оторвать пятки от земли и она совершенно не выказывала каких-либо сомнений в своих действиях, не заботьтесь о подобных мелочах. Асами так упорно тренировалась, готовясь к сегодняшним поединкам, что внезапная и преждевременная капитуляция конкура была воспринята ей как серьезнейшее оскорбление, которым он просто втоптал ее усилия в грязь. Ты слышала, что я сказал? Он, нахмурившись, резко отдернул от себя тонкие руки и толкнул разбушевавшуюся девчонку и всем своим видом показывая пренебрежение, вызванное ее касаниями, я сдаюсь. Так что просто порадуйся за легко доставшуюся победу, соплячка. ТЦ, дай я тебе. Хватит, Асами. Шикомару, вовремя схватившую девушку под плечи, сумел предотвратить выброс гнева адресованного к этому Шинобе из песка, к которому у Чихи с самого начала сложилось глубоко враждебное отношение. Та, не обращая внимания на пристальный взгляд судьи, была готова наброситься на собаку, но прямо сейчас, игнорируя какие-либо правила священного спарринга Шинобе и вообще этих состязаний. В таком случае, все, что ожидало бы Асами дисквалификация за неоправданно проявленную грубость в нерамках существующих правил. С самого начала проявляя внимательность к троице из песка, вокруг которой витала эта раздражающая аура загадки, Асами слишком поздно смогла распознать в них настоящих врагов листа, которыми они позже предстали. Слишком много те перешептывались между собой, хотя на тот момент все казалось лишь несерьезными, привычными для них усмешками. Теперь, Асами оставалось лишь жалеть, что она не поняла этого всего раньше. Возможно, проявивая она больше расторопности и внимательности к своим ощущениям, некоторых жертв можно было бы избежать. Но, когда Арена погрузилась в хаос, действовать было уже поздно. Первый взрыв, прогремевший прямо в месте, где сидели Каги, послужил слишком уж хорошим отвлекающим маневром. Асами, за некоторое время до этого, оставшаяся один на один сканкура и Тимари на нижних ярусах для участников, не успела заметить, когда те двое кинулись на поле, где в ту секунду пребывали Саски и раненые Нгара. Стойте! Учхаринулась вслед за ними, однако не успела она спуститься за порог портика, как тут же была втянута обратно струнами, обуздавшими ее талию. Ударившись спиной об стену, куда ее с силой швырнули, Асами вскрикнула. Но Саски, пребывавший посреди поля, не услышал этого очертания помещения, в глубину которого ее затянули, и явившиеся из ниоткуда неизвестные темные силуэты расплывались перед глазами, однако девушка прилагала все силы к тому, чтобы удержать покидавшие ее после удара головой сознание. Сильно же ее припечатали. Кайкак вытащив из футляра кунной, разрезавши тонкие струны, Учхо сразу же поднялась на ноги, что мгновенно потеряли свою привычную стойкость и равновесие. Активировавшийся Шаринган помог устранить размытые видения и распознать наличие четырех противника в масках, закрывающих половину лица. Судя по знаку на протекторах, это были ниндзя звука. Как же ей с ними не везло. Асми коснулась плеча, которая вчера сильно повредила в ходе неравной схватки с теми шиноби. И пусть большая часть ее ранений зажила, мышцы все еще изновались от глухой, забившейся в них боли. Полностью погрузившись в себя, Шатенко и вовсе не заметила, как они вчетвером уже сумели добраться до резиденции Хакаги, куда скапливалось большое количество людей, как шиноби, сумевших встать на ноги после нападения, так и обычных жителей иконохи, спасенных сторонами Сарутубисамы, которого больше нет. Учиха сжала кулаки, чувствуя, как обида пересиливает скорбь. Взрыв, ставший следствием использованный у чихой техники огненного урагана, заставил ее и оставшихся шины без звука вырваться из темного помещения в открытое поле поединков, где отца скигенинов песка уже не было и следа. А сами, спустя столько времени, удалось нейтрализовать лишь двоих и то, получив ряд повреждений и травм. И пусть, никто их не обладал, кажется, особыми техниками, разница физической силы и численности была серьезным преимуществом нападавших, преодолеть которые, ребенку вроде нее, было трудно. А сами, чувствуя во рту металлический привкус крови, стекавший по лицу из виска, приземлившись на землю, упала на колени, не в силах устоять после затянувшегося боя в четырех стенах. Однако, она не спешила сдаваться. Очутившись под открытым небом, девушка уже была готова продолжить нападение, когда языки остаточного пламени расселялились бы, но острое предчувствие чужой зловещей чакры заставило А сами замереть в оцепенении, поддаваясь ощущениям болезненного скручивания органов. Ужас, охвативший ее тело, заставивший мышцы окоченеть, был слишком хорошо знаком изнеможенному воспоминаниями сознанию. Арчимару прошептали дрожащие губы. А сами подняла взгляд на крышу одной из башен арены, разглядев на нем огромный фиолетовый барьер. Отлегшись, она не заметила того, как воспользовавшись моментом, противники уже оказались вблизи, готовые к совершению расправы над Учхой, предотвратить которую смог вовремя подоспевший на помощь Синси, в мгновении расправившийся с враждебными шиноби. Какаши Синси, отличавшийся пунктуальностью лишь в моменты жизненной опасности своих товарищей, и на церемонию прощания опаздывал, однако это мало кого сейчас волновало. Тем временем, затянутая грузными тучами неба разразилась сильнейшим плачем. Дождь плотной стеной обвалился на груз на опущенные головы, окутывал в хлестки объятия горькой утраты. Где-то неподалеку слышалось Хмаканеку на Хамару о потере Хакаги для деревни вряд ли могла сравниться с болью от потери родного дедушки. Асами, тело которое бесконтрольно тянуло внести тяжести упавшей на нее досады, возвращалось к мрачным воспоминаниям плотно отпечатавшимися у нее в душе к воспоминаниям о похоронах своего отца и прощании с целым кланом. Чувства, испытываемые в такие моменты хотелось навсегда запереть в глубинах своего сердца и никогда оттуда не доставать вновь. Может, лишь изредка вспоминать, но не проживать снова-снова, давая им волю, позволяя разрастаться внутри, словно яд, отравляющий любые признаки света и надежды. Боль от утерии, чувства, отрезвляющие голову неизбежности конца и иногда неожиданного, слишком раннего и нечестного, все это служило началом той тьмы, которая изо дня в день, проникая в каждый уголок из раненной души, пускала там свои корни. Асами сжимала от злости кулаки, чувствуя, как необъятный гнев накатывает штормовыми волнами, а затем стихает, уступая мертвенной тишине, болезненной и приземляющей той, что навсегда ее изменило. Когда все закончилось, деревню охватила тишина, звенящая и напряженная. Позволив виновникам нападения сбежать, все джанины, включая какаши сенси, были обеспокоены лишь одним единственным вопросом, ответ на который жаждала поскорее узнать Асами, который, после прибытия на поле как будто вражеского шпиона и предателя в компании врагов, было приказано оказывать посильную ей, лишь минимальную поддержку и стараться лишний раз не высовываться. Идем. Нужно проверить, обратился Гусенси к какаши. Оба они глядели вверх на ту самую крышу, где происходила схватка Сару-Табисаму-Сару-Чумару, после побега которого, никто не подавал каких-либо признаков нахождения на ней. Да, спустя короткую паузу, кивнул Джанин. Асами тоже собиралась последовать за ними, но вдруг была остановлена строгим взглядом Сенси. Нет, ты останешься здесь. Что? Какаши Сенси, я имею прав, это приказ, перебил Хатаки, я знаю, что тебя волнует, и обещаю сообщить все сразу же, как проведу обстановку. Но подниматься тебе туда я запрещаю. Асами плотно сомкнула губы, не найдя в себе достаточно сил и желания припираться с приказом своего наставника. Какаши, получив от ученицы подтверждение соглашения с его словами, направился с остальными в разведку. Сердце его заходило с бешеным ритмом от одной лишь навязчивой мысли, которая приобретала все более реальные очертания по мере его приближения к цели. И так было, пока выбивающий из-под ног землю действительность не предстала перед глазами тела Хакаги истерзанная боем лежала ног людей, некогда обучившихся у него, поклявшихся служить ему деревне до самого конца. Какаши, обездвиженный Грем, почувствовал неприятные напряжения, четко осознав, что его приказ был нарушен. Он обернулся себе за спину туда, где с широко раскрытых, пылающих шаринганом глаз, лились безмолвные слезы. Взгляд Асами уставился ему под ноги, питывал в себя каждую частицу разрушительной правды, попазл у Сабира ее заново в чертогах искалеченного детского разума, в самых глубинах памяти. Асами Какаши ринулся к ученице, осознавая, что уже поздно. Асами вздрогнула. Зрачки, с горящим в них шаринганом теперь уже стремят и май, словно погасли, налились чернилами, приобретя непривычно глубокий, темно-синий рецвет. От вида крови безжизненного тела у Чихи вдруг закружилась голова. Из легких будто в одно мгновение выбили весь кислород. Асами съежилась, приложив руки к груди, откуда взяли свое начало болезненные спазмы, разнесшиеся по мгновенно оттяжелевшему телу. Она пошатнулась, а затем и вовсе рухнула на колени, не в силах удерживаться на ватных ногах. Стараясь сделать вдох, не потревожив ломящую резию грудную клетку оказалось невозможным. Вытянутое лицо подоспевшегося нси размывалось в глазах, сырое небо будто наседало, вытесняя кислород. Дрожащие пальцы вцепились в жилет какаши, слегка соскальзывая от влаги, проступивши на кожу. Асами катастрофически не хватало воздуха, казалось, что внутри все утопает в пламени, разъедающем все ткани грудной клетки. Особо острые ощущения в глазах, казалось, разрезали глазницы. Сфокусировать взгляд на подоспевших лицах джанинов едва ли было реальным обжигающая боль пресекала любую попытку. Тело ломило от скопившейся усталости, все незажившие ушибы и раны с новой силой болезненно запульсировали. Стремительно наливающиеся свинцом мышцы бесконтрольно тянуло вниз. Приступ боли охватил внезапно, накрыл сковывающие тело волной, но окончился так же быстро, как начался. После чего, утомившееся сознание учихи кануло в тьму, а тело ее обмякло вовремя подхвативших руках учителя. Проснулась после этого Асами в больнице, спустя всего пару часов. От того приступа к моменту пробуждения не осталось и следа. Асами совсем не чувствовала никакой боли, также ощутив, что большинство ее мелких ранений на коже зажило. И уже сейчас, спустя несколько часов после этого, Асами стояла на крыше резиденции Хакаги, пост которого вскоре займет кто-то другой, отдавая последнюю дань в честь цару Табисамы, в подношении в виде белой хризантемы к мемориалу. В это мгновение, вместе со смирением потери третьего Хакаги, пришло неоспоримое и четкое осознание, что с этого момента ничего больше не будет, как прежде. Стремительное приближение осени ощущалось как никогда остро в этом году. Череда солнечных дней все чаще разбавлялась пасмурными и холодными, с пронизывающими кожей ветрами, гуляющих меж полуразрушенных улиц. Однако, хмурая и неблагоприятная для привыкшим к солнцу жителям Канохи погода совсем не препятствовала началу восстановительных работ. Деревня активно залечивала полученные в ходе недавнего нападения раны. После нескольких дней траурной тишины и два выносимых гнетущей, вскоре вновь начали слышаться оживленные голоса жителей, привычно стихавшие лишь в часы глубокой ночи или раннего утра. Например, такого раннего утра, как сегодня пустующего, туманного и ленивого. Асами, почти утратившая способность спать больше, чем пару часов, решила провести эти мгновения тишины перед очередным днем вне стен своей квартиры, в которой ее одолевали мрачные, еще совсем свежие воспоминания и удручающие мысли. Непривычно густой сегодня туман молочной пеленой вбирал в себя крыши и фасады домов. Асами неторопливо вышагивала по перекресткам дорог, позволяя случайным поворотам определять ее путь. Деревня, сейчас укутанная облаком, казалась как никогда мертвенная пустая, словно здесь никто и не обитал, кроме призраков, прячущихся в тумане. Подобное одиночество, в какой-то степени, завораживало. Завораживало и немного пугало. Наслаждаясь короткими мгновениями замерзшей в деревне жизни и чувствуя трепет перед началом ее активного движения уже через пару часов Асами позволяла туману проникнуть глубоко в ее сознание, вбирать в себя и прятать внутри страшные отрывки из памяти, отяжелявшие видения и непрекращающиеся кошмары, мучить которые стали намного чаще после недавних событий. Погруженная в свое медитативное спокойствие, ощутить которое ей удавалось с трудом в последние дни, Асами не сразу распознала и мелодичный, едва слышимый короткий звон, донесшийся из глубины густого тумана перед глазами. Сначала Учиха не думала обращать на него внимание, однако стоило звону вновь повториться немного громче, чем в первый раз игнорировать его снова не представлялось возможным. Неизвестный источник этого колокольного совсем легкого звона, кажется, распугал остальные звуки вокруг. Едва ощутимый ветер прекратил свое движение, вынудив все вокруг наряду с Асами замереть в напряженном ожидании. Шелест листьев на ветвях деревьев стихо будто прекратился вовсе. Казалось, сама природа застыла, спряталась в гуще тумана, боясь того, что грядет за очередным, угрожающе звучавшим звоном колокольчиков. Асами обернулась, огляделась по сторонам и, не видя и не ощущая ничего особо подозрительного, решила продолжить путь. Но стоило ей вернуть взгляд по направлению, по которому она шла, как сердце, едва заметно замедлявший ритм, замерло. Необъяснимая паника охватила резко, совершенно внезапно, прочно овладев телом. Учхо вдруг будто бы ощутила тяжесть воздуха, аж завибрировавшего в такт мерных, тяжелых шагов, раздавшихся с новым звоном колокольчиков где-то неподалеку. Короткий, но сильный всплеск охватившей тревоги, слегка отступил только через несколько мгновений, когда накалившаяся вокруг тягучей атмосферы резко спала, вновь уступив мерному течению туманного утра. Ни шагов, ни звона колокольчиков больше не было слышно, лишь ветер с едва слышимым шумом колыхал кроны деревьев. Учхо сглотнуло комок нервов, скопившихся внутри расслабило плечи. Сильнейший внутри недовольству. Снова шутки собственного сознания. Комиссама, девушка вздохнула, зарывшись ладонью волосы, подняла взгляд в серое небо, я действительно схожу с ума, весь последующий день проходил не менее размеренно, чем его утро. Однако, к полудню весь туман уже рассеялся, а ранее серое небо прояснилось. От утренних тревог не осталось и следа, а сами наряду вместе с жителями деревни участвовала в ее восстановлении. Магазинчик Мадокисон, который стал первым для учихи объектом, девушка смогла привести в порядок довольно быстро. Он почти не пострадал внешне, фасады стены остались невредимыми, лишь все окна и витрины превратились в россыпи осколков, убрать которые заняло некоторое количество времени. Наведя внутри порядок, получив благодарность от Мадокисон, а сами двинулась дальше по делам. Не получившись утра подкрепления желудок дала себе знать протяжным стоном, который быстро привлек к себе внимание. Иосеми уже была настроена отправиться домой, чтобы найти там себе какое-нибудь пропитание, как заметила скружившую над головой птицу. Получив от нее письмо с указаниями о встрече, учиха слегка озадачивалась, но быстро воодушевилась. Срочно встретиться с Инсей приказал у чайной лавки, продающей сладкие клетки. Вот так удачи. Воспела довольная Асами, уже предвкушая сладкий обед за счет какаши Сенсии. Со всех ног поспешив к назначенному месту встречи, Асами резко затормозила не добежав всего пару метров. Заметив фигуру Саски, не спеша шагающего в том же направлении, что и она, девушка неприятно удивилась, теперь думая о том, что уделить неожиданную щедрость Сенсии придется с еще одним учхой. Эй, Анди, встретившись с его привычно равнодушным взглядом и скопым приветствием. И ты тоже здесь? Да, Асами почувствовала, как у нее задергался глаз. Собиравшуюся компанию назвать веселой было трудно. Довольно быстро они оказались у нужной лавки, где мужчина уже стоял, подперев спиной косяк, дожидаясь учеников компании неожиданно оказавшихся здесь же Курин Сенсии и Асум Сенсии. Все они выглядели вроде и будничина, но Асами уловила странные напряжения, повисшие в воздухе между ними, прослеживавшиеся в их взглядах. Какаши. Саски, не обременен какими-либо манерами и внимательностью к окружающим, как всегда обратился к учителю по имени, вовсе проигнорировав остальных двух джоунинов, которых Асами наделила скромным поклоном головы качестве приветствий, не похоже на вас приходить первым. Ну, это полезно время от времени, не отрывая пристальный взгляд от внутренности чайной, произнес Джоунин. Асами уже открыла рот, чтобы задать свой вопрос, как услышала уже знакомый, короткий звон колокольчиков. Вздрогнув от неожиданности, она одновременно с Саски посмотрела туда, куда были направлены взгляды взрослых. Но внутри не было никого и ничего примечательного, кроме забытых двух чашек еще горячего чая. «Я вообще-то не люблю сладости», спустя паузу недовольно отметил Саски, осознав, куда их позвал Сенсей. «Да ну!» «Чего и стоило ожидать», усмехнулась Асами, внутренне лякуя от того, что ей достанется больше. Тем временем, получив короткий кивок от какаши, Курин и Асумы мгновенно испарились, в секунду затерявшись среди крыш невысоких домов. Вновь отметив странность всего происходящего, Асами слегка задумалась, впрочем, как и Саски, но прерывать мысленные рассуждения расторопных молодых умов учих поспешил Сенсей, вновь обратя их внимание на себя. «Что ж, я позвал вас сюда не сладости есть», тон какаши вдруг стал серьезным, и обыгиненно слегка выпрямились в спине, почувствовав легкое напряжение перед грядущей речью учителя, но об этом позже. «Я вспомнил, что у меня есть неотложные дела. Увидимся!» И улыбнувшись, как ни в чем не бывало, какаши испарился, заставив своих учеников раскраснеться от взорвавшейся в них злости на опрометчивость учителя и очередную его бессовестную выходку. «Да сколько можно так себя вести!» негодовала Асами, и вмиг осеклась, заметив, что Саски уже вовсю зашагал прочь, «Ты куда?» «Мне здесь больше нечего делать!» Вновь оценив взглядом вывеску чайной лавки со сладостями, Асами уже было хотелось предпринять попытку попробовать пригласить туда Саски, однако, даже по его отдаляющейся спине было заметно, что он сегодня куда больше не в настроении, чем обычно. Асами не знала всех подробностей произошедшего во время нападения Арачимару, как и не знала того, почему после успешного для них боя против Гары, оказавшегося однохвостым монстром, Саски был угрюмее, чем обычно. От Сакуры девушка узнала, что пока та пребывала в лапах монстра, печать Саски снова дала о себе знать, и по словам самого Учихи именно Наруто удалось одолеть противника, справиться с которым казалось едва реальным. Услышанное удивило, заставило вновь задаться вопросами о том, что в это время сумела сделать Асами, пока ее друзья находились в такой опасности. Из-за всеми мыслями о собственной бесполезности и осознанием того, как неприлично много она упустила, она лишь сейчас позволила себе задуматься о том, что по поводу всего этого мог думать сам Саски. Саски, который не терпел даже мысли о том, что Наруто может оказаться сильнее и лучше его в чем-то. Да пофиг, почему меня это вообще должно волновать, пробурчав себе под нос, Асами решительно зашла в небольшое заведение, вспомнив о том, что все еще нуждается в подкреплении, а все эти размышления, которые ежеминутно отравляют ей мысли, могут хотя бы раз в жизни подождать. Она действительно устала так много думать, стараться понять других и что-то анализировать. Сейчас, чувство голода и усталости превысило ощущение того, что ей снова нужно быть в курсе всего, что происходит на душе у ее товарища, который все равно никогда не позволит другим людям заглянуть в его внутренний мир. Это не было делом первостепенной важности, да и у самой проблем хватало. Седьмая команда сейчас не была на миссиях, все были заняты собственными делами и проблемами. И ей, как человеку, у которого их, кажется, всегда было кучи, тоже стоило задуматься над своими. У девушки все еще было неисчислимое количество вопросов к собственному «Я». Из головы не выходил эпизод ее внезапной панической атаки, случившейся после обнаружения смерти третьего. Ощущения, которые в тот момент болезненно разносились по телу не были сравнимы ни с чем из того, что она когда-либо испытывала. Да и вообще, с каких это пор у нее есть предрасположенность к подобным проявлениям паники? Почему? Почему все это происходит? Почему ты идешь туда? Тихо прошептали собственные губы, в то время как глаза следили за силуэтом мучихи впереди. Довольно быстро забавив на собственное решение игнорировать еще более странное поведение брюнета, Асами решила за ним проследить, съев свою порцию сладких клеток по пути. Осознание собственных действий настигло ее слишком поздно, чтобы суметь передумать. Шатенко осторожно следовала по пятам Саски, который неожиданно свернул туда, куда юная Кунаичи не думала когда-либо возвращаться. Чувствуя как скапливается в животе напряжение, она уже начала убеждать себя, что глупое занятие стоит прекратить, ведь своим поведением она сейчас слишком напоминала себе Сокуру, однако так просто отделаться от миг пробудившегося любопытства не удалось. Осаме теперь было необходимо знать, почему Саски так уверенно направлялся в сторону давно заброшенного храма Учих, и почему он двигался так решительно, словно собирался не отдать дань памяти, а разрушить это место к чертям. Саски, немедля и мгновения, уверенными и заученными движениями раскрыл двери, прежде чем войти, оглянулся по сторонам, заставив Осаме резко спрятаться и вжаться в стену одного из зданий, за углом которого она пряталась, затаив дыхание. Сконцентрировав все силы на попытке оставаться незамеченной следуя всем советам по маскировке и преследованию, что она когда-то получила от какаши, ей все же удалось остаться незамеченной упроницательными глазами Учихи. И только когда тот скрылся за порогом храма, Осаме позволило себе с облегчением выдохнуть скопившееся в небе беспокойство и страх быть пойманной. Не спеша сразу следовать внутрь засадки, Осаме решила устроиться на земле, прижав к груди колени. Оставаясь на своем посту она задумалась над тем, что ни разу с произошедшей трагедией не посещала бывший квартал Учих. Точнее-то, что от него осталось. Осмотревшись по сторонам, она не могла узнать о половине зданий, которые здесь находились. Некоторые дома, насколько она знает, оставались почти нетронутыми, но новых постояльцев в них не было, потому выглядели весьма обшарпана и неухажена, теряясь на фоне других. Но таких экземпляров было всего пару штук по пути, большинство же всех остальных домов было снесено и территория бывшего квартала Учих теперь выглядела как самый обычный окраин район деревни, лишь с мелкими крупицами воспоминаний о былых днях. Но Осаме это совсем не огорчало, потому как видеть здесь пустые дома, в которых когда-то жил погибший клан, было бы куда болезненнее, прошедший много лет назад трагедия. Вновь обернувшись на храм, который Осаме то и в детстве никогда не посещала, она решила проведать, чем же там занимаются Саски, который, судя по всему, часто сюда приходил. Уже не боясь быть раскрытой, придумав отговорку, мол, тоже пришла почтить память, Осаме все же неторопливо двинулась к его дверям, невольно воскрешая в памяти образ отца, который часто посещал это место вместе с другими взрослыми, которые собирались здесь по вечерам. Днем же к нему подходило много других людей, в том числе и детей, и каждый имел право помолиться или оставить какое-то желание, но отец никогда не разрешал Осаме подходить к святому для учих месту, лишний раз заставляя дочь чувствовать себя отчужденной от родного клана. Уже испытывая-то, как сопротивляется собственное тело вступать за порог этого места, Осаме все же сумела перебороть себя, но стоило ей приоткрыть ставни, как она замерла, увидев, что внутри никого не оказалось. Только одна из тат была сдвинута, открывая вид на странный проход в пол. Поразившись собственному открытию, девушка в мгновение передумала заходить внутрь, и теперь вновь боясь быть раскрытой, двинулась прочь. Она определенно должна вернуться к этому снова, но в следующий раз одна. Саске, как и ожидалось, многое держал в себе, но Осаме и подумать не могла, что у него есть подобный секрет. И теперь, знание того, что из себя представляла эта тайна, которую хранит в себе храмучих, было для девушки важной целью, которую необходимо было достичь. Однако, чем сильнее Осаме отдалялось от храма, тем неявной становилась ее решительность раскрыть секрет Саске. В конце концов, он имел право на тайны и на их сохранение, а потому мысли о том, чтобы влезть в это уже не казались столь правильными. Если бы это действительно касалось Осаме тоже, вероятно, она бы изначально имела хоть какое-то представление о том, что в храме была какая-то тайная комната. Но тем не менее, даже без этих знаний ей жилось хоть и тяжело, но спокойно. Возможно, там действительно не было места для Осаме, и что бы ни происходило в мыслях Саске, это еще не означало, что что-то действительно не так. Пока их команда держится вместе, нет поводов для беспокойств. В конце концов, ничего сверхъестественного пока не происходит, а потому, возможно, стоит просто отступить и не суетиться по пустякам. Конечно, то, что сейчас обнаружила Учиха сложно было считать пустяком, но она в принципе не должна была этого знать. И если бы не странное беспокойство за Осаме, то еще и сто лет бы она об этом не знала и жила бы как раньше. Я просто преувеличиваю, как всегда, говорить с собой уже стало привычкой, которая может и могла бы показаться странной, но именно озвучивание вслух сказаний внутреннего голоса разума помогало действительно к нему прислушиваться. Решив на сегодня забыть об этом, Осаме решила пойти сделать то, что всегда помогало ей отвлечься от потоков ненужных мыслей потренироваться в одиночестве. Спустя несколько часов, десяток брошенных в мишени кунаев, и несколько побитых деревьев, стало скучно. Осаме слишком часто в последнее время тренировалась одна, что в итоге превратилась в топтание на месте. Ей уже недостаточно того, что давали эти одиночные отработки уже давно заученных приемов. А в техниках, которые были для нее новыми и совсем недавно изученными, девушка уже дошла до предела, выйти из-за которой самостоятельно не могла. Перевязав бинтом руку, которую обожгла собственной техникой, Осаме плюхнулось на траву, прохлада которой помогала расслабиться и освежиться. Мысли завертелись, пытаясь найти решение для борьбы со скукой, и ничего лучше, кроме как позвать кого-нибудь тренироваться вместе, девушка не придумала. Какаши Сенси, судя по всему, был занят, чтобы к нему сейчас обращаться. То же касалось и Саски, который если не блуждал сейчас в себе и своих мыслях и делах, предпочитал тренироваться самостоятельно или с Сенсием. Предатели Факт того, что Кукаши так просто выбрал для себя любимчика в команде все еще слегка задевал гордость Асами, уязвленную тем, что из двух отчих выбор пал не на нее. Но отбросив эти мысли и подумав о Сакуре, как о человеке, который частенько составлял ей компанию в такие моменты, она снова разочарованно вздохнула, вспомнив о том, что и подруга сейчас занята помощью родителям восстановления дома и вряд ли сможет в этот раз оставить свои дела ради нее. Оставался только Наруто. И эта мысль, почему-то ранение посещавшее Асами, показалась ей вполне привлекательной. Он ведь тоже был падок на постоянное совершенствование всего и вся. Да и не в стиле Узумаки отказываться от дополнительной тренировки или спарринга с сильным противником. Блондин удивлял своими способностями, растущими в геометрической прогрессе, поэтому мысль о том, что хотя бы раз потренироваться с ним один на один было бы полезно, показалась заманчивой. Решено. Асами бодро поднялась с травы, отряхнулась и с приподнятым настроением отправилась на поиски Узумаки, который начать решила с его дома. По пути туда ее не раз попросили придержать что-то, перенести или подать, потому как многие кварталы в деревне сейчас активно реставрировались жителями. И помогать Асами была напротив, да и наблюдать столь оживленный процесс по возвращению Канохи ее истинного неразрушенного вида, было приятно. Порой даже не удивляло то, какими сильными духом были жители деревни даже те, кто не являлся Шиноби. Вдохновленная происходящими вокруг позитивными сдвигами, Учхо и сама подзабыла о невзгодах и с таким довольным видом направлялась к дому Наруто, что не сразу обратило внимание на то, как вскоре оказалось у еще одного важнейшего для него места в деревне Лапшичной и Чирыку. Решив, что можно зайти сюда перекусить уже с Наруто, после того, как они потренируются, Асами уже была готова продолжить путь, как вдруг слух ее невольно зацепился за эмоциональные разговоры двух гостей Лапшичной. Да, я говорю тебе. Это точно был он. Никто больше не смог бы так противостоять куриной Асами и Шаринг ну Кукаши. То есть ты серьезно говоришь, что это не просто слухи, и этим утром он дрался с Итачи Учхой. Да, ему здорово досталось, до сих пор прийти в себя не может, голос этого рассказчика был удивительно громим и эмоциональным, в отличие от его маловещего словам собеседника, этот ублюдок Итачи на пару с другим преступником Шаранга зачем-то вернулся в деревню. Утренняя стычка с ними всех на уши поставила. Охренеть, спустя паузу вздохнул другой, не хотел бы я лично столкнуться с человеком, который в одиночку расправился с целым кланом. Асами, уже некоторое время не решавшаяся сдвигаться с места, почувствовала дрожь. Воспоминания многолетней давности встали мрачной картиной перед глазами пылко горящий Шаринган во тьме ночной комнаты, яркие пятна крови на стенах вокруг и блеск окровавленной катаны. Та ночь стала первым и единственным в жизни девушки случаем, когда ей предстало лично встретиться с Итачи Учхой. И осознание того, что он вернулся, выбило воздух из легких и из-под ног опору. Что-то внутри надломилось, рассыпалось на атомы, и налившиеся свинцом мышцы безудержно напряглись. В мгновении сорвавшись с места и круто развернувшись в противоположную от первоначального направления сторону Асами просто начала бежать, уже не слышал следующей реплики Шиноби о том, что незваные гости деревни уже успели ее покинуть. Ею овладел неистовый страх. Страх, который пеленой и застилал глаза, заставлял ноги двигаться в давно заочном направлении дома и просто бежать, бежать и бежать. Сердце, уже заходившееся в груди безумным темпом, лишь набирало обороты. Асами бежала так быстро, как только могла, не видя и не чувствуя вокруг ничего, кроме мурашек по спине и настойчивого ощущения того, что он в отвод ее догонит. Добравшись до своего жилища и громко хлопнув дверью квартиры, Учхо тут же ее заперла на все замки. Прижавшись спиной к прохладной поверхности, она старалась восстановить сбившееся дыхание, заставившее легкие гореть пламенем. Загудевшие от продолжительного спринта ноги согнулись в коленях девушка сползла вниз, рухнув на пол. Глаза, поддавшиеся страху и инстинкту самосохранения, зажглись алым свечением, раньше, чем затравленный страхом мозг успел это сообразить. Вспышка паники начала постепенно отступать только спустя несколько долгих минут и безуспешных попыток перевести дыхание. Постепенно подбиравшееся понимание собственной безопасности в стенах своей квартиры помогло слегка расслабиться натянувшимся до предела мышцам. На смену недавнему страху и ощущении преследования вдруг пришло самое обычное отчаяние и бессилие. осознав, насколько глубоким является ее страх перед старшим среди выживших учих, одно упоминание о котором заставляло вновь почувствовать себя маленькой беззащитной девочкой, которую собираются просто убить асами, обняв себя за колени, опустило на них голову, обратившись в слезы. Она совсем не изменилась. Продолжение следует.